Глава десятая. Вопросы доверия. Мятеж. Фальшивое знамя. Один. Не беги, — проворчал Гроул. — Они увидят, как ты бежишь, и догадаются. Бей бросила на него взгляд прищуренных глаз из-под своей фуражки. — Это не бег. Поверь, ты бы понял, если бы я бежала. А это целеустремленная ходьба. Он хмыкнул и сомкнул пальцы вокруг руки Бей, насильственно ее замедляя. — Что ж, перестройся обратно на прогулочный шаг, выглядя расслабленной. Гроул бросал взгляды на рыночные прилавки, между которыми они проходили. Выглядя так, как будто хочет что-нибудь купить. Шедшая сбоку от них пасри скорчила гримасу. — Что покупать-то? — спросила бывшая военнослужащая, наморщив свой изуродованный нос. Она говорила дело. Прилавки, по большей части, стояли пустыми. Они были брошены своими владельцами, которые или были слишком напуганы, чтобы высунуть нос из дома, или лишились товаров для продажи. После того, как знать, ввела военное положение и разместила на всех загородных магистралях контрольно-пропускные пункты. Бей не могла заставить себя не оглядываться через плечо. Вокруг стоявшего в отдалении высотного здания, в котором когда-то базировалось столичное подразделение Адептус Арбитрес, ввился жидкий дымок. Сквозь пелену виднелась перечеркнутая крест-накрест имперская аквила на ее южном фасаде, и ветер доносил до них резкое кваканье полицейских сирен. «Не пялься!» — рявкнул Грол. «Ты хочешь, чтобы мы слились с толпой?» — ответила она. «Все остальные пялятся». Не сказать, чтобы вокруг было много людей. Те единицы, что осмеливались выбраться на улице Даганецкой столицы, держались подальше от усеянных обломками дорог или присматривали за своими прилавками. Никто не собирался в группы количеством больше четверых, напуганные указами, которые грозили арестом и заключением любому, заподозренному в участии в собраниях с целью подстрекательства. Бей едва не рассмеялась при мысли об этом. Подстрекательство было актом измены существующему порядку. И если уж на то пошло, она, Грол, Пасри и Горска остальных занимались абсолютно противоположным делом. Именно они отстаивали законную власть, владычество императора. А мятежниками были знатные кланы и слабовольный губернатор, которые отвергли терру и поддержали. Они вошли на перекресток, и ее глаза метнулись вверх. Там, на островке, в центре скоростного шоссе, стояла статуя воителя, избежавшая повреждений в уличных боях. Он гордо возносился над Бей. Одна рука была протянута в жесте помощи, вторая держала массивный болт-пистолет, направленный в небо. Бей скривилась, заметив, что те, кто горел желанием продемонстрировать преданность новому режиму, оставляли у подножия постамента молитвенные свечи и маленькие безделушки. Гроуд промедлил в месте пересечения дорог, почесывая свою жидкую бородку. Его глаза метались в разных направлениях. В конце концов, он сделал выбор. Сюда. Бей и Пасри последовали за ним через пути монорельса к проулку между двумя разрушенными витринами. Ей удалось не вздрогнуть, когда над крышами, громко завывая клаксонами, пролетел патрульный вертолет. «Они не нас ищут», — машинально сказала Пасри. Но в следующий миг Бей услышала, что тон двигателей изменился, и летательный аппарат закружил, выискивая место для высадки. «Ты в этом уверена?» — Грол выругался. Вся эта операция от начала и до конца была сплошной цепью ошибок. Сначала не пришел на место сбора человек, который должен был управлять ДВП грузовиком, и они были вынуждены импровизировать с палками и веревками, чтобы закрепить колонку управления и педаль газа, поскольку Грол, конечно же, никогда и в мыслях не держал пожертвовать собой во имя дела, чтобы достичь такой заурядной цели. Затем уже на подступах обнаружилось, что установленные войсками кланов баррикады были передвинуты, сделав невозможным прямой удар по дверям высотки. И, наконец, когда груз неумело состряпанной взрывчатки наконец-то детонировал, породив чахлую волну шума и света, Бей увидела, что нанесенный зданию ущерб был в лучшем случае поверхностным. Они надеялись, что им, по крайней мере, удастся уйти от облавы охранки, но если их поймают, то их провал будет полным и всесторонним. Бей знала, что патрульные летательные аппараты несли в себе команды из девяти человек с кибермастифами и летающими роботами-шпионами. Она представила интерьеры сырой камеры для допросов, и в ее груди начали подниматься первые холодные всплески паники. Она больше никогда не увидит капру. Гролл перешел на бег, и она последовала его примеру, вместе дышащей ей в затылок пасри, прислушиваясь к металлическому лаю усовершенствованных собак. Он проскользнул через зазор между двумя мусорными контейнерами и направился вниз к переулку. Впереди по его курсу из дверного проема вышла женщина в накидке от солнца и соронги, и подняла на них глаза. Бей поразила бледность ее лица. Яркий свет догонетского солнца покрывал загаром всех, кто жил в умеренном поясе планеты, и это означало, что она была или затворницей-аристократкой, или происходила с другой планеты. В этом районе центральной части города обычно не встречались ни те, ни другие. Прошу прощения, начала она, и ее акцент немедленно подтвердил, что она не была догонеткой. «Могу я вас побеспокоить?» Гроу почти сбился с шага, но потом прибавил скорость, протискиваясь мимо незнакомки. «Уйди с моей дороги!» — прорычал он. Бей последовала за ним. Она слышала далекий скулеж мастифов и заметила, что пасри оглядывается в ту сторону, откуда они пришли, с непонятным выражением на лице. «Как пожелаете!» — сказала женщина, разводя свои руки. Бей увидела блеск металлических форсунок на ее запястьях. Женщина скривила свои бледные губы и сделала длинный выдох. Из форсунок ударили струи клубящегося тумана, который окутал их всех. Земля под ногами Бей внезапно приобрела консистенцию резины, и она споткнулась, смутно осознавая, что то же самое произошло с Гролом. Пасри упала и спустив слабый крик. Бей грудой обрушилась вниз, ее конечности отказались ей подчиняться. Она увидела, как бледная женщина улыбнулась и слезала капли спрея с кончиков своих пальцев, и услышала, как та говорит «Готово!» За словами тянулось тягучее, гудящее эхо. Бей потеряла сознание. 2. Едкая химическая вонь нюхательных солей резко привела ее в чувство. И Бей ожесточенно закашлялась. Моргая, она подняла голову и осмотрела комнату, в которой очутилась, ожидая встретить бледно-зеленые стены камеры арбитров. Но вместо этого она увидела мрачные интерьеры чего-то напоминающего склад. Через дыры в крыше из листового пластика тянулись вниз столбы света. Она была привязана к креслу со стянутыми за спиной руками и примотанными к ее ножкам лодыжками. Справа в схожем положении находился Гроу, а из-за его спины на нее смотрела пасри с выражением напряженного ужаса. Гроу встретился с Бей взглядом, и его лицо было застывшей маской притворного спокойствия. — Не говори ничего, — сказал он ей. — Что бы ни случилось, не говори ничего. — Прямо по графику, — произнес новый голос. — Как ты сказала? — Конечно, это была бледная женщина. Если требуется, я могу рассчитывать время действия моих токсинов с точностью до секунды. Бей сфокусировала взгляд и увидела женщину в саронге, которая разговаривала со странно выглядевшим парнем, одетым в нечто похожее на разновидность боевой экипировки. Он занимался устройством, зафиксированным на его предплечье, перчаткой, из которой рос мерцающий голый экран. Оба бросили взгляд на своих пленников, а именно ими они и были. Как запоздало осознала Бей, и затем посмотрели поверх их голов. Бей услышала движение позади себя и почувствовала, что за ее спиной кто-то стоит. — Кто здесь? — спросила она, прежде чем успела себя сдержать. Третий человек обогнул пленников и появился в поле их зрения. Он был высокого роста, одет в черный верхний комбинезон с баронированными вставками и расширенным снаряжением. У его бедра висел крупнокалиберный пистолет. Бей никогда раньше не сталкивалась с такой моделью. У него было ястребиное лицо, которое было бы симпатичным, если бы не ожесточенность, прячущаяся в его глазах. — Имена, — сказал он. Грол издал уничижительный звук откуда-то из глубины своего горла. Парень с устройством на запястье фыркнул и заговорил вновь. Лия Бей, Террик Гроу и Ола Пасри. — Узнать есть досье на всех вас, — сообщил человек с ястребиным лицом. — Мы сделали эти копии из их базы данных по движению сопротивления, когда уничтожили узел связи КП-6. — Это вы сделали? — спросила Пасри. — Заткнись, — прорычал Гроу. — Не разговаривай. — Бей хранила молчание. С того самого момента, как несколькими днями ранее новостные программы объявили о трусливой предательской атаке террористов-боевиков, она, как и все остальные из них, ломала голову над тем, что случилось с КП-6. В конечном счете КП-6 предположил, что это было либо работой независимой ячейки, о которой они не знали, либо просто каким-нибудь несчастным случаем, вину за которую аристократы решили возложить на них. — Мы не имеем ничего общего с этими радикалами и сопротивлением, — настойчиво сказала Пасри. — Мы простые граждане. Парень усмехнулся. — Прошу, не оскорбляй мой интеллект. — Дела у вас идут плохо, да? — сказал мужчина, игнорируя вмешательства. — Они подбираются все ближе к вашему убежищу, все ближе к тому, чтобы найти КП-6 и всех лидеров его ячейки. Когда он назвал имя, Бей постаралась не выказывать свою реакцию, но не преуспела. Он развернулся к ней. — Сколько ваших людей сдалось за последнюю пару недель? — Пятьдесят, сто. — Сколько из них согласилось на предложенную им и их семьям амнистию? — Это ложь, — выпалил Аббей, игнорируя раздраженное шипение Грола. — Тех, кто сдались, казнили. — Конечно же, — сказал мужчина. Он кивнул в сторону парня. — У нас даже есть пикты расстрельных команд. Он сделал паузу. — Вся ваша сеть сопротивления, если ее вообще можно так назвать, — иронически фыркнув, произнес парень. — Ваша сеть на грани краха, — продолжил мужчина. — Единственное, на чем она пока держится, — это капра и костяк из его доверенных повстанцев. И аристократы знают, что на самом деле все, что им нужно сделать, — это ждать. Он прошелся перед ними, — просто ждать, пока у вас кончится провиант, боеприпасы, надежда. Вы все изнурены. Вы вынуждены работать на износ. Голодные, усталые. Ни один из вас не захочет это сказать. Но вы все знаете, что это правда. Вы уже проиграли. Просто не можете это принять. Этого хватило, чтобы Грол нарушил свои собственные правила. — Иди в задницу, кланский ублюдок! Мужчина приподнял бровь. — Мы не кланские. Так это значит. Мы не работаем на знать. Он наклонился и вытянул что-то из-за ворота своей брони, оказавшееся идентификационным диском на цепочке. Мы служим другому повелителю. Бей немедленно узнала контуры имперского символа жетона — биоактивного опознавательного устройства, настроенного на генетический код своего обладателя. На его поверхности сверкала гравировка в виде двуглавой аквиллы. Его нельзя было выковать, скопировать или снять с человека без того, чтобы он стал бесполезным. Любой, кто его носил, был солдатом на службе у императора человечества. — Кто вы? — подозрительно спросила Пасри. Мужчина указал на себя. — Келл! — Это Тариэль! — Исаан! — Мы агенты Империума и властей Терры! — Зачем сообщать нам ваши имена? — прошипел Гролл. — Если не собираетесь нас убивать. — Считаете это жестом доверия? — сказала бледная женщина. — Мы уже знаем, кто вы. — И если честно, то, что вы знаете, как нас называть, едва ли делает вас угрозой. Бей подалась вперед. — Зачем вы здесь? Келл кивнул Тариэлю, и парень извлек нож-рыбку. Он сходил туда, где сидела Пасри, и разрезал ее путы, затем начал проделывать то же самое с Гроллом. Мы были посланы на помощь планете Даганет и ее людям в эти времена кризиса по приказу императора. Бей была уверена, что видела полный эмоций взгляд. Посланный Саун Келлу, прежде чем мужчина заговорил снова. — Мы здесь, чтобы помочь вам в противостоянии мятежу Хоруса Луперкаля и всем, кто встал на его сторону. — Гролл потер свои запястья. — И вы, конечно же, желаете, чтобы мы отвели вас в секретное убежище сопротивления, представили бы лично Капри. — Открылись бы вам так, чтобы вы могли бы убить нас всех одним махом. Он повернул голову и сплюнул. — Мы не дураки или предатели. Тариэль разрезал путы Бей и предложил ей руку, чтобы помочь встать на ноги, но она отказалась. В качестве замены он дал ей информационный планшет. — Ты знаешь, как их читать, верно? — Твое досье сообщает, что до мятежа ты служила клерком по работе с данными в администратуме, в управлении колониальной политики. — Это правда, — сказала она. Тариэль указал на текстовый файл в памяти планшета. — Думаю, ты захочешь взглянуть на этот документ. И, пожалуйста, проверь защитные метки, чтобы быть уверенной, что он не был подделан. Келл подошел ближе к Гроллу. — Когда ты говоришь, что не предатель, Террик Гролл, я тебе верю, но тебя одурачили. — О чем во имя звезд ты говоришь, — огрызнулся второй мужчина. — Потому что в этой комнате есть предатель, — продолжил Келл. И затем быстрее, чем смог увидеть взгляд Бей, рука агента Империума взметнулась с его пояса, сжимая увесистый пистолет смертоносного вида. И он выстрелил в упор, прямо в сердце Пасри. Бей вскрикнула от шока, а Гролл рванулся вперед. — Террель постучал по планшету. — Прочти файл, — повторил он. — И затем обыщи свою добрую подругу Ола, — добавила Саум. Гролл занимался этим, пока Бей продолжала читать. К тому времени, как она закончила, от ее щек отхлынула кровь, а Гролл обнаружил спрятанное на второй женщине беспроводное подслушивающее устройство. Досье, оставшееся в своей первозданной форме, как и говорил Террель, были докладами сотрудников кланов об информаторе в движении сопротивления. Капри уже какое-то время подозревал утечки, но не мог обнаружить, через кого они шли. Согласно последней записи, Ола Пасри согласилась сдать координаты главного убежища повстанцев, но дело застопорилось из-за требования более высокого вознаграждения и обеспечения вывоза с этого мира. Все это Бей рассказала Гроллу, который слушался каменевшим неподвижным лицом. После долгой паузы он заговорил. — Я вам не верю, — сказал он Келлу. — Даже это вы могли сфабриковать. Проделать все это просто, чтобы подобраться к нам ближе. — Гролл, — начала Бей, — но Келл поднял руку, заставляя замолчать. — Нет, он прав. Имея время и приложив усилия, мы смогли бы устроить что-нибудь подобное. И если бы я был на вашем месте, то разделял бы ваши подозрения. Он снова помолчал, размышляя. — Тогда так. — Мы должны заработать ваше доверие. — Демонстрация, — предложила Саун. Келл кивнул. — Укажите нам цель. Три. Гарпун водил ладонью вверх и вниз по ручке кресла из кожи Грокса, в котором он сидел. Мясистые пальцы, скроенные по лекалам тела Хисоса, скользили по блестящей коричневой обивке. Ощущение было приятным. Благодаря ему он понял, что слишком много времени провел в спячке, отказавшись от незамысловатых удовольствий осознанного состояния, позволив своему сознанию погрузиться в дрему, пока его телом управлял призрак ума Йозефа Сабрата. — Одураченная кукла, лицезреющий хозяин, их роли переменились. Он устал от этого. По крайней мере, сейчас он всего лишь должен выглядеть, как свой персонаж, а не становиться им в буквальном смысле этого слова. Он поднял глаза и увидел отражение в стеклянном шкафу, который стоял позади стола главного префекта Каты Телемах, пристально смотрящая на него и лицо Хисоса, черное как смоль. Телемах, которая сидела в своем глубоком кресле с фигурной спинкой, отвернулась от пульта информационной сети и положила на место громоздкую трубку. Рыхлая туша префекта-надзирателя Берца Леймнера, стоящая рядом с ней, как перекормленный часовой, была непривычной тихой. В представлении Гарпуна тот все еще пытался просчитать всевозможные последствия того открытия, что серийным убийцем был Йозеф Сабрат из их среды, выискивая решения, позволявшие бы ему выйти сухим из воды. К этому человеку Гарпун питал особую ненависть, но когда он концентрировался на ее образе, то не мог с уверенностью сказать, коренилась ли она в нем самом или в Йозефе Сабрате. В свое время характеры префекта и Гарпуна неоднократно задевали друг друга, угрожая в эти моменты разбудить дремлющего убийцу. Он втянул воздух и выкинул эти мысли из головы, как пустяковые, снова перенеся внимание на телемах, которая сидела, уставившись в лежащие перед ней документы на виноградной бумаге. «Как что-то подобное этому могло случиться в моем участке, под моим командованием?» — требовательно спросила та. «Как типично для этой женщины», — подумал Гарпун. Ее первой мыслью было, не как могли произойти эти трагедии, или такой достойный человек, как Сабрат, убийца, невозможно. Нет, несмотря на все те смерти, кровопролитие и страх, что пронеслись через ее город, ее первым порывом было беспокойство о том, в каком виде это ее представит. Телемах уставилась на Леймнера. Главный префект готовилась выплюнуть еще что-то, но вмешался Гарпун. Он сказал голосом Хисоса, «Говоря по справедливости, миледи, как ваши люди могли знать, Сабрат был отмеченным наградами сотрудником стража, с более чем десятилетием службы за спиной. Он знал все тонкости ваших процедур и протоколов, все лазейки и слабые места». Леймнер кивнул, «Да, это так. Группы из архивного отдела, которые отрядил на это, просматривают все дела, которыми он занимался, годы и годы тому назад. Они уже обнаружили случаи махинации с файлами, подтасовку доказательств. Все это Гарпун потихоньку внедрял на протяжении нескольких недель. Очень скоро они обнаружат еще больше убийств, сваленных им на покойного префекта, от смертей малозначительных граждан и вплоть до владельцев магазинов и даже одного юного егеря из этого самого участка. Гарпун убивал и ненадолго прикидывался каждым из них, прокладывая себе дорогу к текущей личине, шаг за шагом. «Его поимка была лишь вопросом времени», — продолжил Гарпун в качестве хисоса, и постучал по пакету для вещественных доказательств, который содержал виноградарский нож. «Я сталкивался с этим типажом преступников несколько раз. Спустя какое-то время они все становятся небрежными, уверившись в своем собственном превосходстве». Телемах схватил один из самых кровавых пиктов с места преступления в воздушных доках и начала размахивать им перед Гарпуном. И тот подавил порыв облизать свои губы. «Но как насчет всего этого?» Она ткнула в прекрасное совершенство восьмиконечных символов, вычерченных кровью мертвеца. «Что это значит?» Он чувствовал в ее словах привкус страха и смаковал его. Да, она понимала обычные, убогие разновидности смерти, когда люди приканчивали друг друга ради таких банальностей, как деньги и власть, гнев и страсть. Но ей никогда бы не пришла в голову мысль, что можно забрать жизнь во имя чего-то большего, чтобы ублажить что-то. Гарпуну так хотелось ей рассказать. Ему хотелось поведать ей, что картина космоса, которую видят ее ничтожные глаза, была трогательно наивной, слепой к тем его реалиям, в которые он был посвящен в Дельфасе на Давине и позднее своим хозяинам. Он заставил лицо Хисоса стать мрачным и озабоченным. Сабрат все это проделал не в одиночку. Его напарник Сиган, они сотрудничали. «Это вписывается в факты», — сказал Леймнер. «Но я не уверен, почему Йозеф его убил». «Разошлись во мнениях», — предположил Гарпун. «Все, что я знаю, эти двое сговорились забрать меня одного с собой в белолист. Затем мне пришлось смотреть, как Сабрат прикончил Сигана. А потом он попытался проделать то же самое со мной. Я почти...» «На этом моменте он театрально содрогнулся. «Он меня тоже почти что убил», — прошептал он. «А символы?» — спросил Ателемах. «Это были ритуальные убийства», — он сделал драматическую паузу. «Что вы знаете о группе, называемой Теогом?» Он едва успел произнести это слово, как лицо главного префекта расколола свирепая ухмылка. «Эти религиозные активисты — это их рук дело?» Она бросила взгляд на Леймнера. «Я говорила, что они замешаны. Разве я так не говорила?» «Так я и знала». Гарпун кивнул. «Это некая разновидность фундаменталистского культа. Если я правильно понимаю, похоже, Дейк Сиган был посредником Теога, и в свою очередь убийства, совершенные сабратом с его помощью, скорее всего, были мотивированы неким извращенным набором верований. Человеческие жертвоприношения, — произнес Леймнер, — в цивилизованном мире, таком, как этот. Сейчас 31-е тысячелетие, а не примитивная доисторическая эпоха. Телемах откликнулась незамедлительно. Религия похожа на рак. Она может возникнуть без предупреждения. Гарпун на секунду задумался о том, что за огромную боль причинили этой женщине в прошлом чьи-то верования, явно оставив шрамы, которые заставили ее ненавидеть любую мысль о подобных вещах с такой лютой злобой. Я бы посоветовал вам начать действовать против этой группировки, как можно скорее, — продолжил он, поднимаясь на ноги. — Ваши службы массовой информации уже узнали о некоторых деталях этого дела. В моем представлении те, кто вовлечен в Теок, скоро станут мишенями для самосудов. Леймнер тевнул. Жена и ребенок Сабрата уже подверглись нападению. Я послал в их дом скельту. Тот сказал, что их выследили и забили камнями. Разузнай, были ли они соучастниками, — настойчиво сказала Телемах. И я хочу, чтобы к закату каждый подозреваемый в связях с Теок из наших списков был арестован для допроса. Гарпун выпрямился, разглаживая переднюю часть кителя Хисоса автоматическим жестом, скопированным из мышечной памяти оперативника. Я вижу, что у вас все под контролем. У вас есть мой рапорт. Теперь, когда с этим делом покончено, я вас покидаю. Леймнер затряс головой. Но погодите, есть же судебное разбирательство. Допрос от свидетелей, которые нужно произвести суд. Вам необходимо остаться на исте, чтобы дать показания. Пустотный барон не желает, чтобы я здесь задерживался. Понадобился всего один взгляд, брошенный им на главного префекта из глаз Хисоса, и та немедленно уступила. Ну, конечно же, оперативной уполномоченной, — произнесла она. И в мыслях, не держава, спротивиться Евроту или одному из его оперативников. Если возникнут какие-либо вопросы, всегда можно будет послать официальный запрос через консорциум. Мы поймали убийцу. Это все, что имеет значение. Он кивнул и направился к двери. Он услышал, что за его спиной снова заговорил Леймнер. «Люди почувствуют себя в большей безопасности», — сказал тот. Это казалось не столько констатацией факта, сколько попыткой убедить самого себя. На измененном лице гарпуна мелькнула улыбка. Страх, который он выпустил гулять по улицам Исты-Веракрус, не изгнать так просто. 4. Геда Руфин наслаждался изменившимся положением дел. Раньше, когда губернатор еще расшибал лоб об землю перед Террой, а знать лишь брюзжало и ничего более, судьба уготовила Руфину оставаться в низком звании унтер-офицера Даганетских СПО. По большей части его жизнь заключалась в увиливании от своих обязанностей, если их можно было назвать этим словом, и в перекладывании рабочей нагрузки на людей более низкого звания, которых угораздило служить под его началом в машинном парке. С того самого мига, как судебный чиновник предложил ему выбор между службой и колонией для несовершеннолетних, и он записался в армию, Руфин никогда не хотел вернуться к жизни гражданского. Но за все это время он так и не сумел избавиться от страстной мечты о том дне, когда он сможет носить вожделенные офицерские галуны. Ему не приходило в голову, что общий уровень его некомпетентности оставлял далеко позади ту малую толику способностей, что у него были. Руфин просто-напросто был не в состоянии осознать тот факт, что его не повышали из-за того, что он был плохим солдатом. Его держали в городском гарнизоне из-за нехватки кадров, и об этом знали все, кроме него самого. Послушать Руфина так могло показаться, что вышестоящие офицеры организовали грандиозный заговор, чтобы не дать ему подняться по карьерной лестнице, в то время как по ней продвигали других людей, которых он считал менее заслуживающими этого, несмотря на многочисленные доказательства противного. Но Руфин был не из тех, кто позволял фактам встать на пути своих убеждений. Он злобствовал и подрывал авторитет любого, кто носил галуны за его спиной. Он развлекался, размалевывая стены казарменных душевых анонимными непристойностями об этих людях, вытирая ноги о каждый приказ, который они ему отдавали, отыгрываясь на них этими и еще дюжиной других смехотворных способов. Именно по этой причине Геодор Руфин находился в кабинете своего командира, когда случилось освобождение. Освобождение, так это теперь называлось, кровавый день переворота, после которого Дагонет заявил о свободе от власти империума и верности знаменам воителя Хоруса. Позабытый Руфин сидел в ожидании. Его вызвали для дисциплинарной проверки. Кто-то услышал, как он очернял своих командиров, слишком многих за один прием. Если бы такое случилось в любой другой день, то, скорее всего, для него бы все закончилось отставкой из СПО из-за причиняемых им хлопот. Но тут началась стрельба, и он увидел, что во внутреннем дворе солдаты сражаются с солдатами. Бойцы из дворцового гарнизона, чьи униформы уродовали перечеркнутые символы Эквилы, убивали всех тех людей, которых он отродясь не любил. Он прятался в кабинете своего командира, когда туда вбежал офицер, выкрикивая ему приказы. В затылок тому дышала пара дворцовых, и, увидев их, Руфин наконец-то сообразил, что происходит. Когда командир крикнул, чтобы он пришел к нему на помощь, Руфин взял декоративный кинжал, которым мужчина вскрывал письма и всадил в него. Позднее предводитель вторгшихся войск пожал ему руку и предложил маркер, чтобы зачеркнуть его собственную эмблему империума. Благодаря этому Руфин получил галуны своего офицера, как и все те, кто сдался вместе с ним. Это или гудение лазерного выстрела в затылок. После того, как все улеглось, новый режим испытывал нужду в офицерах, чтобы восполнить прореженные им ряды. Руфин был счастлив согласиться. Император или воитель его не волновало. Чему имени он должен отдавать салют? Он не испытывал почтения ни к одному из них. Машинный парк остался в прошлом. Теперь он командовал охраняемым лагерем при чрезвычайных обстоятельствах, который был организован на территории конечной станции столичного монорельса. С того момента, как знать, остановило железнодорожное сообщение, пассажирские поезда простаивали. Теперь на них была возложена новая задача — служить в качестве тюремных пристанищ тем сотням граждан или глупцов-повстанцев, которые посмели не принять новый порядок. Руфин помыкал ими, прогуливаясь туда и обратно по высоким мостикам над забитыми битком-платформами. Избиение и казни случайно выбранных людей гарантировали, что каждый заключенный знал, кто держит в своих руках власть над его жизнью и смертью. Когда Руфин не срывал на пленниках тупое зверство или скуку, он бродил по оружейным складам нижних уровней, организованных в шахтах для профилактики двигателей. Ему нравилось бывать здесь, среди запахов кордита и оружейной бронзы. В окружении всей этой огневой мощи он ощущал себя настоящим солдатом. Войдя в обзорный купол над бывшей центральной площадью станции, он застал дежурного офицера прихлебывающим из кружки с черным чаем и сверкнул на него глазами. «Статус!» — рябкнул он. Офицер посмотрел на свой хронограф. «Перекличка в начале каждого часа, сэр! Это еще через четверть оборота!» Он едва кончил говорить, как сетка интеркома над их головами с треском пробудилась к жизни. «Досрочно!» — произнес Руфин. «Диспетчерская!» — зазвучал по Воксу панический голос. «Я думаю, думаю, могла возникнуть проблема!» «Пост-2 повторите!» — начал дежурный офицер. Но Руфин выхватил у него трубку и зарычал в нее. «Это командующий базой!» «Объяснитесь!» «Рекрут Зейджа!» «Только что!» «Но он только что свалился с южной стены!» «И Тормоль!» «Не отвечает по рации!» После этого открытый канал Вокса очень отчетливо уловил короткий звук, похожий на низкий гул, через мгновение сменившийся влажным хлопком и затем отзвуком падения тела. Руфин сунул трубку обратно дежурному офицеру, пребывая в неуверенности, как поступить дальше. «Следует ли мне сейчас поднять по тревоге другие посты, сэр?» — спросил второй мужчина, подавляя кашель. «Да!» — кивнул он. Это звучало как правильная вещь. «Сделай это!» Старое контрольное табло, сохранившееся в неприкосновенности с тех времен, когда станция выполняла свои первоначальные функции, неожиданно вернулось к жизни. Цветные линии, обозначавшие рельсы, светящиеся формы, символизирующие отдельные вагоны, по мере активации все начало щелкать и стрекотать. Руфин бросил настороженный взгляд через окна купола и услышал бормотание десятков оживающих электромоторов. Оно отдавалось эхом в сводчатых стеклянных пространствах главного вестибюля вокзала и на платформах. Внизу вскакивали на ноги пленные, которым звук придал энергии. Руфин выхватил свой пистолет и стиснул его рукоятку. «Что происходит?» — требовательно спросил он. Дежурный офицер изумленно глазел на пульты перед собой. «Это... это невозможно!» — убежденно сказал он и снова закашлялся. «Удаленный доступ к системам станции заблокирован, кабели перерезаны!» Он с усилием сглотнул. На его лбу появились капли пота. «Думаю, кто-то пытается стронуть поезда с места. Внизу на всех платформах витиеватые медные перронные табло зажужжали грохочущим шумным хором, высвечивая остановку за остановкой. Они остановились все одновременно с резким хлопком, показывая одно и то же. Конечное!» Пленники увидели слово и разразились нестроенными приветственными криками. Руфин выкрикнул ругательство им в ответ и заметил одного из своих людей, бегущего по платформе с крупнокалиберным автоматом в руках. Рядовой был примерно в двадцати метрах от выкрикивающих насмешки заключенных, когда его грудная клетка взорвалась безмолвным красным цветком, и он упал. У него в голове наконец-то всплыли правильные слова. «На нас напали!» Когда Руфин развернулся обратно к дежурному, мужчина оседал в своем кресле, его глаза и рот были открыты, безучастно глядя в потолок. Он уловил исходящий от офицера странный цветочный запах и робко протянул руку, ткнул в его восковое влажное лицо. Дежурный завалился вперед, перевернув свой стакан с чаем. Жидкость лужей разлилась по полу, и цветочная вонь усилилась. Рука Руфина взлетела ко рту. Яд! Не оглядываясь назад, он добежал до входной двери в купол и бросился прочь, клацая ботинками по металлическим мосткам. Пять. Гарпун протянул руку и потер края роскошного гобелена между толстыми пальцами Хисоса. Затейливая картина, воспроизведенная на шпалере, изображала императора, сокрушающего какую-то быкоподобную инопланетную тварь гигантским мечом из пламени. Он закатил глаза от избытков помпезности вещицы и отошел в сторону, небрежно стряхивая со своих пальцев волокна поврежденной ткани. Прикасаться к экспонату было запрещено, но здесь в зале аудиенции не было никого, кто мог бы увидеть его за этим делом. Убийца лениво подумал, не разрушится и не поблекнет ли древнее произведение искусства от частиц, оставленных демонической шкурой, которая окутывала его плоть. Он надеялся, что так и случится. Возникшая в воображении картина того, как вещица чернеет и разлагается, а люди, с иубара, бегают вокруг и паникуют, безмерно его забавляло. Прогуливаясь по длине зала, он бросал взгляды в иллюминаторы. По мере того, как космический корабль разворачивался в открытый космос, дуга исты Веракрус потихоньку исчезала под килем, и Гарпун не жалел, что с ней расставался. Он слишком долго провел в этом мире, обретаясь среди бессмыслиц его цивилизации и отыгрывая с полдюжины разных ролей. С момента своего прибытия Гарпун сменил множество лиц, в том числе бродяги, лавочника, проститутки, егеря и префекта, влача вместо них их нелепые бесцельные существования. Он сложил их трупы друг на друга, как и тела всех прочих, и построил лестницу, которая привела его туда, где он стоял сейчас. Еще несколько убийств, одно, возможно, два воплощения, и тогда он будет близок к цели, по сути, к величайшей добыче из всех них. По его телу пробежала дрожь предвкушения. Гарпун рвался к цели, но он обуздал это чувство, подавил его. Сейчас не время восторгаться масштабами своей миссии. Он должен поддерживать конспирацию. Прежде подобная оплошность могла вызвать проблемы. Он был убежден, что именно из-за таких мыслей псайкерская девка Перик смогла учуять его на исти Веракруз. Но теперь, когда от нее осталась лишь кучка пепла в урне, в зале покоя и у бара, эта угроза на какое-то время пропала. Гарпун знал из воспоминаний Хисоса, что барон Еврот затратил массу усилий и звонкой монеты, чтобы обойти законы Империума о запрете псайкеров, порожденные страхом, и учитывая текущую ситуацию с благосостоянием консорциума, этого не повторится. В следующий раз, когда он встретит псайкера, он будет подготовлен. Он ухмыльнулся. Он выудил из угасающих мыслей оперативника нечто неожиданное, тайну пустотного барона, а также объяснение запущенного вида комплекса и его представительства на исти. Несмотря на всю внешнюю роскошь и показуху, которыми клан торговцев впускал пыль в глаза всей галактики, правда, о которой шушукались в коридорах его кораблей, заключалась в том, что богатства Еврота истощались. Стоило ли удивляться, что повелитель клана так отчаянно цеплялся за любые ниточки власти, что у него все еще оставались? Это прояснило ситуацию. Гарпун знал, что если он убьет достаточное количество сотрудников Еврота и устроит так, чтобы казалось, что убийца был в СИК, то барон рано или поздно пошлет для расследования оперативника. Но он никогда не ожидал, что Еврот приедет лично. Дела должны быть плохи. Гарпун остановился перед фризом из красного нефрита и, протянув руку, коснулся его, обводя кончиком пальца и звояние торговой лицензии. Этот зал был без всяких сомнений полон великолепных сокровищ. Будь на месте Гарпуна вор, он смог бы стать богатым, как крез. Но убийца нацелился на нечто гораздо более ценное, чем любая из этих убогих побрякушек. То, чего он желал, было ключом к величайшему убийству в его жизни. Гарпуна раздражала спесь вольного торговца. Здесь, в этой комнате, находились предметы, за которыми можно было выручить целое состояние. Стоило лишь только выставить их на продажу. Но Еврот был из той породы, которая скорее лишится всех средств и будет есть крыс, чем откажется от вульгарных символов своего величия. Как если бы мысль о нем была магическим заклинанием вызова, двери в зал аудиенции раскрылись, и вошел расстроенный и раздраженный пустотный барон. Он сбросил свой жакет, в котором спускался на планету и швырнул его кому-то из отряда сервиторов и человеческих подручных, который следовал за ним по пятам. «Хисос!» — позвал он, поманив его рукой. Гарпун воспроизвел обычный поклон оперативника и подошел ближе. «Милорд, я не ожидал, что ваш челнок вернется на Иубар до того, как мы снимемся с орбиты». «Я связывался с тобой по воксу», — ответил Еврот, отрицательно качая головой. «Твой имплант-коммуникатор должно быть барахлит». Он коснулся шеи. «О, конечно же, я позаботюсь, чтобы его проверили». Барон направился к рустальному шкафу и сделал жест в его сторону. Расположенный внутри механизм налил щедрую порцию вина стеклянный кубок. Еврот схватил его и сделал большой глоток. Он проглотил вино, не смакуя его. «С нашим визитом в этот мир покончено», — сообщил Еврот. Его манеры менялись в сторону задумчивой угрюмости. «И по ходу дела мы лишились нашей дорогой Перик». Он снова покачал головой и впился в гарпуна обвиняющим взглядом. «Ты знаешь, чего она мне стоила, луны, Хисос? Чтобы ее заполучить, мне пришлось передать адепту Стерра целую чертову луну». Он пошел дальше, пересекая выложенные мозаикой пол. Шкаф встал на медные колеса и покорно покатился за ним. Гарпун поискал правильные слова. «Ей с нами хорошо жилось. Мы все ценили ее вклад в дело клана». Барон обратил свой взгляд на исчезающую планету. «Губернатор все никак не мог замолчать», — сказал он. «Они хотели, чтобы наш флот оставался на орбите еще неделю, что-то насчет помогая стимулировать местную экономику». Он насмешливо фыркнул. «Но у меня кишкатанка побывать на всех запланированных ими фестивалях. Я от них удрал. Есть более важные вещи. Служба империуму и все в том же духе». Гарпун рассудительно кивнул, решив поддержать его настрой. «Наилучший выбор, милорд. При той ситуации, что сложилось в этом секторе, клану имеет смысл держать флотилию на ходу. Движение означает безопасность». «Безопасность от него!» Еврод взял следующую порцию выпивки. «Но даже при этом ублюдок-воитель потихоньку нас убивает». Его голос стал громче. «Каждая планета, которую он захватывает, обходится нам в кучу золота, которую мы не в состоянии возместить». На мгновение показалось, что барон собирается озвучить что-то, что можно было бы счесть предательским. Но затем он спохватился, как человек, который боится, что его подслушают, и выражение его лица изменилось. «Мы направимся к границе этой системы и затем преодолеем пространство до точки встречи в стреловидной туманности». Гарпун уже знал, каким будет их следующий порт захода, но все равно спросил. «Повелитель, что мы намереваемся там делать? Ляжем в дрейф, дожидаясь полного сбора флотилии клана. И пока мы там, встретимся с кораблем с Софы. На его борту летит группа летописцев, которые находятся под покровительством императора. Я лично доставлю их домой на Терру, как запросил совет». «Сохранность летописцев — дело огромной важности», — произнес Гарпун. «Я приму все меры, чтобы гарантировать их безопасность с того момента, как они взойдут на борт и у бара, и до тех пор, пока мы не привезем их в дворец императора». Еврот отвел от него глаза и стал смотреть куда-то в другую сторону. «Я знаю, что ты сделаешь все, что требуется». Гарпуну пришлось давить себе порыв ухмыльнуться во весь род. Путь был открыт, и сейчас ему нужно было лишь пройти его до конца. До самых врат твердыни императора. «Нет!» Голос хрустнул в его ушах, как ломающееся стекло, и Гарпун дернулся от удивления. «Нет! Нет! Нет!» Барон, похоже, этого не слышал. Убийца ощутил очень своеобразное подергивание в кистях рук и посмотрел на них вниз. На одно ужасное мгновение кожа на них запузырилась и стала красной, а потом снова приобрела темные тона плоти Хисоса, и он спрятал их за спину. «Нет!» Теперь эхо сделало понятным источник звука. Гарпун обратил свой взгляд внутрь и почувствовал там это, двигающееся как ртуть. Сабрат! До этого момента Гарпун полагал, что зачистка, в которую вмешался безмозглый напарник префекта, прошла согласно плану, но сейчас его уверенность пошатнулась. В тенистых глубинах разума убийцы все еще пряталась толика флегматичного сознания этого глупца. Какая-то часть фальшивой личности, которую он когда-то носил, не была уничтожена. Он винтился глубже, и его замутило от ее ощущения. Его ум пятнала омерзительная, тошнотворная нравственность мертвеца. Она вскипала, как желчь, проталкиваясь на передний план его разума криком встречного обвинения. «Хисос!» На него пристально смотрел Еврот. «Ты в порядке?» «Я...» «Нет! Нет! 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 Нет!» «Нет!» Гарпун выдавил из себя слово. На его глазах выступили слезы, но затем он с усилием снова обрел над собой контроль. «Нет, повелитель!» продолжил он. «Я... мгновение усталости, не более!» Приложив физические усилия, убийца заставил крики замолкнуть и судорожно вздохнул. «А-а-а!» Барон приблизился и участливо похлопал его по плечу. «Ты был ближе всех к Псайкеру. Не стоит стыдиться, что тебя задела ее потеря!» «Благодарю вас!» Подыграл Гарпун. «Это было тяжело!» «Наверное, с вашего дозволения, я мог бы взять небольшой перерыв на отдых!» Еврот отечески ему кивнул. «Так и сделай! Я хочу, чтобы ты был отдохнувшим, когда мы достигнем места встречи!» «Есть повелитель!» Гарпун снова поклонился и удалился прочь. Невидимый никем, он вонзил ногти в свою ладонь, раскрыв похожую на воск кожу, но из истерзанного мяса не вытекло ни капли крови. Шесть. Руфин нашел еще одну панель интеркома на мезонинном уровне станции и воспользовался ею, чтобы разослать на все посты общий сигнал тревоги. Но ему лишь стало еще страшнее, когда отозвались лишь только люди из арсенала. Он велел им удерживать позицию и направился туда. Если ему удастся добраться в арсенал раньше налетчиков-террористов, он сможет открыть защитные замки и вытащить все то большое смертоносное оружие, воспользоваться которым ему до сих пор не подворачивался случай. Там внизу были автопушки, гранатометы и огнеметы. Он поджарит этих ублюдков-лайлистов за то, что они посмели перейти ему дорогу. О да! Спускаясь по закрытой винтовой лестнице, он увидел западные платформы. Пленные набивались поезда монорельса, каждый из которых, казалось, по своей собственной воле, закрывал дверь и отъезжал, унося заключенных к свободе. Первым ушедшим составом пришлось прокладывать себе дорогу через перегораживающие рельсы баррикады, но сейчас уже ничто не препятствовало массовому исходу. Хотя Руфину было на это плевать, пусть едут, пока у него остается оружие. Достигнув самых нижних уровней, он обнаружил, что с первого охранного поста исчезли люди. Вместо них лежали кучки одежды и комья сырого пепла, освещенные мигающими над головой световыми трубками. Воздух здесь был ледяным и гнетущим, и Руфин снова побежал, гонимый прочь, холодным давлением, похожим на тень, упавшую на его душу. Он обогнул угол и помчался к посту перед арсеналом. Там было шестеро человек, и все они были бледными и напуганными. Они заметили, что он приближается, и неистово замахали руками, как будто его преследовал кто-то, кого могли видеть только они. «Что здесь произошло?» — ряфнул он, срывая злость на первом же увиденном им человеке. «Говори, чтоб тебя!» «Вопли!» — раздался ответ. «О, сэр!» — это были вопли, каких вы еще не слышали, прямо как из самой преисподней, сэр!» Страх Руфина перекипел в злость, и он отвесил мужчине пощечину. «Не неси чушь, придурок! Это террористы!» В этот миг пол под ними взорвался вверх. Железные решетчатые плиты, крутясь, полетели прочь, и из каналов под ними вырвалась огромная фигура. Руфин увидел оскаленный клыкастый череп, сделанный из тусклого серебра, и затем массивный пистолет. Единственный выстрел из оружия ударил в одного из караульных с такой силой, что его отбросило на другого мужчину. А приобретенной скорости хватило, чтобы оба влетели в изогнутую стену, где и превратились в окровавленные останки. Темная фигура, издав нечеловеческий рык, расплылась в движении, и Руфин отшатнулся прочь. Из оружия караульных зазвучали выстрелы, но от этого, похоже, ничего не изменилось. Раздались влажные, рвущиеся звуки, оглушительные болтерные разрывы, глухие звуки сплющиваемого мяса, что-то дробилось и лопалось. В воздухе что-то свистнуло и ударило Руфина в грудь. Он упал на колени и, хлопая глазами, привалился к стене. Из его груди, как окровавленный кинжал, торчало сломанное человеческое бедро, только что вырванное из еще не остывшего трупа. Руфина стошнило черной тягучей слюной, и он почувствовал, что умирает. Персона с лицом черепом подошла к нему, вибрируя от адреналина, и сплюнула через решетку маски. «Вот досада!» — пророкотала она. «Думаю, я его пришиб!» Руфин услышал неодобрительный звук, и в поле зрения появилась вторая фигура, более человекоподобная по сравнению с кокистым убийцей. «Это командующий базой. Он нужен нам, чтобы открыть оружейный склад». «И...» — сказала лицо череп. «Ты не можешь провернуть свой фокус?» «Здесь у нас не салонная игра для твоего увеселения, Эверсор». Он услышал вздох, и затем звук, как будто скручивали старую кожу. Через висящий перед глазами туман Руфин увидел свое собственное отражение. Или нет? Оно, похоже, к нему обращалось. «Назови свое имя», — сказала лицо отражения. «Ты знаешь, кто я?» — выдавил он. «Мы...» «Геда Руфин». «Да, правильно». Теперь оно и звучало, как он. Лицо отражения уплыло прочь, к запорной нише вблизи массивного железного люка, который запечатывал оружейный склад. «Он был неприступным», — вспомнил Руфин. «Прежде чем его открыть встроенному охранному кагитатору, нужно распознать как его лицо, так и голосовой отпечаток. Его лицо и голос». «Геда Руфин», — сказала отражение, и люк арсенала начал распахиваться, хрустя шестернями. Руфин попытался понять, как такое могло случиться, но когда его сердце наконец остановилось, у него все еще не было ответа на этот вопрос. Семь. Местом встречи был отводок путей к складу у подножия холмов в нескольких километрах за пределами столицы. Под руководством направляющей руки Тариэля примитивные машинные мозги, управлявшие монорельсовыми составами, выполнили его команды и проскочили через дорожную сеть по быстрым маршрутам, сбив с толку летающих роботов-шпионов СПО, которых послали за ними следить. Теперь все поезда находились здесь, освобождаясь от своего человеческого груза, пока над склонами холмов садилось солнце. Келл наблюдал, как бойцы сопротивления потрепанного вида собирали освобожденных людей в группы. Некоторых из них с распростертыми объятиями принимали обратно, как потерянных братьев по оружию, из других формировали отряды, которые разбегутся в разных направлениях и залягут на дно в надежде пережить войну. Он увидел ходивших среди них Бей и Грола. Женщина благодарно ему кивнула, но от мужчины он дождался лишь твердого, оценивающего взгляда. Келл понимал его позицию, даже после того, как они совершили то, что он им поручил, и вдобавок уничтожили крупный запас оружия предателей. Гролл все еще не мог заставить себя им поверить. «Потому что в этом он прав», — сказал голос в его уме, тот голос, который говорил словами его сестры. Повстанцы полагали, что Келл и прочие были чем-то вроде передового отряда, разведывательной группы специальных агентов, высланных в рамках имперского плана отбить Даганет именем императора. И это, как и многое другое, имеющее отношение к ассасинам, было ложью. Из группы повстанцев возник мужчина в капюшоне и что-то сказал Бей, но его личность выдала реакцию Грола. Внезапный рывок головы сурового человека, напряженность в его теле. Мужчина подошел ближе, стаскивая капюшон, и Келл выпрямил спину. Это был бритый налоса, мускулистый человек со смуглым оттенком кожи и пронзительными глазами. Виндикар заметил кончики сложных татуировок, высовывавшихся из-под его воротника. — Келл протянул руку. — Капра! — Келл! Повстанец принял ее, и они пожали руки, запястье к ладоням. — Я так понимаю, что должен благодарить за это императора? Он кивнул в сторону поездов. — И тебя. — Империум никогда не поворачивается спиной к своим гражданам, — ответил Келл. — Мы здесь, чтобы помочь вам выиграть вашу войну. По лицу капры пробежала тень. — Вы, возможно, опоздали. Мои люди устали, их немного, они рассеяны. Он говорил пониженным голосом, который не разносился далеко. — Вы сослужите лучшую службу, если поможете нам найти безопасный способ перебраться куда-нибудь в другое место, и пусть некоторые из нас вернутся с карательными войсками в качестве военных советников. Келл продолжал смотреть в глаза предводителю повстанцев. — Мы сделали это за один день. Представь, что мы сможем вместе в грядущие дни. Взгляд капры сместился туда, где в молчаливом ожидании стоял остальной отряд ликвидации. Бей была права. Вы впечатляющая группа. Возможно, если вы будете на нашей стороне, то, возможно, у нас есть шанс. — Больше, чем шанс, — стоял на своем Келл. — Уверенность. В конце концов, выражение на лице мужчины изменилось. И усталость, и сомнения растворились прочь. Вместо них появились новые силы, новая цель. Он так отчаянно хотел, чтобы они принесли им спасение, что Келл почти мог это ощутить. Капра кивнул. — На нас, мой друг, возложена ответственность за судьбы Даганета. Мы его не бросим. — Нет, — сказал он, когда Капра пошел прочь, собирая своих людей и начиная сплачивать их пламенной речью. Но повстанцы не узнают правду, пока не станет слишком поздно. Судьбой Даганета было всего лишь послужить средством для достижения одной единственной цели — поместить архипредателя Хоруса в перекрестие прицела Эристеда Келла. Часть 2. Глава 11. Тайная. Жертва. Клетки. 1. Пещеры скрывались глубоко внутри каньона в скалистой и непроходимой местности, которую Даганецы звали Разрубом. Если смотреть Земли, подлинный смысл названия был непонятен. Но взгляд, брошенный с большой высоты через оптику одного из воздушных роботов, захваченных повстанцами, делал все очевидным. Разруб был огромным ущельем, которое тянулось с востока на запад через каменистые пустыри за пределами столицы, и его очертания походили на гигантскую рану от топора, нанесенную на поверхности ландшафта. Здесь не было дорог, кроме тропинок, протоптанных животными, до полусекретных охотничьих маршрутов, что велись по крутым оврагам, скрывающим входы в систему пещер. Тысячи лет назад здесь размещалась первая Даганецкая колония, и новоприбывшие эстеры сжались друг к другу в полумраке, пока технологи преобразовывали планеты, ныне затерявшиеся в веках, трудились над тем, чтобы сделать свирепую среду этого мира более пригодной для обитания. Повстанцы повторно заселили старые каменные залы, точно зная, что из этих глубин их можно будет выкурить лишь бомбардировкой, растерев горы в порошок. Дженни Керсаун прогуливалась по извилистым тоннелям, спрятав лицо в глубинах капюшона. Она проходила мимо комнат, вырезанных лазером в скале. Перед входами висели потрепанные кольчужные занавески, проходы в другие блокировали тяжелые люки холодной сварки. Внутри пещер царил вечный сумрак, и единственной константой был бледный свет стручков биолюмов, приклеенных к каменному потолку на произвольных расстояниях друг от друга. Она шла, и перед ее глазами проходили люди-капры. Попадались боевики, но по большей части это были гражданские и даже дети. Через парорехи в занавесках или открытые двери перед Саумом мелькали сцены из повседневной жизни сопротивления. Она видела Бей и еще несколько людей, которые стояли вокруг штурманского стола, заваленного бумажными картами. Напротив, через коридор, импровизированный арсенал, забитый захваченным оружием СПО. Тощий повар, поднявший на нее глаза в разгаре помешивания густого супа в огромном железном котле. Беженцы, сгрудившиеся вокруг жаровни и по соседству пара играющих детишек, явно не догадывавшихся о тяжелом положении дел. Последнее ее не удивило. У повстанцев не было особого выбора мест, в которых их люди могут выбраться на поверхность. Еще дальше по коридору она увидела боковую комнату, которая была превращена в тусклое подобие лазарета, прямо рядом с мастерской, где затененные фигуры сгибались над самопальным устройством, из которого тянулись провода и разъемы. Проходя мимо Саум, уловила знакомый запах химических веществ, используемых для изготовления взрывчатки. Она подходила к люку, который заскрепел, закрываясь, и она развернула к нему голову. Пока он захлопывался, один из людей капры бросил на нее невыразительный взгляд. За миг до того, как он исчез из вида, она заметила за его плечом окровавленного солдата в одежде цветов одного из кланов, который был привязан к стулу. Она остановилась и услышала за спиной шаги. Развернувшись, Саум увидела пару приближающихся детишек-беженцев с глазами, полными страха и дерзости. Оба были чумазыми и носили бесформенные одежды слишком большого размера, так что она не могла сказать, были ли они мальчиками или девочками. «Привет!» — сказал то, что повыше. «Тебя император послал, правда?» — она кивнула. «Можно и так сказать». На их лицах было написано «Благоговение». «Он такой же, как на пиктах! Громадный!» Саум заставила себя улыбнуться, даже еще больше. Второй ребенок собирался что-то добавить, но тут из-за угла впереди вывернул взрослый мужчина, который строго посмотрел на обоих детей. «Вы знаете, что они должны играть здесь! Возвращайтесь к своим урокам!» Они бросились бежать и исчезли в том направлении, откуда пришли. Саум развернулась к мужчине, чтобы его рассмотреть. «Вы что-то ищете?» — настороженно спросил тот. «Я просто прогуливаюсь!» — призналась она. «Мне нужно немного подумать!» Он указал рукой за ее спину, преграждая ей дорогу. «Вам, вероятно, стоит пойти обратно!» Мужчина, казалось, пребывал в нерешительности, как будто он не был уверен, есть ли у него право говорить ей, что делать. Отряд ликвидации занимал в рядах повстанцев странное положение. За недели, прошедшие с момента освобождения тюремного лагеря в столице, Саум и прочие, завоевали что-то вроде сдержанного признания, но не более того. Следуя приказам Келла, каждый из них обратил свой набор особых умений на помощь делу повстанцев. Тарель, благодаря своей технической квалификации, был на расхват, а Коин продемонстрировала естественные склонности к обучению военному делу мужчин и женщин, бывших до недавнего времени фермерами, учителями и лавочниками. Тем временем Йота и Гарантин могли отсутствовать по несколько дней, и единственным свидетельством их деятельности были рапорты, истории об уничтоженных пикетах или целых патрулях, выпотрошенных призрачными налетчиками. Что касалось ее брата, то он держался от нее на расстоянии, разрабатывая вместе с Капрой, Бей и Гролом планы боевых действий. Саум тоже делала все от нее зависящее, но проходили дни, и она беспокоилась все больше и больше. Они помогали повстанцам увеличивать счет побед, и не только здесь, но и через другие ячейки сопротивления по всей планете. Но в основе этого лежала ложь. Если бы ассасины не появились на Даганете, война бы уже закончилась. Вместо этого они поддерживали ее, вливали свежие силы в конфликт, который уже должен был угаснуть. Что касалось работы, Вененум была очень щепетильной, хирургически точной и аккуратной. Она отказывалась допускать в свой словарь термин «сопутствующие жертвы». Но именно к этому они и пришли, и их присутствие вредило местным сильнее, чем оружие знати. Мужчина снова сделал указывающий жест. «Назад вон туда!» — повторил он. Стряхнув в себя краткий миг задумчивости, Саум осознала, что он пытается что-то скрыть. «Нет», — сказала она, — «не думаю». Прежде чем он успел отреагировать, она протиснулась мимо него и проследовала за поворот сужающегося коридора, который пошел вниз под небольшим углом. Мужчина потянулся к одеждам Саум, чтобы задержать ее, и она вытряхнула на тыльную сторону его кисти каплю жидкости из дозаторов на своих запястьях. Эффект был мгновенным. Он побледнел и упал на землю из-за отказавших мышц ног. Коридор выходил в еще одну пещеру, обширную и с низким потолком. В середине слабо освещенного пространства располагался термальный очаг, испускающий теплое оранжевое свечение. Его окружали расставленные кольцами стулья, несколько разбросанных подушек и сбереженных ковров. Здесь находилась кучка людей, которая группировалась вокруг более пожилой женщины, державшей в руках раскрытую книгу. У Саум сложилось впечатление, что она прервала бывшие в самом разгаре чтения. Пожилая женщина увидела ассасина, и по ее лицу пробежал страх. Ее слушатели были смесью всех разновидностей людей, обитавших в лагере. Двое из них, оба боевики, вскочили на ноги и направились вперед. В их глазах горела угроза. Саум подняла руки, чтобы защитить себя, но пожилая женщина выкрикнула «Нет! Прекратите! У нас здесь не будет насилия!» Мелеги начал кто-то, но она жестами заставила его замолчать и с видимым усилием поднялась на ноги. Саум увидела на лице пожилой женщины отражение всей ее жизни, прожитой добродетельной и с несгибаемой твердостью духа. Та протиснулась через кольцо людей и встала лицом к лицу с незваной гостей. «Меня зовут...» «Звали леди Астрид Сайнап». «Я тебя не боюсь». Саум склонила голову на бок. «Это неправда». Сайнап смешалась, потеряв свои аристократические манеры. «Нет, полагаю, что нет». Она смогла вернуть себе Толику самообладание. «С того дня, как Бей сказала мне, что вы на Даганете, я знала, что этот момент наступит. Я знала, что один из вас найдет нас». «Один из нас?» «Воинов императора», — продолжала та. «Кап рассказал, что вы инструменты его воли. Так поступай же, делай то, что должно». «Я не понимаю», — начала Саум, но пожилая женщина говорила, не останавливаясь. «Я лишь прошу проявить милосердие к находящимся здесь моим друзьям». Синоп продемонстрировала тяжелую книгу в своих руках. «Я привезла это на Даганет. Привезла сюда движение сопротивления, когда бежала от предательства моего бывшего клана. Если кто-то должен пострадать из-за этого, то пусть это буду я одна». Ее глаза сверкали от сдерживаемых слез. «Если я должна встать перед тобой на колени, я это сделаю». «Умоляю, не причиняй им из-за меня вреда». Саум шагнула мимо двух боевиков и взяла книгу из трясущихся рук старой женщины. Никто не сказал ни слова. Она громко прочитала написанные на странице слова. «Император защищает». «Мы лишь ищем в нем утешение», — сказала Сайноп, упавшим до шепота голосом. «Я знаю, что о нем и его божественных путях запрещено говорить открыто. Но мы делаем это только между собой. Мы не обращаем в свою веру и не разыскиваем в новообращенных». Она сцепила в свои руки. «Нас так мало. Мы принимаем лишь тех, кто приходит к нам по собственной воле. Наши верования еще никому не принесли вреда». Саум провела пальцами по странице убористого темного текста. «Вы последователи божественного откровения. Вы верите, что император — живой бог, единственный бог». Сайноп кивнула. «И я умру с этой верой, если это то, что требуется. Но обещай мне, что это буду я одна. Пожалуйста». К Саум наконец-то пришло понимание. «Я пришла не за тем, чтобы вас искоренять», — сообщила им она. «Я?» «Мы даже не знали, что вы здесь». Ее посетило странное, головокружительное ощущение закручивающихся вокруг нее событий. «Но вы были посланы с террой», — произнес один из мужчин. «Не за этим», — сказала Винену, встречаясь взглядом в следе Сайноп и одновременно с этим поднимая руку и задирая манжет. «И до этого момента я не была уверена, зачем». Саум продемонстрировала им тонкую золотую цепочку, застегнутую вокруг ее запястья, на которой качался талисман в виде имперской аквилы. «Но теперь, теперь у меня есть догадка». «Она одна из нас», — сказал мужчина. «Она верует». Выражение на лице Сайноп превратилось в радость. «О, дитя!» — сказала она. «Он послал тебя! Он послал нам тебя!» Саум вернула ей книгу и кивнула. 2. Кел поднял глаза, когда в центральную пещеру хлынули люди, охваченные энтузиазмом и ликованием. Они пробирались через нагромождение оборудования и контейнеров, рассеянные по помещению, и группки, находившихся в нем людей, которые видели, что они вернулись, останавливались и расплывались в улыбках. От них все еще пахло кордидом, дымом костров и тяжелой работой. Он изучил отряд наметанным глазом и увидел, что назад вернулись все, причем всего лишь с парой-тройкой мелких ранений. Команер группы, бывший пилотом по имени Джедда, прошел туда, где у стойки Вокса стоял Капра и заключил того в медвежьи объятия. «Дело сделано!» — заговорил Капра. «О, более чем!» — расхохотался Джедда. В его голосе все еще слышался пыл сражения. Его люди присоединились и засмеялись вместе с ним. «Тарель со своими данными попал прямо в яблочко. Мы взорвали опоры моста, и целый грузовой пояс свалился вниз. Сотни кланских бойцов, дюжина самолетов-разведчиков и бронированные ДВП. Все теперь металлолом на дне реки Редстоун». «Это они почувствуют!» — фыркнул один из остальных. «Сегодня ночью знать будет рвать и метать!» Капра развернулся к Келлу и кивнул. «Поблагодари своего человека от моего лица. На самом деле, поблагодари их всех. Еще месяц назад у меня и мыслей бы не возникло, что я это скажу. Но мы впрямь заставили их уйти в оборону. Сведения и указания, которые вы нам давали, позволили движению сопротивления наносить координированные удары по всей планете. Аристократы дрогнули. «Их ошибка заключается в их заносчивости», — произнесло Коин, неторопливо приближаясь к группе. «Люди расступились, давая Калидус подойти ближе. Их всех нервировали смазанные, незавершенные черты бесполого лица ассасина. Они поверили, что победили, и ослабили бдительность. Они не ожидали, что вы нанесете синхронный ответный удар. Вы ввергли их в замешательство. «Мы поможем вам не ослаблять натиск», — сказал Келл, лидеру сопротивления. «Все, что мы делали до сих пор, это показывали вам, как находить щели в их доспехах. Вам нужно продолжить расширять их, пока они не сломаются». Джеда кивнул в подтверждение собственных мыслей. «Сегодня ночью мы не потеряли ни одного человека. Если будем продолжать в том же духе, простолюдины, которые еще не определились, встанут на нашу сторону». Он широко улыбнулся Келлу. «С такими темпами ваш флот прилетит сюда и обнаружит, что ему нечем заняться». «Нам остается только надеяться», — сказала Коэн, привлекая к себе взгляд Виндикара. Капра зал трусцой пересекла Бей. Гроул вернулся. Келл увидел следующего за ней угрюмого повстанца, который на ходу откидывал капюшон и расстегивал плащ. На одном плече у него висел набитый вещевой мешок. «Из столицы?» — спросил Джеда. «Мы сегодня ночью здорово пошумели, Террик. Они услышали там у себя в высотках». Его победное настроение накатилось на каменное лицо второго мужчины и отхлынуло назад, не возымев никакого эффекта. «Они все прекрасно слышали», — сказал Гроул. Он скинул мешок на ящик, который использовался в качестве стола и раздраженно избавился от своих верхних одежд. Губернатор выступил по всем каналам. «Декларация», — так он это назвал. Группа затихла. Келл увидел, что это настроение распространилось по пещере, передаваясь каждому человеку, который стоял в пределах слышимости. «Что ж, давайте посмотрим», — сказал Капра. Гроул открыл футляр и извлек катушку памяти, рыночная модель из тех, что имелись в любом цивилизованном доме среднего достатка, на любом из основных миров. Один из наших связных сделал запись из публичной информационной сети. Это гоняют по кругу в начале каждого часа. Джедда двинулся, чтобы забрать катушку, но Гроул ее не отдал. «Возможно, тебе стоит посмотреть это где-нибудь в более приватном месте». Капра быстро обдумал это, затем отрицательно покачал головой. «Нет, если это в сети, то все остальные уже про это знают. Наши люди тоже должны быть в курсе». Джедда забрал катушку и вставил ее в голопроигрыватель. Устройство с жужжащим гудением воспроизводило призрачное изображение мужчины в тяжелом парадном мундире и с фуражкой с святыми шнурами на голове. Он стоял перед ораторской трибуной, и Келл заметил, что на нем был символ открытого глаза с вертикальным зрачком, эмблема сынов Хоруса. «Губернатор Некран», — насмешливо сказал Джедда. «Интересно, где он это записывал?» «В подвале собственного особняка, трясясь от страха?» «Тихо!» — шикнул на него Гроул. «Слушай». Губернатор начал с расточения пустопорожных любезностей и скучных восхвалений своим кукловодам из знатных кланов. Келл пристально наблюдал за голоизображением. Он изучал выражения, сменяющиеся на лице политика, представляя, что видит его в прицел своей винтовки «Экзитус». «Некран» производил полное впечатление отчаявшегося человека. Затем губернатор перешел к сути своего заявления. «Граждане Даганета», — сказал он. «Я смертельно встревожился, узнав о гибели многих наших отважных солдат СПО из-за постоянных и безжалостных налетов, предпринимаемых повстанцами. Налетов, которые также унесли жизни множество невинных гражданских. «Чушь собачья», — прорычал Джеда, — «только кровь кланских». «Я рукоплещу бдительности наших солдат и отдаю должное их храбрости», — продолжил Некран. «Но вместе с тем я прислушиваюсь, когда их командиры говорят мне, что враги, таящиеся среди нас, представляют явную и текущую угрозу, которую нам еще предстоит преодолеть. И поэтому, вместо того, чтобы затягивать эту ужасную войну, тратя впустую еще больше драгоценных жизней доганетцев, я послал прошение о помощи». «Что это значит?» — пробормотал один из людей Джеда. Келл сохранял на лице неизменное выражение, зная, что Коин внимательно за ним наблюдает. По всему залу воцарилась тишина, все ждали слов Некрана. Столетия тому назад, когда доганет накрыла тень развращенного короля-священника, мы столкнулись с аналогичным кризисом. И тогда, как и сейчас, к нам на помощь пришел воин, владыка ратных полей, освободивший нас от страха и ужаса. Губернатор моргнул и облизал губы, и Келл ощутил странную дрожь предвкушения в том пальце, которым он спускал крючок. «Сограждане, нынешним днем я получил весть от флотилии сынов Хоруса. Они идут на доганет, чтобы освободить нас. И с ними великий герой — Хорус Луперкаль. Отриньте страх. Возмездие Астартес будет стремительным и страшным. Но благодаря ему независимость, что мы ждем, независимость ради свободы, независимость от удушающей власти далекого и безжалостного императора будет нашей». Грол нажал на кнопку на проекторе, и изображение исчезло. «Вот так вот. Из комнаты как будто откачали весь воздух. От заявления Некрана люди лишились дара речи. Первым заговорил Джедда. «Астартес!» — прошептал он. «От прежней эйфории не осталось и следа. Идут сюда?» Он посмотрел на Капру. «Мы не можем сражаться с космическим десантом. Кланские солдаты — одно дело. Но элита воителя...» «Мы ничего похожего раньше не видели», — мрачно сказал Грол. «Генетически усовершенствованные сверхлюди, живое оружие, ангелы смерти. Горстка их может сокрушить армии. И что мы теперь должны делать?» — сердито ряпнула Бей. «Сдадим со всем скопом?» «Застрелимся и избавим их от хлопот?» «Они уничтожат всех нас!» — продолжал настаивать Грол. «Наша единственная надежда — это распустить наши отряды и затеряться среди широких слоев населения. Ну или бежать из этого мира, пока не появились их боевые корабли!» Он уставился на Келла. «Потому что наши спасители не окажутся здесь раньше Хоруса, так?» «Капра, он прав», — сказал Джедда унылым голосом. «Что касается людей, у нас был шанс победить. Но мы не сможем побить богов войны». «Они не боги!» — проворчал Келл, заставив его смолкнуть. «Они не неуязвимы! Они истекают красным, как и любой из нас. Они смертны!» Он встретился взглядом с Гролом. Даже Хорус. Капра медленно кивнул. «Келл прав. Астартес вселяют ужас, но их можно побить. Он пристально посмотрел на Виндикара. Скажи мне, что их можно побить!» «Я убил космического десантника!» — сказал Келл. Смазанные черты Калидус дрогнули, когда на лице ассасина промелькнуло что-то похожее на удивление. Келл проигнорировал это и продолжил. «И я все еще на этом свете!» «Капра!» — снова начал говорить Грол, но лидер повстанцев жестом приказал ему замолчать. «Мне нужно над этим подумать!» — сказал он им. «Бей, пойдем со мной!» Капра ушел прочь в сопровождении женщины, и Келл проводил его взглядом. Грол сурово посмотрел на Виндикара и покинул его. За ним последовал Джеда и остальные боевики. Келл подобрал катушку памяти и взвесил ее в руке. «Ты правда ликвидировала Старта?» — заговорил Коэн. «Ты знаешь правила?» — ответил Келл, не отводя глаз. «Объекты клана — это его личное дело!» Калидус хмыкнула. «Не имеет значения. Даже если ты это сделал, это всего лишь одна правда среди пригорш некрасивых сказок. Этот, как его, Гролл?» — он в этой компании самый умный. Сыны Хоруса действительно уничтожат их и по ходу дела превратят этот мир в погребальный костер. Мне доводилось наблюдать, как воюет Астартес. Келл развернулся к тени и шагнул ближе. «Сюда идет воитель. Это все, что имеет значение». «О, действительно!» — сказала Коэн. «И к тому моменту, как Капра и все прочие из тех, кто решил тебе довериться, поймут, что это все, чего мы хотим, будет слишком поздно». Оно наклонилось ближе к нему. «Но позволь тебе кое о чем спросить, Келл. Тебя хоть чуть-чуть мучает совесть из-за того, что мы делаем. Ты испытываешь к этим людям хоть каплю жалости?» Келл отвел глаза. «Империум признателенным за их жертву». Три. Каюта на Иубаре, принадлежавшая оперативнику Хисосу, была именно такой предсказуемо унылой, как Гарпун и ожидал. Лишь местами наблюдались редкие искры индивидуальности, шкафчик с несколькими бутылками хорошего амасика, полка, пласти бумажных книг с широким охватом тем и довольно посредственные карандашные наброски за очевидным авторством самого мужчины. Гарпун скривил губы от притязаний покойного. Наверное, тот мнил себя чем-то вроде воина-поэта, который в дневное время стоял на часах, охраняя людей из клана Еврот, а по ночам играл на струнах чуткой души художника. Правда, однако же, была далеко не столь возвышенной. Копаясь в трясине путанных воспоминаний, похищенным их из мертвого мозга Хисоса, Гарпун обнаружил более чем достаточное количество эпизодов, когда от оперативника службы безопасности требовалось использовать его детективные навыки, чтобы сгладить конфликты со службами охраны правопорядка миров, расположенных вдоль Таебианской торговой оси. Экипажи и офицеры консорциума нарушали законы других планет, и именно Хисосу приходилось разыскивать местных жителей, которые взяли бы на себя вину, или нужных людей для дачи взятки. Он убирал грязь, оставляемую за собой пустотным бароном и его семейством, и на каком-то уровне мужчина ненавидел себя за это. Гарпун изверг из себя несколько глаз и дал им послоняться по комнате в поисках устройств скрытого наблюдения. Не найдя ничего, он снова поглотил их, а затем отдохнул, позволив своему внешнему аспекту расслабиться. Контуры плоти, которая покрывала его тело, стали чуть менее отчетливыми. Для стороннего наблюдателя это выглядело бы как изображение, выскользнувшее из фокуса оптики. Он почувствовал слабый отклик гемонической шкуры. Она хотела свежей крови, но, с другой стороны, она всегда хотела свежей крови. Гарпун позволил части останков Хисоса, которые он храдил во вспомогательном желудке, просочиться наружу, чтобы живая оболочка их поглотила, и та угомонилась. Он сидел за столом на противоположном от спальной ниши конце комнаты. На его поверхности были разложены с полдюжина планшетов, каждый из которых показывал информационные срезы, касающиеся и убара. Здесь были схемы палуб и описание протоколов службы безопасности, чертежи служебных тоннелей, пути следования патрульных сервиторов, даже копия расписания повседневных маршрутов пустотного барона. Длинные паучьи пальцы гарпуна плясали над ними, на мгновение выхватывая планшеты из кучи, засовывая их обратно, выбирая другие. У него формировалась стратегия, и чем больше он над ней размышлял, тем сильнее понимал, что чем раньше он воплотит ее в жизнь, тем будет лучше. Флагман вольного торговца вывалится из-за вихриньи варпа невдалеке от нейтронной звезды в поясе водопадов, чтобы осмотреться и дать двигателям отдохнуть, прежде чем отправиться к месту встречи в стреловидной туманности. Они проведут здесь не больше одного дня, и когда Иубар вернется в Имматериум, поток энергии от корабельных генераторов поля Геллера будет мешать запланированному гарпуном взлому личной сокровищницы Еврота. У потока был прискорбный побочный эффект. Он вызывал недомогание у демонической шкуры, сводя на нет некоторые из ее самых полезных свойств. Дело нужно было сделать в ближайшее время, а затем... — Нет! Гарпун сдрогнул, и по всему его телу прокатилась внезапная вспышка боли. Крик, отдающийся эхом, пронзил его, как лазерный луч. — Нет! 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 — Заткнись! — выплюнул он, отталкиваясь от стола и тряся головой. — Заткнись! Голос внутри него попытался выкрикнуть снова, но он задушил его усилием воли, резко выдохнув в воздух. Гарпун на мгновение почувствовал его в себе, глубоко в черных недрах своей души, трепещущий, светящийся уголек, крошечный кусочек души Йозефа Сабрата, загнанный в угол и неистовый. Убийца опустился на полкомнаты и закрыл глаза, склонил свою голову. Он потянулся внутрь, позволил своему разуму спуститься вглубь себя. Это было сродни погружению в океан черной тяжелой нефти. Только вместо того, чтобы сопротивляться, Гарпун позволил мраку заполнить себя, наслаждаясь ощущением ухода под поверхность. Он нырнул в пустоту своего поврежденного рассудка, разыскивая чужака, человека, мысли цвета мертвого мужчины. Это было сложно. Где-то здесь все еще трепетали слабые отзвуки каждой жизни, что он уничтожил и затем имитировал. Но они все были зачищены при помощи ритуальных обрядов, и от них остались лишь неглубокие следы, подобные контурам, выжженным на стенах вспышкой ядерного гриба. Однако здесь все еще присутствовало что-то от Йозефа Сабрата, что-то упрямое, что цеплялось за жизнь, упорно отказываясь позволить Гарпуну его уничтожить. Вот он где, отцвет во мраке. Дух Гарпуна прыгнул на него со скаленными клыками, готовый изорвать его в клочья. Убийца обнаружил, что он обернут в воспоминания, в ключевое мгновение, в ужасную, жгучую боль. Он расхохотался, когда понял, что переживает тот миг, когда пронзил сердце Сабрата костяным клинком, только на этот раз от лица своей жертвы. Боль была ослепительной и знакомой. Гарпун заколебался. Да, он знал это ощущение, причем именно это ощущение. Воспоминания Сабрата были отзвуком одного из его собственных, памятного события из прошлого убийцы. Гарпун понял, что за фрагмент приплыл к нему в руки, умело укрываясь за своим подобием, но уже было слишком поздно. Его затянуло в собственное прошлое, назад, к событию, которое превратило его в то чудовище, в котором он был. 4. Назад в клетку. Боли клетка. Голоса снаружи. Воины в доспехах, двигающиеся и разговаривающие. Ангелы войны и повелители оружия. Чёрные души и звери. Голоса. Это оно, командир-повелитель, ясно по тону и манерам, подчиняющим. Да, милорд, говорит тот, который ранен. Согласно журналам, оставшимся от сестер безмолвия Пария. Но я раньше ничего подобного не видел, и они тоже не знали, что это такое. Скорее всего, его предназначали к уничтожению. Повелитель, что будет его хозяином, подходит ближе. Он видит лицо, полное удивление и ненависти. Я чую, что от него несет колдовством. Оно не умерло вместе с остальной командой и грузом. Чёрные корабли императора крепкие суда. Некоторым было уготовано пережить наш обстрел. Пауза, во время которой он иногда хватает воздух, пытаясь расслышать их голоса. Расскажи мне, что она сделала. Вздох утомленный и пугающий. Напала на меня, лишила меня пальца своими зубами. Издевательский смех. И ты оставил это в живых? Я бы уничтожил это, лорд, но затем оно... Потом оно убило Кадицария, брата Садрана. Теперь смех прекратился, зреет гнев. Как? Этот лишил Садрана уха, пожрал, проглотил прямо целиком. А потом колдовская тварь стояла на месте и ждала, пока её убьют. Садран... Раненый обнаруживает, что ему сложно это объяснить. Садран обратил на это существо свою ярость, и оно отразило её назад. Отразило. Голос Повелителя снова другой, заинтересованный. Пламя, лорд. Садрана поглотило его собственное пламя. За прутьями клетки силуэты в тенях двинулись по кругу. Мне никогда не попадался парик, который был бы на такое способен. Повелитель подходит ближе, и он в первый раз по-настоящему его видит. Ты ведь нечто особенное, не так ли? Может быть, случайно родилась таким, говорит Раненый, или, возможно, какой-нибудь выкидыш экспериментов адептус телепатика? В сумраке ширится улыбка. Это также может быть возможностью. Он прижимается к прутьям, протягивая эфирные кончики своих чувств к командиру Повелителю. Мы должны это убить, говорит второй голос. Решать это буду я. Он касается разума и впервые в своей жизни находит что-то темнее самого себя. Инфернально черная душа, пропитанная мраком, приобщенная к сферам, познание которых лежит за пределами его способностей. Милор Терриб, раненый, пытается спорить, но Повелитель заставляет его замолчать одним взглядом. — Вот твои приказы, брат-капитан, — говорит человек с черным сердцем. — Устрани все следы того, что мы вообще здесь были, и убедись в том, что это судно затеряется в пустоте. Я заберу то, зачем мы пришли, и нашего нового друга в придачу. Тот, кого назвали Эрибом, снова улыбается. Думаю, мы найдем ему применение. Когда второй воин отправляется прочь, Повелитель склоняется ближе. — У тебя есть имя? — спрашивает он. Он уже давно не разговаривал, и ему требуется время, чтобы сформулировать слово. Но в конце концов он выдавливает. — Гарпун. Эриб кивает. — Теперь твой первый урок. Я твой хозяин. И вот воин уже размытый силуэт, и в его руке меч, и клинок в груди гарпуна, и боль ослепительная жгучая. — Я твой хозяин, — снова говорит Эриб. — И с этого момента ты будешь убивать только тех, кого я велю тебе убить. Гарпун падает на спину. Он кивает, присягая на верность. Боль наполняет его, наполняет клетку. Боли клетка. Пять. Сцена хрустнула, как хрупкое стекло, и гарпун вздернулся вверх, выбрасывая ногу и сшибая стул. Он с трудом поднялся на ноги, замечая в зеркале свое лицо. Аспект Хисоса был бледным, как необожженная глина. Он скривился и попытался сконцентрироваться. Но неожиданная встреча с фрагментом воспоминаний и промелькнувшим перед глазами прошлым потрясли его до глубины души. Он тяжело дышал. По демонической шкуре на его руках пробегала алая рябь. — Оперативный уполномоченный! Кто-то стучал в дверь его каюты. Я слышал крик. — С вами все в порядке? — Я в порядке! — выкрикнул он в ответ. — Я свалился с кровати. Ничего страшного! — Вы уверены? — Теперь он узнал голос. Это был один из офицеров, дежуривших на этой палубе. — Уходи прочь! — рявкнул он. — Есть, сэр! — сказал офицер после короткой паузы. И он услышал удаляющиеся шаги. Гарпун подошел к зеркалу и уставился на восстанавливающееся лицо Хисоса. — Ты не сможешь остановить меня! — сообщил он отражению. — Ни один из вас не сможет. Ни один из вас! Шесть. В знак признательности за помощь повстанцы расквартировали всех членов отряда ликвидации в одной из более мелких пещер в стороне от главного коридора. Комнаты были не больше, чем комнаты арестантов, но они были сухими. И давали уединение, чего нельзя было сказать о многих общественных спальных зонах. Саум не стала стучать и ждать под дверью закутка, где жил ее брат. Вместо этого она с шумом распахнула ржавую металлическую дверь и ворвалась в комнату. Он поднял глаза от стоящего перед ним самодельного стола, на котором, подобно сборочному чертежу, лежали детали его разобранной снайперской винтовки. Ряды пуль выстроились в шеренги, как крошечные часовые на плацпараде. Он сдержался, чтобы не выхватить свой пистолет «Экзитус» и вернулся к чистке своего оружия. «Дженникер, где твои манеры?» — произнес он. Она закрыла дверь и скрестила руки на груди. «То есть мы это делаем?» — сказала она. «Мы на самом деле собираемся пожертвовать всеми этими людьми, просто чтобы выполнить эту миссию?» «И когда тебя впервые осенило, — спросил он, — «когда я сказал тебе на борту Ультио, что в этом состоит наш план?» «Или когда Вальдор четко и точно изложил, в чем заключается наша цель?» «Ты манипулируешь Капрой и его людьми», — гнула свою она. «Мы всегда это делаем», — сказал ее брат. «Не притворяйся, что ты никогда не занималась тем же самым, чтобы подобраться к цели, не врала и никогда не водила за нос. Я никогда не подвергала угрозе невинных людей. Сама идея официо ассасинорум — действовать невидимо и незаметно, не оставлять ни следа, кроме трупа нашего объекта. А ты торишь для нас кровавую дорогу». «Это больше не великий крестовый поход, дорожайшая сестра». Он положил свои инструменты и, изучающий, на нее посмотрел. «Ты так наивно, что этого не видишь. Мы не прореживаем хилые ряды выродившихся богемных хлыщей в залах какого-нибудь мира Улья и не ликвидируем назойливого полководца Ксеносов. Мы на передовой гражданской войны. Правила ведения боя теперь совсем другие». Саун помолчала. С тех пор, как она зналась с Эристедом, прошло много лет, и ей было грустно видеть, как он изменился. Теперь в глубине этих темных глаз она могла разглядеть лишь самые худшие его черты. Дело касается не только бойцов сопротивления, жизни которых мы подвергаем опасности. Не давая угаснуть этому конфликту, мы обрекаем бесчетных невинных людей. Возможно, даже ставим под угрозу будущее всей этой планеты и сектора в придачу. Ты спрашиваешь меня, стоит ли жизнь Хоруса Луперкаля такой цены? Это вопрос, который ты должна задать Вальдору и магистру ассасинов. Я лишь делаю то, что мне было приказано. Наш долг — это все, что имеет значение. Она почувствовала в груди всплеск эмоций и задушила его, прежде чем он успел стать раздраженным криком или раданием. «Как ты можешь быть таким безразличным, Эристед? Мы обязаны защищать людей Империума, а не использовать их как пушечное мясо». Саун покачала головой. «Я не знаю, как ты...» Ее брат скачал на ноги, вспыхнув от гнева. «Ты не знаешь меня?» «Это не я отказался от собственного имени. Я не поворачивался спиной к правосудию. Вот как ты себя подаешь...» Она отвернулась от него. «Все эти годы тому назад у нас обоих был выбор, Эристед, побег или месть. Но ты выбрал месть и приговорил нас обоих к жизни, в которой мы всего лишь убийцы». Ее голова закружилась от нахлынувших воспоминаний. Тогда они были просто детьми, наследниками своего рода, последними выжившими представителями династии Келл, чьи владения были аннулированы, а родители истреблены в ходе междоусобной войны аристократов герцогства Такстед. Их поместили под своды имперской схолы, осиротевших и одиноких, и оба были тайно отобраны агентами официо ассасинорум. Брат и сестра подавали надежды, Эристед был превосходным стрелком для столь юного возраста. А одаренность Джениус в ботанике и химии была очевидной. Они знали, что скоро директора кланов примут решение и их разлучат. Возможно, они никогда не увидят друг друга снова. Они сговорились бежать, пока еще были в схоле, отвергнуть стезю ассасинов и начать новую жизнь. Но потом клан Виндикар предложил Эристеду Келлу то, чего он хотел больше, чем свободы. Возможность отомстить за свою мать и за своего отца. Взамен они просили лишь о его верности. И пожираемой ненавистью он охотно согласился. Он бросил Дженнике. И ей некуда было податься, кроме как в распростертое объятие Виненум. Прошли месяцы, и она узнала, что во время ликвидации человека, который убил их родителей, погибли невинные люди. И именно в этот день она поклялась, что никогда больше не будет носить фамилию Келл. «Я надеялась, что с тех пор, как я в последний раз тебя видела, ты мог стать другим», — сказала она. «И ты изменился, но не в лучшую сторону». Ее брат выглядел так, как будто он был готов взорваться. Но затем он загнал чувство обратно вглубь себя и отвернулся от нее. «Ты права», — сказал он ей. «Ты меня не знаешь. Теперь убирайся. Как прикажешь?» — сухо сказала Саун. Глава 12. Единственная капля. Посыльный. Пустыня зеркал. 1. Люди, которые охраняли помещение, где размещалась личная сокровищница пустотного барона, ослабили свою бдительность. Гарпун, стоявший в нескольких метрах дальше по сводчатому коридору, в тенях, вне пределов их прямой видимости, слышал, как они болтают. Вниз, по иерархии экипажа Иубара, просочились новости, отрывки донесений из узла связи, предупреждающие о том, что были замечены направляющиеся куда-то адептуса Стартос. Никто, похоже, не знал, были ли это воины, все еще лояльны императору человечества или те, кто следовал за знаменем воителя. Некоторые даже осмеливались предположить, что все могучие легионы Астартес отвернулись от своего создателя и уже грузились на корабли в рамках кампании по возвращению себе всего, что они завоевали для Терры за время Великого Крестового Похода. Гарпун ухватил смысл лишь малой части составляющих, набирающей обороты войны, что велась по всей галактике. Да и, по правде говоря, она мало что для него значила. Убийцу вполне устраивал тот вид на межгалактический конфликт, который открывался через его замочную скважину. Его мало волновали стороны или доктрины. Всем, в чем нуждался Гарпун, было кровопролитие. Его хозяин Эреб доверил ему совершать убийство. Возможно, даже величайшее убийство в человеческой истории, и этого было достаточно. Но прежде чем это сможет произойти, он должен предпринять ряд шагов, совершить ряд приготовлений. Гарпун позволил демонической шкуре вернуть себе толику самоконтроля, и поверхность его суррогатной плоти затрепетала. Сняв форменный корабельный комбинезон, который был на нем надет, он шагнул обнаженным в глубокие тени. Из его кожного покрова появились похожие на ворс усики, которые анализировали воздух и внешнее освещение везде вокруг него. Через несколько секунд тело Гарпуна увлажнилось липкой, обрабатывающей жидкостью и стало менять цвет, пока не достигло черноты ночи. Его черты скрылись под маской из карковидных струпьев, и он беззвучно запрыгнул на высокий потолок. Убийца приклеился к нему при помощи выделяемых им масел и медленно пополз по своей перевернутой дороге, минуя головы охранников, которые взволнованно жестикулировали и в полголоса обсуждали опасности, которые были не в состоянии осмыслить. На входе в сокровищницу была установлена интеллектуальная дверь, оборудованная разнообразными датчиками и мыслемеханическими системами, настроенными так, чтобы открываться только Мерексону Евроту и его ближайшим родственникам. Она была слабой помехой для Гарпуна. Он легонько шлепнул демоническую шкуру, которая скулила в его разуме и чуть-чуть тянула его назад, с тех самых пор, как почувствовала охранников и выразила желание напиться их крови. Усмиренная, она покорно сформировала на его ладони новый толстогубый рот. Гарпун держал его над биометрическим датчиком дыхания, в то же самое время направляя новые усики-ворсинки в узкие зазоры по краям двери. Они проползли к замкам и разобрали их на части, открывая один за другим. Заполучить пробу дыхания пустотного барона было легким делом. Гарпун просто постоял рядом с ним, и покрывающая его демоническая шкура выделила из выдыхаемого евротом воздуха микрочастицы и образцы ДНК и сохранила их в специальной полости. Теперь второй рот выдохнул их на датчик. Раздался шепот хорошо смазанных шестерней, и дверь раскрылась. Гарпун проскользнул внутрь. 2. Догонецкое солнце склонилось низко над горной грядой. Ночь была уже близко. Дженни Керсаун стояла на гладкой каменной площадке, служившей наблюдательным пунктом, и невидящим взглядом смотрела на охристые скалы. Она знала, что таймер миссии ведет обратный отчет к моменту ноль, и у отряда ликвидации остаются в лучшем случае часы до того, как они приступят к заключительной фазе операции. Она видела, что другие тоже это чувствуют. Гарантин наконец-то вернулся, прекратив сеять смерть среди кланских войск, запугивая всех, кто его видел. Тарель, Коин, отверженная Кулексус, все занимались приготовлениями, и ее брат. Саум знала, что именно делает ее брат. «Ау!» Голос заставил ее обернуться. Изъева пещеры за ее спиной, появилась леди Сайнап и приблизилась к ней медленными осторожными шажками. «Мне сказали, что я смогу найти тебя здесь, миледи!» Дженникер слегка поклонилась. Сайнап улыбнулась. «Тебе вовсе не нужно этого делать, дитя. В настоящий момент я знатная женщина лишь по имени. В знак уважения остальные позволили мне сохранить титул, но на самом деле кланы этого мира отринули ту честь, которая у нас вообще была. «Эти остальные, должно быть, отвергли призыв встать под знамена Хоруса?» Пожилая женщина кивнула. «О, единицы! Все уже мертвы, я полагаю. Или настолько запуганы, что стали покладистыми?» Она вздохнула. «Возможно, он их простит». Саун отвела глаза. «Я не верю, что он из тех, кто все прощает. В конце концов, император отрицает все слухи о своей божественности». Саун об снова кивнула. «Это так. Но, с другой стороны, лишь подлинное божество может так говорить и быть в этом искренним. Те, кто считает себя богами, всегда или сумасшедшие, или дураки. Чтобы оказаться вознесенным к таким высотам, нужно быть доставленным туда на плечах веры. Нужно вести, но и быть ведомым». «Мне бы самой хотелось каких-нибудь направляющих советов», — призналась Ассасим. «Я не знаю, куда повернуть». «Нет». Аристократка нашла сглаженный ветром камень и уселась на него. «Если это не будет слишком нахальным вопросом, могу я спросить тебя, как ты нашла свой путь к свету божественного откровения?» Саун вздохнула. «После того, как наши, мои родители были убиты во время конфликта между соперничающими семействами, я оказалась под опекой империума, брошенная и одинокая. У меня не было никого, кто бы за мной присматривал. Только бог император». Она кивнула. «К пониманию чего я в какой-то момент пришла. Он был единственной постоянной вещью в моей жизни, единственным, кто меня не судил и не бросил. Я слышал рассказы про имперский культ. Не потребовалось много времени, чтобы найти единомышленников». Сайнап быстро закивала. «Да, так часто случается. Подобное приходит к подобному, и так по всей галактике. Здесь, на Даганете, есть те, кто пока еще не верует, как мы, к примеру, Капра и большинство его людей. Но мы, тем не менее, разделяем с ними одни и те же цели. И в конечном счете, дитя, есть еще много-много таких, как мы, под разными именами, с разными обычаями. Но ты повсюду найдешь человеческих существ. Ведя нас к величию и развеивая мглу всех ложных богов и ошибочных верований, бог-император постепенно замостил дорогу к единственной истине — его истине. «И тем не менее мы должны эту истину скрывать», — пожилая женщина вздохнула. «Пока да. Иногда вера может быть такой сильной и в то же самое время такой слабой. Она как нежный цветок, который нужно взращивать и защищать, готовясь к дню, когда он сможет по-настоящему расцвести». Она положила ладонь на руку Дженникер, и этот день грядет. Недостаточно быстро. Сайнап отняла руку и какое-то время молчала. «Что ты хочешь мне рассказать, дитя?» Саум обернулась, глядя на нее сузившимися глазами. «Что вы имеете в виду?» «Ты еще не родилась, а я уже этим занималась», — сказала женщина. «Поверь, я знаю, когда кто-то что-то скрывает, ты боишься чего-то, и это что-то не просто переворот, в центре которого мы очутились». «Да, слова вырвались сами по себе, я боюсь. Я боюсь, что мы уничтожим все это просто самим фактом появления в этом мире», — она обвела рукой вокруг. На лице Сайнап мелькнула улыбка. «О, моя дорогая, разве ты не понимаешь? Вы принесли на Даганет надежду. Это драгоценная, неоценимая вещь, более хрупкая, чем даже вера. Нет, я ничего не делала, я лишь посыльный». В этот самый момент Саум хотелось раскрыть ей правду, объяснить планы отряда ликвидации в полном масштабе, открыть настоящие причины, которые стояли за их поддержкой повстанцев Капры, выкрикнуть во весь голос свой самый черный, самый глубокий страх, что, потворствуя всему этому, она ведет себя не лучше, чем ее озлобленный, бессердечный брат. Но слова не покинули ее губ. В ее ушах звучали возражения Аристеда, беспристрастные расчеты, которые он ей представил, стоили ли жизни этих людей дороже, чем смерть воителя, живого воплощения величайшей угрозы человеческому империуму. Сайна подошла и села рядом с ней, и мало-помалу лицо пожилой женщины становилось все мрачнее. «Позволь мне рассказать тебе, чего я боюсь», — сказала она. «И ты поймешь, почему так важно вести борьбу. Дитя, на просторах Вселенной есть злые силы». «Воитель» — Хорус Луперкаль всего лишь агент этой необузданной анархии, моя дорогая. В каждом мире, на который падает тень амбиции воителя, ее воплощение становится явью. Там, среди межзвездной черноты, растет холодная ненависть». Салм обнаружила, что тихий, настойчивый голос женщины захватил ее внимание и слушала молча, увлеченная ее словами. Сайна продолжила. «Ты и я, само человечество и даже Бог-император, всех испытывает Хоргубительных сил. Если наш повелитель — истинное божество, то мы должны осознавать, что у него есть и противоположность, нечто вне нашего понимания зла. Когда я воображаю, что начнется, если мы позволим ненависть и сокрушить наш блистательный империум, я прихожу в ужас. Беспорядки и разрушения, огонь и хаос», — сказала Дженникер. «Все безопасности, окружающую флотилию Еврота, возрастут десятикратно, и у оперативного уполномоченного Хисоса будет много чем занять свое время и свое внимание. К тому же стоило учитывать еще одну возможность, что его мишень, чей слепок уже будет сделан и запомнен, окажется достаточно могущественной, чтобы Гарпун смог обратить на нее свои способности с межпланетных расстояний. Он надеялся, что на деле все окажется по-другому. Гарпун смаковал тот миг невероятного восторга, когда он смотрел своей добычей в глаза и видел осознание близкого конца. Лишиться этого в свой коронный момент — это было бы попросту несправедливо. Убийца держался рядов кафельных плиток, которые светились фосфорно-зеленым через студенистые линзы, которые демоническая шкура нарастила поверх его глаз. Обычное человеческое зрение не заметило бы между плитками на полу сокровищницы никакой разницы, и невезучий гость забрел бы на одну из зон отрицательной гравитации, усеивавших помещение, и парил бы в ловушке до тех пор, пока не появились бы вооруженные охранники с пальцами на спусковых крючках. Он не обращал внимания на выставленные в длинной галерее художественные работы и прочие предметы невероятной стоимости, каждый из которых был удостоен места в собственной нише. Здесь хранились останки всех пустотных баронов, начиная с первого еврота. Их прах размещался в урнах ростом с ребенка, в сосудах, сделанных из алмазного волокна, тантала, раковин, ксексетского квинтала и прочих материалов, один реже и дороже другого. Каждую поверхность занимали портреты лордов и леди, связанных с прошлым клана, и все они слепо взирали на гарпуна, который пробирался мимо них, избегая сфер охвата лучевых датчиков и детекторов магнитных аномалий. Листовидные отростки демонической шкуры мягко колыхались по ходу движения, постоянно проверяя внешнюю атмосферу и температуру, чтобы охлаждать незваного гостя сообразно с ними. Тепловые мониторы, усеивающие каждый квадратный сантиметр стен сокровищницы, выискивали отсветы телесного тепла, но не видели ничего. Все неутомимые, хитроумные машины продолжали верить, что помещение все еще было пустым. На дальнем конце галереи, внутри стеклянного стазисного контейнера, на постаменте из белого мрамора и платины, располагалась торговая лицензия. По мере приближения к ней, гарпун замедлился, облизывая губы подсковывающими покровами своей маски и скоросты. Это движение заставило маслянистую кожу отойти от его щек, открывая зубы, ухмылку. Книга была сделана из настоящей бумаги, произведенной из деревьев одного из последних естественных лесов Венеры. Чернила были выделены из жидкостей, добытых из чернильных мешков йовианских лучезаров. Мастера-умельцы Мерики сшили листы фолианта и заключили его в роскошный переплет из кожи Грокса. Обложка, инкрустированная вкраплениями драгоценных камней со всех колонизированных миров системы СОЛ, мерцала в свете электрических свечей галереи. Эта книга была физическим воплощением права клана Еврот путешествовать между звездами. Больше, чем их флотилии, армии штатных сотрудников и множество судовых команд, больше, чем финансовое могущество, которым они обладали в бесчисленных мирах, и промышленные холдинги по всему пространству таебианских звезд, больше, чем любая из этих вещей. Лицензия была тем, что давала Евроту и его роду дозволение императора торговать, путешествовать и расширять влияние империума одной лишь силой экономики. Убийца почти рассмеялся при мысли об этом, как будто всякое существо может раздавать своим служителям куски Вселенной, как земельные наделы или порции еды. Что за спесь? Что за монументальная самонадеянность, полагать, что не имеют на это права? Подобную власть нельзя получить, ее можно только взять, пролитой кровью, болью и безжалостным напором воли. В стеклянный футляр был встроен сложный механизм, включающий устройство поддержки и гравитационного сопряжения, так что, проводя рукой над рубиновой пластиной датчика на раме, можно было переворачивать страницы книги внутри него, вообще их не касаясь. Гарпун щелкнул по сенсору, и лицензия с хрустом распахнулась, замелькали страница за страницей убористого текста. Порхание страниц остановилось на богато украшенном листке, покрытом позолотой, пурпурными чернилами и сусальным серебром. Слова высокого готика окружали поразительно детальную картину, повторяющую образ, запечатленный на нефритовом фризе в зале аудиенции. Император, жалующий свой дар первому евроту, на голодный взгляд Гарпуна не задержался на искусной работе, обратившись вместо этого к свежему, жидкому мазку темного багрянца, пойманному на безликом белом пергаменте последней страницы лицензии, к единственной капле крови. Он положил руку на ребро футляра и позволил демонической шкуре на кончиках его пальцев превратиться в жидкость и просочиться в скрепляющую конструкцию сварку. Толстое бронестекло хрустнуло и разошлось по шву. Подвижная плоть давила на него, сдвигая с места. Прозрачная плоскость неожиданно издала серию щелчков, которые убийца заглушил своими маслянистыми ладонями. Стекло выпало из рамы в его руку. Он жадно протянул внутрь дрожащие пальцы. Гарпун вырвал бы страницу из древней книги, выдернул бы ее из стазисного поля, которое хранило ее сотни лет. Он поднес бы бумагу к губам и поглотил бы кровь, принял бы, как поцелуй любимой, он бы... Его рука добралась до страниц торговой лицензии и прошла прямо сквозь нее, как будто книга была сделана из тумана. Фолиант внутри стеклянного футляра, казалось, замерцал и рассыпался. В одном учительное мгновение, становясь ничем иным, как безупречным призрачным изображением, проектируемым гроздью гололитических излучателей, которые были спрятаны в раме контейнера, футляр был пуст, как и гарпун. Он был опустошен внезапным, ужасным осознанием того, что его вожделенной добычи здесь не было. Но затем он наполнился заново убийственной яростью, и ему понадобилось все его самообладание до последней капли. Чтобы не излить свое бешенство в крики и не разрушить все вокруг себя. 4. После того, как леди Сайнов снова оставила ее в одиночестве, Саум задержалась на хребке и дождалась, пока ее не окутала тьма. Ночное небо — картина, чье созерцание так часто дарило ей минуты покоя, сейчас казалась лишь занавесом, скрывающим угрозы, о которых говорила пожилая женщина. Она непроизвольно поежилась и почувствовала на границах своих чувств холодное, знакомое давление. 5. Йота. Она обернулась и обнаружила Кулексус, которая стояла невдалеке от входа в пещеру, и наблюдала за ней. Глаза с муглокожей девушки блестели. 6. Шпионишь за мной? 7. Да, — раздался ответ. 8. Ты не должна слишком долго оставаться снаружи. Войска кланов контролируют корабли на орбите и спутниковые системы. Они будут прочесывать этот район своими системами дистанционного зондирования. 9. И давно ты наблюдаешь? 10. Я не верю, что он из тех, кто все прощает, — повторила Йота, теребя компенсирующую гривну на шее. Саум нахмурилась. 11. Ты не имеешь права совать свой нос в частный разговор. Если эта реплика имела целью вселить Йоту чувство вины, Пария не выказала подобной реакции. Складывалось впечатление, что она была не в состоянии усвоить тонкости таких понятий, как частная жизнь, такт или общественные приличия. Что имела в виду Сайнап, когда говорила о силах на просторах? Йота прокачала головой. Она не подразумевала угрозы военного характера. Это сложно, — сказала Саум. Честно говоря, я сама не очень уверена. Но ты придаешь большое значение ее словам и словам в книге. Саум похолодела. Какой книге? Той, которая в комнате на нижних уровнях, где Сайнап вместе с остальными собираются поговорить об императоре, как о боге. Ты там была. Ты следила за мной? Саум сделала предупреждающий шаг вперед. Да. Позже я вернулась, когда там никого не было. Я прочитала из книги. Йота отвела глаза, все еще играя с гривной. По-моему, она вводит в заблуждение. Саум изучала Кулексус. Ее мысли неслись вскачь. Невозможно предсказать, что случится, если Йота разоблачит наличие спрятанной часовни на базе повстанцев. Многие из бойцов сопротивления Каперы следовали жестокому антитеистическому эдикту Империума, который относил все церкви к категории противозаконных, и она не могла вообразить, что может сделать Эристет, если узнает о ее вовлеченности в божественное откровение. — Калу это не понравится, — произнесла вторая женщина, как будто могла читать ее мысли. — Ты не будешь об этом упоминать, — настойчиво сказала Саум. — Ты ему не расскажешь. Йота склонила голову на бок. — Он твой близкий родственник. Анимус читает цвета ваших аур. Я увидела сходство между ними в первый же раз, как посмотрела на вас глазами моего шлема. Но ты это тоже скрываешь. Саум старалась, чтобы ее лицо не выдало потрясения, но не преуспела в этом. — И какие еще секреты ты знаешь, парья? — Та ответила твердым взглядом. — Я знаю, что ты сейчас раздумываешь о том, что можешь гарантировать мое умолчание, убив меня. Если ты попытаешься, то у тебя есть шанс преуспеть. Но мысль о таком действии вызывает у тебя внутренний конфликт. Это то, что твой брат сделал бы на твоем месте без колебаний. — Я не Эристет, — настойчиво сказала Саум. — Нет, ты не он, — лицо йота смягчилось. — На что это похоже? — Что? — Иметь родственников. Родных братьев и сестер. У меня нет ни представления об этом, ни опыта. Я росла в закрытых условиях, в исследовательском центре. Твоя ситуация интригует меня. На что это похоже? — повторила она. Саум невольно почувствовал укол сострадания кулексус. — Тяжело, — ответила она в конце концов. — Йота, послушай меня. Прошу, не говори ничего про часовню остальным. Если я откажусь, ты попытаешься меня убить? Ты меня к этому принудишь? Кулексус покачала головой. — Нет. Пять. Где? Где лицензия? Вопрос с ревом носился в голове гарпуна, и от него не отделаться так просто. Ему не получить передышки, не найти ни секунды покоя, пока документ не будет найден. В тщательно продуманном, хитроумном плане его хозяина все зависело от получения этой уникальной вещи. Без нее убийство императора человечества становилось невозможным. Гарпун был бесполезен, оружие разряжено, клинок меча затуплен. А его жизнь не имела смысла без этого убийства. Каждая смерть, которую он принес, все они до единой, от удушения родных родителей до испепеления несущего слова, собирающегося перерезать ему глотку. Глупцов, Истовера Круз, ведьмы Псайкера, дознавателей мужчины, чье лицо он сейчас носил, были лишь ступеньками на дороге к его наивысшей цели. А сейчас Мерексун Еврот отказал ему в этом. Злость, до кровавой пелены перед глазами, которую Гарпун чувствовал по отношению к пустотному барону, была столь всепоглощающей, что убийца боялся, что нарушит свое прикрытие и впадет в безумную ярость берсерка от одного лишь вида этого человека. Гарпун впитал в себя все воспоминания Хисоса, кроме самых пустяковых. Оперативник никогда не знал, что торговая лицензия, выставленная в сокровищнице, была подделкой. Что касалось вопросов обеспечения безопасности, то во всем консорциуме Еврот было меньше дюжины мужчин и женщин, которые имели более высокий ранг, чем оперативник. Может, кто-нибудь из них знает истинное местонахождение фолианта, размышлял Гарпун, но как в этом удостовериться? Он может вымастить себе дорогу их трупами, но у него никогда не будет уверенности в том, что они обладают этим драгоценным знанием, пока он не вытянет его из их умирающих умов. Но он не мог пойти на риск, сопряженный с таким безрассудным поведением. Это знает сам Еврот. Но убить пустотного барона здесь и сейчас, избавиться от тела, пройти через еще одно воплощение так скоро после того, как он вырвал личность Хисоса из его трупа, это была опасная линия поведения, чересчур рискованная, чтобы привести к успеху. Нет. Ему нужно найти другой способ. И быстро. — Хисос! Голос аристократа был визгливым и пронзительным. — Ты что здесь делаешь? Гарпун поднял глаза на Еврота, пересекающего вестибюль личных апартаментов вольного торговца, где он стоял в ожидании. — Милорд! — начал он, обуздывая свои взбудораженные мысли. — Прошу простить мое вторжение, но я должен с вами поговорить. Еврот бросил взгляд через плечо, завязывая бархатный пояс, надетого на нем халата. За полуприкрытой дверью можно было разглядеть спальню, где на сбитых простынях дремала обнаженная женщина. — Я занят! — скривившись, сказал барон. Он выглядел рассеянным. — Приходи в зал аудиенции, после того, как мы войдем в варп, и... — Нет, сэр! — Гарпун добавил в голос Хисоса немного стали. — Это дело нельзя отложить до отлета в стреловидную туманность. Если я прав, то нам, возможно, придется вернуться на Исту Веракрус. Это привлекло внимание Еврота. Глаза барона сощурились, но недостаточно, чтобы спрятать мелькнувший в них страх. Зачем бы это? Я восстанавливал в памяти свои шаги, перебирал свои заметки и собственные воспоминания, оставшиеся от истанских убийств. Он зафиксировал на бароне твердый взгляд и начал скармливать ему те выдумки, которые сочинил за последние пару часов. Выдумки, которые, как он надеялся, заставят аристократа выдать ту информацию, в которую он так отчаянно нуждался. — Эти два человека, Йозеф Сабрат и Дейк Сиган, те, кто совершил эти ужасные деяния, они сказали кое-что, что мне, что, как мне показалось, было не к месту, уже в самом конце, когда я думал, что они меня убьют. — Продолжай. Барон подошел к сервитору и заставил того налить ему стакан воды. — Сэр, они говорили о лицензии. На этом слове барон несколько напрягся. Гарпун улыбнулся про себя и продолжил. В тот момент я подумал, что они имели в виду юридические вещи, но сейчас мне в голову пришла мысль, что они могли говорить о чем-то другом. Он кивнул в направлении картины на стене, работы в импрессионистской манере, которая изображала нынешнего пустотного барона, читающим торговую лицензию, как будто это был какой-нибудь ученый-фолиант, полный эзотерических знаний. — С чего бы им интересоваться лицензией? — требовательно спросил Еврот. — Я не знаю. Но они не были обычными убийцами, сэр. Мы все еще не уверены, при помощи каких именно средств они уничтожили бедную Перик, и все эти вещи, которые они совершили на тех местах, где убили во имя своего культа Теог, они не были частью Теога, — совершенно неожиданно ряпкнул барон. Он затряс головой и отошел на несколько шагов в сторону. — Я всегда знал, — сказал аристократ после паузы. — Я всегда знал, что Эрнос Сик невиновен. Вот почему я послал тебя, Хисос. Потому что я верил, что ты докопаешься до правды. Гарпун поклонился, придавая своему ворованному лицу опечеленное выражение. — Я надеюсь, что не разочаровал вас. И вы были правы, милорд. Сига подставили. — Эти скотские убийцы не были частью Теога, — повторил Еврот, разворачиваясь и снова направляясь к нему. Его лицо было бледнее, чем раньше, а взгляд смотрел внутрь. — Главный префект Ката-Телемах, по всей видимости, думает по-другому, — продолжал гнуть свой гарпун. — Если позволите, могу ли я спросить, почему вы с ней не согласны? — Убийца увидел нечто, быстро промелькнувшее на лице второго мужчины. Тень скрываемой правды. От поглощенной личности Хисоса, от инстинктивной способности оперативника постигать слабую людскую натуру, от его способности ощущать фальшь в словах лжеца, забрежило понимание. Гарпун позволил ему расти. Еврот был готов заняться самобичеванием, стоило только его на это поощрить. Пустотный барон знал о сложившейся ситуации больше, чем когда-либо открывал, и это выплывало на свет лишь сейчас. — Я? Я расскажу тебе, во что я... — Верю, — заговорил аристократ, направляясь к двери, чтобы закрыть ее. Эти сумасшедшие наисти Вера Круз были не просто серийными убийцами, пытавшими и проливавшими кровь, чтобы утолить собственное безумие. Теперь я уверен, что они были агентами воителя Хоруса Луперкаля, чтоб ему пусто было. Они были частью заговора, тень которого накрыла Тайбианский сектор, а, возможно, даже и всю галактику. Он содрогнулся. До всех нас доходили слухи о... вещах, которые происходят в павших мирах. Его голос стал более настойчивым. — Дискредитация Тиога и очернение имени нашего клана — всего лишь одна из составляющих этого заговора зла. Гарпун ничего не сказал, оставив при себе свои мысли по поводу слов торговца. Теперь стало ясно, почему Еврот так поспешно назвал дело завершенным и улетел с Истовера Круз, как только позволили приличия. То, что Эрнос Сик был вовлечен в убийство, уже было плохо, само по себе. Но Еврот, должно быть, был уверен, что рано или поздно имя его клана будет связано с этими событиями другим, более компрометирующим образом. Он боялся. Повинуясь стремительному и внезапному импульсу, Гарпун сорвался с того места, где стоял по стойке смирно и вцепился в одежды пустотного барона, лишив того равновесия. — Что во имя Терры ты, по-твоему, делаешь? — выкрикнул Еврот, возмущенный внезапным нападением. Но гневная тирада умерла на его губах в следующее же мгновение, когда Гарпун задрал объемистый рукав его халата, открывая туго обвивавшую запястье золотую цепочку с висящим на ней символом аквилы. На этот раз он не смог сдержаться, и на губы Хисоса прокралась легкая улыбка. — Вы один из них! — Еврот стряхнул его руки и отпрянул. В его глазах появилось виноватое выражение. — О чем ты говоришь? Пойди прочь! Ты свободен! — Не думаю, сэр! — холодно посмотрел на него Гарпун. — Я полагаю, что пришло время для объяснений. В первое мгновение торговец сбалансировал на грани того, чтобы накричать на него и вызвать снаружи из коридора свою личную охрану. Но безошибочный нюх Хисоса сказал Гарпуну, что Еврот этого не сделает. Чутье покойника не подвело. Плечи аристократа опустились, и он упал на декоративный стул, уставившись куда-то в пространство. Гарпун ждал признания, которое, как он знал, последует дальше. Людям, подобным пустотному барону, недоставало силы воли и стойкости, чтобы по-настоящему жить во лжи. Все кончалось тем, что они хватались за возможность выговориться. Я не... Еврот помедлил, стараясь подобрать правильные слова. Люди, которые называют себя Теогом, пришли потом, понимаешь? Первыми были мы. Мы несли послания Стерры в безопасности наших кораблей по всему сектору. Со дня получения дара каждый сын и каждая дочь семейства Еврот участвовали в божественном откровении. Мы несли с собой божественность императора. Он выговаривал слова с механической размеренностью, не вкладывая в них никакой энергии или вдохновения. Гарпун припомнил, что сказал Дейк Сиган прямо перед тем, как он его выпотрошил. Император защищает. Еврот угрюмо кивнул. Но было совершенно очевидно, что свет истинной веры, та слепая убежденность, что Сиган, выказал в момент смерти, ни в коей мере не отражалась в пустотном бароне. Если аристократ и был сторонником культа бога императора, то только на словах. Потому что от него так ожидалось. Губы Гарпуна скривились. Его отвращение к этому человеку росло с каждым мгновением. У него даже не было мужества действовать согласно собственным убеждениям. «Это наш тайный долг», — продолжил Еврот. «Мы распространяем слово о его божественности тихо и незаметно. Уже столетия, как наш клан тесно связан с группами, подобным Теогу, в десятках миров». Он отвел глаза. «Но я никогда по-настоящему. Это я не...» Гарпун наблюдал и выжидал, не говоря ничего. Как он и надеялся, Еврот был вынужден заполнить молчание. «Хорус разрушает все. Те ниточки власти и влияния, что мы имеем, обрываются одна за другой. И теперь он покушается не только на наше имущество, но и на сеть, которую мои предшественники создали, чтобы нести слово божественного откровения. Сеть тайного влияния, которую Евроты использовали для контроля Таибианского сектора на протяжении сотен лет». Гарпун покачал головой Хисоса. Сама мнение этого человека было непомерным. Он действительно верил, что столь великое существо, как воитель, опустится до таких детских игр, как разрушение амбиций одного мелкого корыстного вольного торговца. В действительности, медленное истощение богатств клана Еврот было просто побочным эффектом продвижения Хоруса по сегментам Ультима. И тем не менее, Гарпуну будет на руку, если этот человек будет думать, что оказался центром некоего межзвездного заговора, тогда как на самом деле он и его гибнущий клан были не более чем средством для застижения цели. «С тех пор, как Великий Крестовый Поход завершился, становится все тяжелее и тяжелее удерживать вещи под контролем», — вздохнул Еврот. «Наше богатство иссякает, друг мой. Я пытался это скрыть, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Я думал, что когда мы вернемся на Теру, я, возможно, смогу просить сегелита дать мне аудиенцию. И тогда...» «Не торговая лицензия!» — Гарпуна начал утомлять пустотный барон. И он направил его вопросом. Еврот отреагировал так, как будто ему влепили пощечину. «Она... в сокровищнице, конечно. Ложь была, мягко говоря, жалкой. Я ваш старый оперативный уполномоченный, сэр», — парировал Гарпун. «Не отказывайте мне в некотором интеллекте. Где настоящая лицензия?» «Откуда ты знаешь?» — барон взлетел на ноги, сбив стакан с водой на пол, и тот разбился. Сервисный автомат скользнул по ковру, чтобы убрать осколки, но Еврот не обратил на него никакого внимания. «Всего три человека!» — он помолчал, восстанавливая самообладание. «Когда ты обнаружил?» Гарпун, изучающий, посмотрел на него. «Это не имеет никакого значения. После неудачного проникновения в сокровищницу, убийца позаботился о том, чтобы от его визита не осталось ни следа. «Важно то, что вы скажете мне, где сейчас находится настоящая лицензия. Если вы правы насчет этих агентов на службе воителя, то мы должны удостовериться, что она в безопасности». «Они искали ее!» — прошептал Еврот, шокированный этой мыслью. «Когда барон поднял на него глаза, в которых застыл ужас, Гарпун понял, что этот человек у него в руках. Согласно присяге, мой долг — служить клану Еврот и его начинанием. Это включает вашу сеть. Но я не преуспею, если лицензия будет утрачена. Это никогда не должно произойти». Пустотный барон с усилием сглотнул. «Она не с флотилией. Ты должен понять, что у меня практически не было выбора. Определенные задолженности, которые невозможно было оплатить. Услуги, которые требовались, чтобы поддержать клан на плаву. Где?» Гарпун щелкнул хриплым голосом Хисоса, как хлыстом. Еврот смущенно отвел глаза. «Торговой лицензией касалась рука императора человечества, и поэтому в глазах тех, кто принял слово божественного откровения, она является святыней. В обмен на аннуляцию ряда очень крупных долгов я согласился передать группе аристократов, вовлеченных в ТИОК, право обладания лицензией на продолжительный период паломничества». «Что за аристократы?» — потребовал Гарпун. «Где?» «Они не ответили на мои попытки с ними связаться. Я боюсь, что они мертвы или скрываются. Когда войска Хоруса их найдут, они будут истреблены, а лицензия будет уничтожена». Его губы тряслись. Если это уже не произошло. Еврот поднял глаза. «Лицензия на планете Даганет». «Ну, наконец-то!» «Ответ!» Долгие секунды Гарпун подумывал о том, чтобы вырваться из мешающего ему тела Хисоса и вернуться обратно к своему облику убийцы. Просто чтобы показать Евроту, что за идиотом тот был за мгновение до того, как разорвет его в клочья. Но вместо этого он дал своему бешенству утихнуть и угрюмо кивнул. «Тогда мне будет нужен корабль, самый быстрый клипер из всего, что есть в наличии. Ты не можешь лететь на Даганет», — настойчиво сказал Еврот. «Его правительство уже выступило в поддержку воителя. Говорят, что в этот самый момент сыны Хоруса на пути к планете. Это суицид. Я этого не допущу». Гарпун скривил свою плоть ширму в грустную улыбку и отвесил неглубокий поклон. «Я клянусь вам, милорд, что верну лицензию. С этого момента моя жизнь не имеет другой цели». В конце концов, аристократ кивнул. «Ну хорошо. И да защитит тебя император. Нам остается лишь надеяться», — ответил Гарпун. Глава тринадцатая. Вера или долг. Слияние. Лицензия. Один. От Виндикара пришел вызов, так что Йота присоединилась к Келлу и остальному отряду ликвидации в одном из нескольких складских помещений, располагавшихся на нижних ярусах системы пещер, в стороне от более густонаселенных секций убежища. Комната пропахла прометием, ее углы до самого потолка были заставлены баками с жидким топливом, а система вентиляции работала с перебоями. Келл позаботился о том, что во время сбора совпадало с регулярным пролетом патрульных кораблей кланов. Каждый раз, когда это случалось, повстанцы затихали, прятались и ждали, пока летательные аппараты не сделают петлю над разрубом, прежде чем отправиться назад в город. Это означало, что Капра, Бей, Гролл и прочие были заняты целиком и полностью, что позволяло ассасинам собраться незаметно, по крайней мере, на короткое время. Виндикат обвел взглядом комнату, глядя на всех из них по очереди. Йота подметила, что он посмотрел на Саун в самую последнюю очередь и, казалось, задержал на ней глаза. Она задумалась, поняла ли его сестра скрытый смысл этой доли мгновения. Йота рассматривала свое постижение механизмов социального взаимодействия между людьми, как продолжающийся эксперимент. Но ее ограниченные знания тоже давали ей ясность восприятия, которой не хватало остальным. Несмотря на всю сдержанность в отношениях между братом и сестрой, Кулексус казалось очевидным, что Келл был привязан к Саун сильнее, чем та знала или хотела знать. «Мы приступаем к завершающей фазе», — сообщил Келл без вступлений. Столичные связные Бей сообщили о явлениях, наблюдаемых на внешних границах системы Даганет. Возмущение в Варпе, прелюдия к открытию портала. «Сколько еще ждать, пока мы не будем знать наверняка», — спросила Коин. Калидус выглядела как детская кукла размером с человека, со схематическими незавершенными чертами и бледной кожей. «Мы не можем сидеть и ждать подтверждения», — сказал Терриэль, не поднимая глаз от клавиатуры своей перчатки-кагитатора. «К тому времени, как боевые корабли появятся на орбите, будет уже слишком поздно». Гарантин издал раскатистый гортанный звук, который, по всей видимости, означал подтверждение. «Мы приступаем немедленно», — сказал Келл. «Пика замаскирована, так?» Он посмотрел на Терриэля, и тот кивнул. «Да», — сказал инфоцит. «Гролл предоставил транспорт для перевозки из космопорта. Я лично наблюдал за сборкой ее узлов. Она готова. Но нет никакого способа ее проверить, верно?» Коин подалось вперед. «Если она не работает...» «Она сработает», — напористо сказал Келл. «Все, что мы совершили, вело нас к этому моменту, и сейчас мы не собираемся гадать на кофейной гуще». «Я просто высказываю свое мнение», — ответила тень. «Поскольку я буду ближе всех к объекту, то полагаю, что будет справедливым отметить мою наибольшую заинтересованность в беспроблемной ликвидации». «Не трясись», — сказал Эверсор. «Тебя не слишком заляпает». «Варианты путей отхода подготовлены». Келл проигнорировал комментарий и кивнул в направлении Йоты и Саун. Но пока сосредоточимся на исходной программе. Он сделал паузу и посмотрел на Ториэля. Агент Ванус сверился с окном-таймером, висевшим среди его голопанели, и затем поднял глаза. «Патрули кланов вот-вот должны взять курс на столицу, и мы последуем за ними». Келл потянулся к своей шпионской маске, которая висела у него на разгрузочном поясе. «Каждому из вас нужно совершить собственные приготовления. Я предлагаю вам закончить их как можно быстрее и затем выдвигаться. Мы возвращаемся в столицу порознь, разными дорогами. Место встречи — космопорт. Я буду ждать вас на борту Ультио после заката». Саун была единственной из их группы, кто не двинулся с места после того, как Келл их распустил. Она смотрела на Виндикара, поджав губы. «Капра в курсе? Не будь идиоткой!» — фыркнул Эверсор, прежде чем снайпер вообще успел заговорить. «Мы, может, и убили одного предателя в этой хилой шайке, играющей в повстанцев. Но наверняка есть и другие, которые так и ждут какого-нибудь лакомого кусочка, о котором смогут донести, прежде чем сдадут это место». Гарантин растопырил свои когтистые пальцы. «Эти люди — любители. Им нельзя доверять». Саун все еще смотрела на Келла. «И что прикажешь им делать после того, как это случится?» Йота увидела, как к щекам Виндикара прилила кровь. Но он сдержал свое раздражение. «Капра находчивый. Он сообразит, что нужно делать. Если у него есть хоть капля здравого смысла», — пробормотала Коэн. «Он рванет когти». Саун отвернулась и первой покинула помещение. Два. Дженникер добралась до комнаты, которую отвела ей Бей, и вошла внутрь. Здесь находилось то малое количество снаряжения, что у нее было, искусно замаскированное под плоский чемоданчик путешествующей дамы. Он лежал на постельных принадлежностях, из скатки запасного комплекта имперской армии. Рядом с торбой с сухими пайками и казался поразительно неуместным в таком унылом пристанище. Она помедлила, разглядывая его. Внутри чемоданчика, скрытые внутри хитроумных отсеков и тайных секций, находились пузырьки с порошком, плоские флаконы с бесцветными жидкостями, тонкие ленты металлизированных химических соединений, инжекторы, капсулы и кожные пластыри. Способы средства, чтобы уничтожить целый город, полный человеческой жизни, если на то возникнет нужда. Какое-то время она размышляла о том, как просто было бы ввести в систему водоснабжения убежища повстанцев коктейль замедленного действия на основе метазорина. Подобрав состав смеси, она смогла бы устроить все безболезненным для них образом. Они просто заснут и никогда не проснутся. Они будут избавлены от уготованных им всем жестоких смертей, платы, которую из них возьмут, независимо от того, добьется ли отряд ликвидации успеха или потерпит поражение. Она подумала о леди Сайнап, о доверчивой Бей и о вечно подозрительном Гроле. Некоторые могли бы назвать это милосердием. Воитель не был великодушным завоевателем. Саун яростно затрясла головой, чтобы отогнать эту мысль. Она ненавидела себя в этот момент. — Я не эрестет! — прошептала она в воздух. Сильный стук в ржавую металлическую дверь заставил ее вздрогнуть. — Привет! — сказал голос. Она узнала его. Он принадлежал одному из мужчин, виденных ей в импровизированной часовне. — Вы там? Она откатила дверь в сторону, открывая ее. — Что такое? На лице мужчины плескалось беспокойство. — Они идут! — просипел он. Ей не надо было спрашивать, кто такие они. Если столичные связные бейб переговаривали с капрой, то было логично предположить, что и остальные повстанцы в лагере тоже знали, что маячила на горизонте. — Я знаю. Он втиснул что-то в ее ладонь. Это дала мне сайноп для вас. Вещица была потертым вокс-медальоном, разновидностью портативных записывающих приспособлений, которые возлюбленные или члены семьи давали друг другу как сувенир-памятку. Устройство содержало крошечную, короткоиграющую катушку памяти и формирователь голографических изображений. Я буду снаружи. Он задвинул дверь, и Саум снова осталась в комнате одна. Она повертела медальон в руках и обнаружила кнопку активации. Она утопила ее, затаив дыхание. Из небытия возникло мерцающее, зернистое, голое изображение лица леди Сайноп, размером не больше, чем ладонь Дженникер. Милое дитя, — начала она, — в ее словах звучала настойчивость, которой Саум до этого не слышала. Прости за то, что не прошу тебя об этом лично, но обстоятельства вынудили меня покинуть пещеры. Человек, который передаст тебе это, — доверенный друг, и он отведет тебя ко мне. Аристократка помедлила, и за время, которое понадобилось, чтобы сделать одно дыхание, она, казалось, постарела на десятилетия. Нам нужна твоя помощь. Сначала я полагала, что могу ошибаться, но с каждым проходящим днем мне становится все яснее и яснее, что ты находишься здесь не без причины. Тебя послал он, Дженникер. Ты сама сказала, что ты всего лишь посыльный, и сейчас я понимаю, какую посылку ты должна отнести. Сайна бросила взгляд через плечо, отвлеченная чем-то за пределами охвата крошечной сенсорной комнаты медальона, и изображение закачалось. Она посмотрела обратно, и ее глаза были пронзительными. Я не была откровенна с тобой. То место, что ты видела, — часовня. Существует нечто большее, чем просто она. У нас есть... Я полагаю, ты можешь назвать это святилищем. Оно за пределами убежища, в пустырях, вдали от любопытных глаз. К тому времени, как ты получишь это сообщение, я уже буду в нем. Дитя, я хочу, чтобы ты пришла сюда. Ты нужна нам. Ты нужна ему. Что бы за миссия ни привела тебя на Даганет, то, о чем я тебя сейчас прошу, превыше этого. Она почувствовала, как взгляд женщины впивается в нее. Не отрекайся от нас, Дженникер. Я знаю, что ты веруешь всем своим сердцем, и хотя мне больно это делать, я должна попросить тебя выбрать веру, а не долг. Сайнап отвела глаза. Если ты откажешься, кровавый дождь прольется по всей дороге до священной терры. Голограмма поблекла, и Салма обнаружила, что ее руки дрожат. Она не могла отвести взгляд от медальона, сжимая его в пальцах, как будто он мог чудесным образом унести ее из этого места. Слова леди Сайнап, ее простые слова, вонзились ей в самое сердце. Чувства сплелись в груди тугим клубком. Она была принесшим присягу агентом официо ассасинорум, затворницей клана Вененум, Дана Эпсилон, и у нее были приказы, но она также была и Дженникер Саалм, Дженникер Келл, дочерью империума людей и верной слугой священного бога императора человечества. Какой путь избрать, чтобы послужить ему наилучшим образом? Какой путь избрать, чтобы послужить наилучшим образом его подданным? Как Дженникер не старалась, она не могла встряхнуть себя воздействием слов Сайнап. Спокойная властность аристократки просочилась в комнату и окутала Саан. Она знала то, что ее просили сделать было правильным, в гораздо большей степени, чем эта насквозь пропитанная кровью миссия по ликвидации, которая приведет лишь к смертоубийству в значительно больших масштабах. Даганецкая церковь Божественного Откровения нуждалась в ней. После того, как она потеряла мать и отца, а затем и Аристеда, ей требовалась помощь, и именно слово бога императора придало ей сил. Теперь пришло время отдать этот долг. В конечном счете, она осознавала, что у нее не было сомнений в том, что делать дальше. 3. Дверь со стуком распахнулась. Боевик-повстанец вскочил на ноги, обернувшись, увидел стоящую на пороге бледную женщину-ассасина. Через ее плечо был перекинут ремень деревянного чемоданчика, украшенного замысловатой гравировкой, и она как раз прикрепляла к своему поясу зачехленный бак-пистолет. Она посмотрела из-под капюшона, уже накинутого на ее голову. 3. Сайнап сказала, что ты отведешь меня к ней. Он охотно кивнул. «Да, конечно, сюда, следуйте за мной». Повстанец сделал пару шагов и, нахмурившись, остановился. «А остальные ваши товарищи?» «Им не нужно об этом знать», — сказала Саум, и жестом показала, чтобы он шел дальше. Оба исчезли за изгибом коридора, направляясь к поверхности. Йота смотрела им вслед из теней. 4. Гарпун терпеть не мог варп. Когда он путешествовал душераздирающими коридорами имматериума, то изо всех сил старался устроить так, чтобы делать это в стазисе, погрузив свое тело в медикаментозную спячку. Если же подобное не удавалось, если ему приходилось бодрствовать из-за того, что он притворялся другой личностью, то он подготавливал себя долгими часами ментальных обрядов. Оба способа предназначались для умиротворения демонической шкуры. В сферах нормального пространства, на поверхности планет или в других местах, слой живой ткани толщиной с молекулу, слитой с данной ему от рождения плотью, находился у него под контролем. О, бывали времена, когда она становилась беспокойной, пытаясь распротивиться ему по мелочам, но в конечном счете хозяином оставался гарпун. И пока ее кормили, пока он насыщал ее убийствами и кровью, она ему подчинялась. Но все менялось в глубинах варп пространства. Демоническая шкура, отделенная от неистовства и безумия эфира, лишь метрами стали до прозрачной энергетической сетью поля Геллера, становилась беспокойной. Возможно, размышлял гарпун, это происходило потому, что она чувствовала там, снаружи, близость своих собратьев в виде хищной, почти разумной жизни, которая незримо кишила в керлеваторе проходящих судов. Еврот разрешил ему воспользоваться кораблем под названием «Елене», быстрым клипером из курьерского флота консорциума, который предназначался для совершения скоростных рейсов от системы к системе, с целью перевозки легких ценных грузов. Экипаж «Елене» числился среди лучших офицеров и рядовых, каких только мог предложить клан. Но гарпун едва ли их заметил. Он отдал капитану два приказа. Первый состоял в том, чтобы с максимальной скоростью покрыть пространство до Даганета, второй не беспокоить его во время путешествия, если только корабль вокруг них не начнет разваливаться на части. Команда прекрасно знала, кем был Хисос. В некоторых слоях иерархии клана он считался цепным псом Еврота. И сейчас эта репутация сослужила гарпуну прекрасную службу. Он окидывал всех встречных хмурым взглядом через чужое лицо, а затем заперся в предоставленной ему роскошной каюте. Помещение было отделано богатым красным бархатом, заставившим убийцу ощутить себя так, как будто он тонул в крови. Это успокоило его, но лишь на время. Как только Елене погрузилась в варп, демоническая шкура очнулась и застонала в его разуме, как раненое, скулящее животное. Она хотела свободы, и в течение долгих минут того же желала гарпун. Он отбросил от себя эту мысль, как будто запахнул занавес, но он за что-то зацепился. Гарпун ощутил рывок в глубине своего разума. Что-то цеплялось за остатки предательского чувства. Сабрат! Нет! 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 Разъяренный гарпун бросился к книжному шкафу одной из стен и врезался в него головой, до крови разбив свое пластичное лицо. Удар и боль заставили остатки мертвого префекта снова затихнуть. Но демоническая шкура все еще тряслась и корчилась, распирая его мундир и выпуская усики из каждого квадратного сантиметра обнаженной кожи. Она ему не подчинится. Момент отвлечения, мгновение, когда разум покойника вышел на передний план, позволила демонической шкуре отвоевать крошечный плацдарм самоконтроля. Так не пойдет! Громко прошипел он и одним махом преодолел расстояние до набитого под завязку шкафчика с алкоголем. Гарпун нашел бутылку редкого, умбранского бренди и снес ей горлышко. Он палил обнаженную кожу рук ароматной торфянистой жидкостью, и усики задергались. После этого он распахнул крышку шкатулки для хранения сигар, которая стояла на соседнем столике, и достал из нее прикуриватель. Тот зажегся от прикосновения его большого пальца, и он воткнул его в кожу. Его руки окутал покров синеватого пламени, и он сжал кулаки, позволяя боли проникнуть вглубь него. 5. Пламя и боль. Вне корабля нет ничего, кроме пламени. Внутри есть только боль. Он стоит прикованный к палубе железной цепью. Ее толщина больше, чем у мужского предплечья. Тяжелые двойные звенья тянутся к кольцу оков на его правой ноге. Оно так туго охватывает конечность, что ему пришлось бы оторвать ее в колени, чтобы добыть себе свободу. Его внимание, однако, сосредоточено не на этом. Одна стена комнаты, в которую он был помещен воинами своего хозяина, отсутствует. На ее месте одно только пламя. Горящее безумие. Он сознает, что отгорожен от этого ада тонкой мембраной энергии. Он не имеет понятия, как такое возможно. Подобное наука-колдовство за пределами его разумения. Он знает только то, что смотрит в варп. А варп, в свою очередь, смотрит на него в ответ. Он стонет и натягивает цепь. Руны и символы, начертанные на всей поверхности его обнаженного тела, зудят и воспаляются. Холодно-горячие, причиняющие муки. Варп тянет за эти чудовищные, непостижимые слова, запечатленные на нем. Он снова стонет. И на этот раз хозяин отвечает. «Бойся», — говорит ему Эрип. «Страх облегчит слияние. Он даст тому что-то, во что можно вонзить свои зубы. Он не может сказать, откуда исходит голос. Кажется, что Эрип появляется в его мыслях по собственному желанию. Как уже случалось много-много раз, начиная с того самого момента, как открылась клетка. Иногда хозяин заходит и что-нибудь оставляет. Знания, способности, вожделения. А иногда забирает кое-что взамен. Воспоминания, возможно. Не просто сказать наверняка. У него есть вопросы. Но они умирают на губах, когда он видит тварь, выходящую из глубин варпа. Мерцающая и отвратительная, она движется, как ртуть. Она видит его. Эрип предвосхищает его слова. Низший тип созданий варпа, объясняет хозяин. Хищник. Опасен, но не дотягивает до разумного. Коварен до известной степени. Он идет. Прозрачная энергетическая вуаль трепещет. Вскоре она сморщится и откроется. Лишь на кратчайшую долю секунды. Достаточную, чтобы впустить его внутрь. Его можно приручить, говорит несущий слово. Если хватит силы воли, чтобы им управлять. У тебя есть воля, гарпун? Да, хозяин. Он не заканчивает фразу. Хищник-демон находит брешь и струится сквозь нее в открытый отсек космического корабля. Он обволакивает гарпуна, покрикивая вереща от радости, что нашел питательную легкую добычу. Это тот момент, когда Эрип позволяет себе издать глумливый звук. Это тот момент, когда демон осознает, в той мере, в которую он на это способен, что везде, где он коснулся кожи гарпуна, по площади каждой руны и каждого символа, он не может освободиться. И он не может пожирать. Гарпун падает на палубу, корчась в мучениях, пока хищник пытается вырваться на свободу. Не преуспевает, борется и, наконец, сливается. Люк отгораживает отсек от красного ада снаружи, и гарпун слышит затихающий голос хозяина. Его укращение займет дни, полные мучений, и неудача будет означать, что вы оба умрете. Волжбу, запечатленную в тебе, нельзя разрушить. Вы теперь слиты, он твоя кожа. Ты подчинишь себе его, как я подчинил тебя. Слова отдаются эхом и затихают, а потом остаются лишь крики. Его и демона. И пламя, и боль. Шесть. Упала завеса ночи, и вместе с ней пришел мелкий холодный дождик. Капли шелестели по разбитым, поврежденным боями взлетным полосам и посадочным площадкам, создавая постоянный звуковой фон по всему космопорту. Вода струилась с загнутых концевых крылышек носовой секции Улькио, падая сквозь разбитую крышу ангара и разбиваясь брызгами, а клочок сухого ферракрита под брюхом низко припавшего к земле судна. Оно напоминало хищную птицу, готовую броситься в небо. Но пока что системы корабля трудились в скрытном режиме, ничем не выдавая свое рабочее состояние изредка проходившим мимо патрулям. Космопорт был практически заброшен с самого начала восстания. Он все еще числился далеко внизу длинного списка важных ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры, которые составила назначенное кланами правительство. Положение отдел поддерживали повстанцы, наносившие удары по электростанциям и вышкам связи, хотя Капра заботился о том, чтобы линии поставки продовольствия продолжали действовать, так что местному населению не грозил голод. Он завоевал этим сердца и умы, хотя это и не должно было принести ему в конечном счете никакой пользы. Келл стоял у подножия посадочного трапа Ультио и вглядывался в дождь через глазную прорезь своей шпионской маски, позволяя встроенным сенсорам делать свою работу и в очередной раз размышляя о повстанцах. Как они отреагируют, когда обнаружат, что команда Келла исчезла? Подумают ли они, что их предали? Возможно, да. В конце концов, в каком-то смысле их действительно предали. И когда миссия достигнет своей заключительной точки, Капра прекрасно поймет, кто за всем этим стоял. Есть что-нибудь? Сверху вниз просочился голос Торели. Мозг-пилот докладывает, что пассивные датчики только что зарегистрировали короткий всплеск, но с тех пор больше ничего не было. Келл не поднял глаз, чтобы на него посмотреть. Статус? Торель издал вздох. Гарантин так наточил свои ножи, что может рассекать на двое капли дождя. Я отслеживаю публичную и военную ВОКС-сети, а также подготовил и загрузил туда все свои информационные вирусы-фаги и перерыватели связи. Коэн находится в процессе имитации внешности захваченного нами войскового командира. Я так понимаю, что Кулексус и Вененум пока еще не появились? — Твоя проницательность тебя, как обычно, не подвела. — Сколько еще мы можем позволять себе ждать? — ответил Торель. — Так получается, что нам уже почти пора выдвигаться. — Они придут сюда, — сказал Келл. Одновременно с этим в потоках ливня за открытой дверью что-то блеснуло. Я тут сообщила Йота, возникая из серого дождя. Ее голос из-под маски черепа имел необычный гулкий тембр. Шагнув под крышу, она сняла свой боевой шлем и потрясла головой, освобождая тонкие хвостики заплетенных в косички волос. Меня задержали. — Кто? — требовательно спросил Торель. — Снаружи никого нет. — Сейчас снаружи никого нет. Мягко поправила его Йота. — Где Вененум? — спросил Келл, играя желвоками. Йота бросила на него взгляд. — Твоя сестра не придет. В глазах Келла вспыхнули шок и раздражения. — Как? — Торель поднял руки в защитном жесте. — Не смотри на меня, я ничего не говорил. Лицо Вендикара исказилось. — Не берите в голову, это не важно. Объяснитесь, что ты имел в виду под тем, что она не придет. Дженникер приступила к миссии, которая имеет для нее более личное значение, чем эта, сообщила ему Кулексус. — Я дал ей приказ, — рявкнул Келл, моментально вскипая от гнева. — Да, дал. И она ему не подчинилась. Келл сгреб девушку-ассасина за ворот и злобно уставился на нее. Он чувствовал, как черная тень ауры париев, от которой душа уходила в пятки, вздымается исходящей от нее волной, но был слишком разъярен, чтобы об этом беспокоиться. — Ты видела, как она уходила, да? Ты видела, как она уходила и не сделала ничего, чтобы ее остановить? На лице Йоты мелькнул проблеск эмоции, но было сложно понять, какой именно. Ее темные глаза превратились в сплошные шары пустоты. Ты не будешь ко мне прикасаться. Кожу Келла как будто заколола иголками, и его руки стали ледяными, словно он окунул их в замерзающую воду. Он рефлекторно отпустил кулексус, и его пальцы скорчило от боли. — О чем ты думала, девочка? — требовательно спросил он. — Она тебе не принадлежит, — сказал Йота негромким голосом. — Ты отказался от своей роли в ее жизни. Замечание прозвучало, как гром среди ясного неба, и Келл был по-настоящему им поражен. — Я... это я про миссию, — продолжил он, стремительно приходя в себя. — Не про нее. — Рассказывай себе это, и притворяйся, что веришь. Йота выпрямила спину и обошла вокруг него. Он обернулся. К тарелью, стоящему на вершине трапа, присоединился Гарантин. Эверсор покачивался взад и вперед. Его увесистые кулаки сжимались и разжимались от едва сдерживаемой энергии. Возле него, поигрывая ядовитым кинжалом, стоял мужчина средних лет в непромокаемом плаще, который производили для СПО. Выражение лица, позаимствовано Койном, было неправильным, неподходящим, но Келл не мог четко сформулировать, в чем именно. — Сколько еще, — прорычал Эверсор. — Я хочу убивать Астартес. Я хочу понять, каково это на вкус. Его беспокойные пальцы игрались с ремнями его маски черепа, а зрачки, налитых кровью глаз, были черными булавочными головками. Келл принял решение и шагнул вслед за Кулексус. — Йота, ты знаешь, куда она направилась? — У меня есть догадка, — раздался ответ. — Найди Саум, верни ее. — Сейчас, — произнес Тареэль, его лицо вытянулось. — Сейчас, именно в этот момент. — Выполняй, — напористо сказал Келл. — Если ее разоблачат, то вся наша миссия будет засвечена. — Не по этой причине, — произнесла Йота. — Но если ты хочешь, мы можем ей ее назвать. Виндикар указал наружу на ливень, который становился все сильнее. — Просто иди. Он отвел глаза. В его груди что-то шевелилось. Что-то, что, как он думал, уже давно исчезло. Опустошенность. Сожаление. Он задавил эти эмоции прежде, чем они смогли им овладеть, и обратил их в злость. Будь она проклята за то, что эти чувства снова выплыли на поверхность. Она была частью прошлого, который он оставил далеко за своей спиной, и он хотел, чтобы так и оставалось. И все-таки. Йота кивнула ему, и ее шлем поднялся, скрывая ее лицо. Не оглядываясь, она сорвалась на бег, и вскоре ее поглотил ливень. Кипящий Гарантин, топая, сошел вниз по трапу. — Ты что творишь, снайпер? — выплюнул он в лицо Келлу. — Эта бесхребетная отравительница бежит с поля боя, а ты делаешь вещи еще хуже, отсылая за ней ведьму. Ты спятил? — Неужто прославленный Гарантин признает, что ему нужна помощь женщины? — сказал Коэн голосом войскового командира. — Чудеса да и только. Убийца-психопат Эверсор навис над Виндикаром. — Ты не пригоден командовать этим отрядом, и никогда не был. Ты слабак. У тебя отсутствуют лидерские качества, и из-за этого мы все находимся под угрозой. — Ты ничего не понимаешь, — прорычал в ответ Виндикар. В его грудь уперся палец с остальным когтем. — Ты знаешь, что не так с твоим кланом, Келл? — Вы боитесь запачкаться кровью, боитесь ее вони, хотите, чтобы все было сделано опрятно и чисто, с почтительного расстояния. Гарантин дернул большим пальцем в сторону Коэна. — Даже этот бесполый урод лучше, чем ты. — Прелестно, — пробормотал Коэн. Эверсор продолжил, шипя каждое слово и брызгая слюной сквозь оскаленные зубы. — Вальдор, должно быть, пошутил, назначая тебя руководить этой миссией. Ты думаешь, никто не замечает, как ты смотришь на эту стерву в Венену? В мгновение ока в руках Келла очутился пистолет «Экзитус», и его дуло зарылось в беззащитную плоть горла Гарантина, вжимаясь в напряженные мышцы и натянутые вены. — Келл! — предостерегающе выкрикнул Ториэль. — Не надо! Эверсор расхохотался. — Давай, снайпер, сделай это! С близкого расстояния, по личным мотивам, в первый раз за свою жизнь. Его когтистые руки взлетели, и он сжал пистолет в мясистую складку под своей челюстью. — Докажи, что у тебя есть хребет! Сделай это! Какую-то секунду палец Келла туго сжимал спусковую пластину, но застрелить убийцу-психопата Эверсора в упор было равносильно самоубийству. Генетические модификации в глубинах плоти Эверсора включали в себя систему аварийного реагирования, которая при остановке сердца ассасина инициировала процесс взрывного биоразогрева, достаточно сильный, чтобы уничтожить все вокруг него. Вместо этого Келл направил все свои силы в ожесточенный толчок, который отбросил Эверсора прочь. — Если бы ты не был мне нужен, — прорычал он, — я бы пробил дыру в твоем позвоночнике, искалечил бы тебя и бросил истекать кровью. Эверсор хохотнул. — Только что привел мой довод вместо меня. — Это бессмысленно, — рявкнул Коэн, шагая вниз по трапу. — Еще ни одна миссия не шла так, как планировалось. Мы все это знаем. Мы можем выполнить задания без женщин. Главный объект все еще в пределах нашей досягаемости. — Калидус прав, — добавил Ториэль, работая со своим кагитатором. — Я изменяю последовательность действий. Секторы ударов перекрываются. Потеряв двоих, мы все еще можем работать. — Пока еще кто-нибудь не соскочит, — сказал Гарантин. — И пока еще что-нибудь не изменится. — Лицо Келла скривилось в гримасе. — Мы теряем время, — сказал он, разворачиваясь прочь от них. — Заприте Ультио и выдвигайтесь к своим позициям. Семь. 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 закрепляя полотнище. Здесь за городом ветры стремительно носились по открытой пустыне, и частицы темной пыли проникали бы повсюду. Пока она шла, первые завихрения ветерка трепали края ее одежд. Трос подстроился к ее шагу и указал на строение странных пропорций со скошенной стеной и лесом скелетообразных антенн, торчащих из того места, где должна была быть крыша. Туда. — Это последователи леди Сайнап? — спросила она. Мужчина издал веселый смешок. — Не говорите это ей в лицо, она сочтет это непочтительным. Трос отрицательно покачал головой. — Мы следуем не за ней, мы следуем за ним. Миледи просто помогает нам на этом пути. — Ты знал ее до восстания? — Я знал о ней, — поправил он. — Мой батя как-то встречался с ней, когда она была моложе. Слушал ее обращение к Тайному Собору в Сумрачном Роге. Хотя я никогда не думал, что мне самому выпадет возможность. Миледи много сделала для нас за все эти годы. — Значит, твоя семья всегда была частью имперского культа? — Трос кивнул. — Но это не то название, которым мы пользуемся здесь. Мы зовем себя Тиогом. Они приблизились к строению, и Саал внезапно поняла, что оно вовсе не было зданием. На самом деле, конструкция была маленьким кораблем, добрая часть Тиля которого была зарыта в потрескавшуюся красноватую землю. За ним она увидела заржавевшие остовы портовых причалов, тянувшихся в воздух. Это место когда-то было широким речным руслом. Вдоль бока древнего судна выстроились палатки, и каждая из них светилась изнутри ламповым светом. — Люди здесь, они все с Даганета и прочих миров оси, — сказал мужчина. — Некоторые из них втайне находились тут в рамках паломничества, застряли здесь, когда кланы все поставили с ног на голову. — Паломничество, — повторила она, — с какой целью? Турос просто кивнул еще раз. Вы увидите, он открыл ей тяжелый стальной люк, и она вошла внутрь. 8. Старый корабль когда-то был грузовым судном, возможно, гражданским транспортником, принадлежащим какому-то филиалу колониального администратума. Сейчас от него осталась лишь опустошенная скорлупа, обдуваемый песками корпус и ржавые металлические рамы палуб. Перепрофилированный скелет судна был укреплен изнутри новыми защитными стенами из камней, сложенных без раствора или стали, позаимствованной из корпусов грузовых контейнеров. За спиной саун сильным хлопком закрылась дверь, забрав с собой напор ветра. Лишь дотянулся внутрь завиток холодного воздуха, царапая по маленьким наносам песка в коридоре. — Дитя! — к ней приближалась Сайенов, и в ее глазах стояли слезы. — О, дитя, ты пришла! Благослови тебя трон! — Я задолжала это, — сказала Вененум. — Я была обязана. На губах Сайенов мелькнула улыбка. — Я никогда не сомневалась, что ты придешь, и я знаю, что попросила от тебя многого. Я подвергла тебя риску. — Я находилась на миссии, в которую не верила, — ответила саун. — Вы попросили меня предпринять другую, ради того, во что я верю по-настоящему. Мне вовсе не нужно было выбирать. Аристократка взяла ее за руку. — Для твоих товарищей это будет выглядеть по-другому. Они могут отречься от тебя. — Скорее всего, — ответила саун. — Но я потеряла то, что считала своей семьей давным-давно. С тех пор единственной родственной души, что у меня были, это те, кто познал Бога Императора так же, как мы с вами. — Теперь твоя семья — это мы, — сказала Сайенов. — Все мы. Саун кивнула, подтверждая справедливость слов пожилой женщины, и почувствовала душевный подъем. — Да, это так. Но затем вспышка счастья схлынула, и ее мысли вернулись к содержимому посланию в медальоне. Она достала устройство и уложила его в тонкие, покрытые морщинами, руки Сайенов. — Как я могу вам помочь? — Пойдем. — Та поманила ее глубже в тени разбитого острова. — Там все станет яснее. Как и лагерь за стенами, выброшенный на берег корабль был полон людей, и на всех лицах Саун видела одно и то же выражение — необычную смесь страха и надежды. Она с постепенно нарастающей тревогой начала понимать, что эти чувства были направлены на нее. Трос сказал, что у вас здесь беженцы со всего Даганета, а также с прочих миров. Сайенов кивнула на ходу. — Я надеюсь. Я молюсь, что есть другие группы, прячущиеся в пустырях. Было бы так печально признать, что мы — это все, что осталось. Но только здесь должны быть сотни людей. Еще один кивок. 416. Когда пересчитывали в последний раз, по большей части — Даганетцы, но есть горстка гостей из других миров, тайбянских звезд. Она вздохнула. Они проделали такой длинный путь и пожертвовали столь многим. И теперь они никогда не вернутся домой. Помощь идет. За последнюю пару недель Саун столько раз говорила эту ложь, что стала выдавать ее автоматически. Аристократка остановилась и посмотрела на нее взглядом, пробившим все заслоны фальши. Мы обе знаем, что это неправда. Бог-император переживает тяжелые времена, и продолжение его существования гораздо важнее, чем любой из нас. Она обвела рукой вокруг себя. Если мы должны умереть, чтобы он мог спасти галактику, мы с радостью заплатим эту цену. Мы встретимся снова по его правую руку. Безмятежная решимость, излучаемая Сайноп, нахлынула на Саун. И ей потребовалось какое-то время, прежде чем она оказалась в состоянии говорить снова. Сколько времени? Тек был здесь. Еще до того, как я родилась, поколениями раньше, сказала пожилая женщина, снова трогаясь в путь. Даже до эры Великого Крестового Похода. Говорят, что когда Бог-император еще ходил по беспокойной земле, уже тогда были те, кто втайне ему поклонялся. Когда он направился к звездам, за ним последовала и эта вера. А затем было Божественное Откровение. Книга, которая систематизировала эти верования. Священное Писание. Это правда, что она была написана одним из собственных сыновей Бога-императора. Я не знаю, дитя. Все, что можно сказать наверняка, это имперская правда. Она снова улыбнулась. Я выросла с этим знанием. Долгое время мы и прочие нам подобные вели уединенные жизни. В лучшем случае нас игнорировали, в худшем хулили. Мы, те, кто веровал, считались введенными в заблуждение глупцами. Саум оглянулась. По мне так эти люди не похожи на глупцов. Именно. Наши ряды начали расти не только здесь. Группы верующих со всей галактики объединяются. Наша вера не знает границ, охватая всех от самого низкородного ребенка из Улья до людей, которые ходят по дворам самой Терры. Она помедлила, размышляя. Тьма, которую сеет воитель, привела многих к нам под крыло. По пятам за его мятежом следуют и ужасы, и чудеса. Это время нашего испытания. У меня нет в этом сомнений. Наша вера на взлете, милое дитя. Придет день, и все звезды преклонят колено перед священной Террой и славой Бога Императора. Но пока этого не случилось, сказала Саум с оттенком горечи в голосе. Не сегодня. Саина обкоснулась ее руки. Имей веру. Мы часть чего-то большего, чем мы сами. Пока жива наша вера, живы и мы. Люди с других миров продолжала давить на нее Саум. Трос сказал, они здесь, в рамках паломничества. Я не понимаю. Саиноп не ответила. Они проследовали на нижней уровне старого корабля, по золотаному металлическому трапу, шагая осторожно, чтобы избежать сломанных балок и упавших пиллерсов. Здесь внизу стоял тяжелый, насыщенный запах ржавчины и сухой земли. Пройдя несколько метров, они вышли к бронированному отсеку с толстыми стенами из слоев стали и керамита. Вокруг единственного, ведущего внутрь люка, толпилось четверо мужчин, вооруженных крупнокалиберным оружием. У них были жесткие глаза и крепкое, плотное телосложение обитателей миров с большой силой тяжести. Ассасин немедленно поняла, что все они до единого были профессиональными солдатами с большим опытом и многими смертями за спиной. Сайнап вышла на свет, излучаемый люмами над головой, и все они почтительно поклонились, снимая перед пожилой женщиной свои фуражки. Саун смотрела, как она подходила к каждому по очереди и говорила с ними так, как будто они были старыми друзьями. Рядом с солдатами она казалась крохотной и хрупкой, и все же было ясно, что они ловили каждое ее слово и жест, как компания любящих сыновей. И ее улыбки, как в зеркале, отражались на их лицах. Сайнап сделала жест в ее направлении. «Джентльмена, это Дженикер!» «Та самая?» — спросил самой высокей из четверки, в руках которого покоился тяжелый стаббер. Сайнап кивнула. «Вы все служили Теогу так самоотверженно», — сказала им она. «И ваш долг почти выполнен. Дженикер снимет с вас эту огромную ношу». Высокий мужчина с сожалением кивнул и щелкнул пальцами еще одному члену четверки. Тот налег на толстое колесо в центре люка и свизгом с заржавелого металла открыл дверь в грузовой отсек. Сайнап направилась внутрь, и Саун осторожно последовала за ней. Там царил полумрак, и было тепло. В воздухе висела особенная тишина, от которой по открытым участкам ее кожи забегали мурашки. Люк со скрипом захлопнулся. «Догонет падет», — сказала аристократка мягко и грустно. «Смерть уже рядом. Любовь Бога Императора сохранит наши души. Но конец нашей плоти уже предначертан. Он не сможет нас спасти». Саун хотела что-нибудь сказать, опровергнуть это, но не нашла слов. «Он знает это. Вот почему Дженекер Саун, повелитель человечества, в своей бесконечной мудрости привел тебя к нам, чтобы действовать от его имени». «Нет», — выдавила она, ее сердце колотилось. «Я здесь на службе у лжи, чтобы погибнуть ради бессмысленного дела. Я даже лишена милости умереть за истину». Саина подошла к ней и обняла ассасина. «О, милое дитя, ты ошибаешься. Он послал нам тебя, потому что ты единственная, кто в состоянии сделать то, чего не можем мы. Бог-император изменил твою судьбу, и наши дороги пересеклись. Ты здесь, чтобы защитить нечто исключительно ценное. Что вы имеете в виду?» Аристократка отошла от нее и направилась к маленькому металлическому ларцу. Она занялась контрольной панелью на его поверхности, комбинацией биоанализаторов крови и многоуровневой системы безопасности. И Саун подошла ближе, чтобы рассмотреть получше. Она знала эту модель. Ларец был продуктом передовых технологий Марса, в высшей степени надежной транспортировочной капсулой со встроенными внутрь поддерживающими полями, которая была в состоянии долгое время существовать в вакууме и даже пережить вхождение в атмосферу. Здесь он выглядел совершенно неуместным. Ларец открылся, испустив клубы газа, и Саун увидела внутри него мерцающие стазисные оболочки. Призрачная сфера замедленного времени заключала в себе книгу невероятно роскошного сказочного оформления, и казалось, что с ее открытых страниц струится сама история. «Гляди», — сказала Сайноп, низко кланяясь Фолианту, — «посмотри, дитя, и узри касание руки его». Взгляд Саун затуманился от слез, зашипевших в ее глазах. Перед ней был строгий лист пергамента, украшенный золотом, серебром и пурпуром. Бог-император, изображенный на ней в своей ангельской мощи, стоял над преклонившим коленем мужчиной в пышном наряде вольного торговца. Тот держал в руках эту книгу, и падала с ладони его повелителя мерцающая капля багряной крови, что возлежала на правой странице. Алая жидкость сверкала, как безупречный рубин, и замороженная в далеком прошлом, она была такой же яркой и свежей, как в секунду своего падения. «Кровь императора», — прошептала она. Дженни Керсаун упала на колени в порыве бесконечного благоговения, склоняя свою голову перед торговой лицензией клана Еврот. Глава четырнадцатая. «Прибытие». «Дай мне тебя увидеть». «Смертельный выстрел». Один. Близился рассвет, когда с холодного черного неба на своих удлиненных крыльях спикировал челнок класса «Голлук». Корабль описал продолговатую букву «С», зашел на посадку от пустырей и приземлился, пробежав по единственной неповрежденной полосе. Колеса шасси взбивали клубы мелких камней и выбивали искры. Вспомогательный двигатель «Елене» замедлился до холостого хода, а ее крылья меняли угол, ловя воздух и сбрасывая скорость. Челнок был единственным источником света среди теней Даганецкого космопорта. Его габаритные огни проливали белые озерца на потрескавшийся, испачканный пеплом феррокрип. Окрестности глянцевато блестели. Дожди кончились, лишь считанные часы тому назад. Никто не вышел из темного, неосвещенного здания, чтобы проверить новоприбывших. Если в нем и оставались люди, они соблюдали тишину, надеясь, что окружающий мир не обратит на них внимания. В кабине командир и второй пилот обменялись взглядами. Следуя приказам оперативника, они не предпринимали попыток связаться во время снижения с диспетчерской Даганецкого порта. Но оба ожидали, что получат как минимум один запрос от местных СПО из-за несогласованного с ними входа в их воздушное пространство. Но ничего подобного не произошло. Когда Елене скользило на орбиту, до них не донеслось ни одного голоса. Небеса над Даганетом засоряли обломки и следы недавнего противостояния. От вахтенной команды на мостике потребовалось все ее мастерство, чтобы удержать судно от столкновения с рядом более крупных фрагментов, оболочками выпотрошенных космических станций или корпусами мертвых крейсеров системы, все еще пылающих плазменными огнями. Если они замечали какой-нибудь неповрежденный корабль, то оперативник приказывал огибать его по широкой дуге. Елене подошла к Даганету так близко, как только осмелилась, и затем выпустила челнок. Спускаясь вниз, летный экипаж видел опустошение. В тех местах, где по утверждению картографических атласов должны были располагаться крупные города, находились окутанные дымом кратеры, светящиеся от последствий ядерных взрывов. Прочие поселения были просто покинуты. Даже в этом месте, отделенном от столицы всего лишь горным хребтом, планета хранила молчание, как будто затаив свое дыхание. «Ты видел разруху?» — сказал командир, наблюдая, как его коллега бегло переключает каналы ВОКСа. «Вся эта пыль и пепел в атмосфере могут ослаблять передаваемые сигналы, или же они заглушили вещание по всей планете». Второй мужчина рассеянно кивнул. «Проводные коммуникации более надежны. Они могут использовать вместо этого телеграфы». Прежде чем командир успел ответить, люк за их спинами открылся, и дверной пороем заполнил человек, которого звали Хисосом. «Потушить свет», — приказал он, — «не привлекать лишнего внимания». «Есть, сэр!» — второй пилот сделал так, как ему скомандовали, и наружное освещение погасло. Командир разглядывал оперативника. Он слышал о Хисосе. Утверждалось, что он был жестким человеком. Жестким, но справедливым. Не таким самодуром, как некоторые из начальников, с которыми пилоту доводилось служить. Однако ему трудно было согласовать это описание со своим пассажиром. На протяжении всего перелета от флотилии Еврота к планете Хисос вел себя замкнуто и враждебно. И если он и утруждал себя разговором с кем-нибудь, то был немногословным и суровым. «Ваши дальнейшие распоряжения, оперативный уполномоченный». «Спустить грузовой лифт», — раздался ответ. И снова второй пилот кивнув, — выполнил распоряжение. Люк-подъемник в днище челнока выдвинулся вниз к взлетной полосе. На нем был закреплен реактивный байк, заправленный и готовый к полету. «Вопрос», — спросил Хисос, поворачиваясь в разные стороны и изучая внутреннее пространство кабины челнока. «На борту этого судна имеется центральный блок кагитатора. Он в состоянии самостоятельно доставить нас на орбиту?» «Да», — ответил командир, не понимая, к чему был задан этот вопрос. «Не рекомендуется, но может быть сделано, если возникнут непредвиденные обстоятельства». «Какие непредвиденные обстоятельства?» «Ну», — начал второй пилот, поднимая глаза. «Если экипаж не дееспособен или...» «Мертв?» Хисос выбросил руки вперед, складывая пальцы, каждый в щепоть, и пронзаями мягкую плоть человеческой шеи. Ни один из пилотов не получил возможности вскрикнуть. Вместо этого они издали неуклюжее, задыхающееся бульканье своими пробитыми гортанями. Из ран ручьями побежала кровь, и Хисос скривился, отворачивая головы пилотов от себя, чтобы не запачкать мундир. Оба человека умерли, глядя, как струи их собственной крови забрызгивают пульты управления и внутренние стороны обзорных иллюминаторов. 2. Какое-то время гарпун стоял, погрузив руки в плоть людских глоток и чувствуя трепет крошечных ртов, сформированных на кончиках его пальцев демонической шкурой, пока они заглатывали обильный кровавый подарок. Плоть ширма поглощала жидкость, и ее избыток капал на решетку палубных плит под креслами экипажа. Убедившись, что демоническая шкура в очередной раз угомонилась, гарпун направился в туалетную кабину, чтобы очиститься перед тем, как направиться вниз в открытый грузовой отсек. Решив не утруждаться по поводу респиратора или защитных очков, он устроился в седле реактивного байка. Маленький летательный аппарат представлял собой коренастый тяжелый блок обработанной стали, усеянный концевыми крылышками, стабилизаторами и рулями высоты, которые выступали под всеми возможными углами. Машина отреагировала на его вес, запустив турбину двигателя на холостом ходу. Гарпун подался вперед, бросая взгляд вниз на прячущуюся под щитком панель дисплея, который показывал карту окружающей местности. Пунктир указателей курса вел из космопорта в пустыри, следуя линии того, что когда-то было судоходным каналом, а теперь пересохшим пыльным руслом. Тайный пункт назначения, координаты которого передал ему барон, моргал голубым на конце пути. Старый промежуточный порт, покинутый после завершающего цикла климатических изменений. Лицензия была там, переданная на хранение в доверенные руки. Убийца расхохотался, чувствуя в своих конечностях пульсацию предвкушения, и вцепился в акселератор, заставив турбину взреветь. 3. Следовало отдать должное инфоциту. Ториэль выбрал для укрытия хорошее место, высоко наверху, внутри пустой водонапорной башни, которая стояла на крыше многоквартирного блока в полутора километрах от плазы. И именно по этой причине Кел отверг его и разыскал другое, не потому что он не доверял Ванусу, но из тех соображений, что если о том, откуда он будет стрелять, будут знать двое, то в сравнении с вариантом одного человека это увеличит риск в геометрической прогрессии. Если Ториэля захватят и допросят, он не сможет выдать то, о чем ему не рассказали. И потом, это было делом профессиональной чести, водонапорная башня была слишком очевидным местом для размещения укрытия, оно было слишком удобным, а если так считал Кел, то и любой офицер СПО внизу на плазе мог подумать о том же самом, сделать вывод и расставить контр-снайперов. Виндикар 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 Песчаная буря скрывала ее лучше, чем любой камуфляж. Йота двигалась сквозь нее, наслаждаясь ветром, мотающим ее тело в разные стороны, шуршанием и щелчком частичек, шлифующих ее металлический шлем-череп и теребящих анимус за его выступающие части. Йота наблюдала за миром сквозь сапфировый глаз псионического оружия, чувствуя его пульсацию и дрожь на периферии своих мыслей, как холод в голове. Люди проходили под огненной дугой, и она отслеживала их. Каждый из них замечал ее внимание, даже не осознавая этого. Они непроизвольно поеживались и сильнее запахивали свои бурнусы, ускоряя шаг, чтобы чуть-чуть быстрее достичь тепла, света и безопасности. Они ощущали ее, не воспринимая своими органами чувств, падающую на них зловещую, вездесущую тень пустоты, которую она отбрасывала. Если она обращала свой жесткий, сияющий взгляд на детей, те начинали плакать и не понимали причины. Когда она проходила рядом с палатками, полными спящих людей, то слышала, как они бормочут и стонут в полголоса. Она пролетала над их снами, как грозовая туча, несомая ветром, на мгновение затеняя небеса их подсознания, прежде чем скользнуть за горизонт. Душа пари и йоты, или ее отсутствие, заставляла людей отворачиваться от нее, отводить глаза от затененных уголков, которыми она пробиралась. Это играло на руку ее незаметностей, и она вошла в лагерь-убежище, не подняв тревоги. Она вскарабкалась по опоре заброшенного крана, прошла через пустую кабину и вдоль ее ржавого моста. Ветер перебирал струны ветхих кабелей, и они стонали неслаженным хором. Отсюда и открывался прекрасный вид на выброшенный на берег корабль, который находился в центре поселения. От него расходились лучами все тропинки, которые только здесь были. Еще до этого она засекла припаркованный скиммер, выпирающий из-под потрепанного брезента. Последний раз она видела эту машину в укрытии капры. Она устроилась поудобнее и начала ждать. В конце концов, люк открылся, поролив в пыльный воздух желтый свет. И йота сместилась по длине моста крана, наблюдая. Наружи вышла четверка вооруженных мужчин. Двое из них несли между собой маленький металлический ларец. За ними следовала Вененум и старая аристократка, которая так странно говорила об императоре. Сенсоры Ауспека в шлеме йоты выделили их разговор так, что она могла его слышать. Саун протянула руку и провела ей по поверхности ларца. И хотя ее капюшон был накинут, йоте показалось, что она увидела в ее глазах сияние сильного чувства. «У нас маленький корабль», — говорила та в это время. «Я могу доставить лицензию на борт». Но после этого она отвернула голову и порыв ветра унес конец продолжения прочь. Старая женщина Сайна пкивала. «Император защищает. Ты должна разыскать барона Еврота, вернуть ему это». Она вздохнула. «Надо сказать, что он не самый верующий из нас, но у него есть средства и способ бежать из Тайбянского сектора. Со временем придут другие и возьмут на себя заботу о реликвии. Я буду защищать его до этого дня». Саун снова посмотрела на ларец. И йоте стало интересно, что же такое они могли обсуждать. Вопреки потертой, потрепанной наружности сундучка, его содержимое явно имело какую-то ценность. Слова Саун звучали на грани благоговения. Сайнап коснулась руки второй женщины. «А твои товарищи? Их миссия больше не моя миссия». На этих словах йоте нахмурилась подскалищимся серебряным черепом своего шлема. Кулексус первой признала бы, что ее собственное понимание норм человеческого поведения было в некоторой степени недоразвитым. Но она узнала предательство с первого звука. Согнув ноги, она спрыгнула с ржавеющего крана, и его мост громко скрипнул. Когда она описала обратное сальто, которое поместило ее прямо перед четверкой солдат. Они начали вскидывать оружие, но игломет йоту уже находился на уровне головы Сайнов. Она правильно рассудила, что пожилая женщина была самой центральной мишенью в группе. Саун крикнула остальным, чтобы они не открывали огонь и вышла вперед. «Ты последовала за мной». «Снова», — кивнув сказала йота. «Ты на грани того, чтобы необратимо скомпрометировать нашу миссию на Даганете. Этого нельзя допустить». Кулексус увидела краем глаза, как побледнела Сайнов, осмелившаяся перенести напротив фага все свое внимание. «Возвращайся к Эристеду», — сказала отравительница. «Скажи, что я исчезла или умерла. Для меня это не имеет значения». Йота склонила голову на бок. «Он твой брат». Она проигнорировала расширившиеся глаза Саун. «Это имеет значение для него». «Я забираю Ультио», — напористо сказала вторая женщина. «Ты можешь остаться здесь и принять участие в этом организованном самоубийстве, если тебе того хочется. Но у меня есть более важное призвание». Ее глаза метнулись к ларцу и затем обратно. «Хорус идет», — сказала йота. И некоторые солдаты судорожно вздохнули. «И мы все нужны. Шанс ударить по воителю может никогда не выпасть снова. Что такое ты можешь нести в каком-то железном ящике, что оно важнее, чем это? «Я не жду, что ты поймешь», — ответила Саун. «Ты пария. Ты была рождена без души. У тебя нет веры, которую ты можешь дать». «Нет души», — повторила ее слова Сайна, подходя ближе. «Такое возможно?» «В этом ларце — частица воплощенной божественности императора», — продолжила Саун. Ее глаза сияли от воодушевления. «Я собираюсь защитить ее от губительных сил, намеренных ее уничтожить, пусть даже ценой собственной жизни. Йота, я верую в это всем сердцем и всей душой. Я клянусь в этом именем живого бога императора человечества». «Твои верования бессмысленны», — резко возразила Йота, которую начала утомлять иррациональность Саун. «Значение имеет только то, что реально. Твои слова и реликвии иллюзорны». «Ты так думаешь?» — Сайна бесстрашно шагнула к Йоте, протягивая руку. «Ты никогда не сталкивалась с чем-то более великим, чем ты сама. Никогда не задумывалась о смысле своего существования. Она осмелилась коснуться металлического лица черепа. Посмотри мне в глаза и скажи мне это. Я прошу, дитя, дай мне тебя увидеть». Йоте показалось, что она слышит где-то на расстоянии урчания реактивного двигателя, но не обратила на него внимания. Вместо этого, повинуясь непонятно откуда пришедшему импульсу, она подняла руку и нажала на растежку, позволив шлему черепу разойтись и отодвинуться назад за ее плечи. Открыв лицо ветру и песку, она перевела глаза на старую женщину и зафиксировала на ней свой взгляд. Вот она я. Она почувствовала, что внутри нее шевелится вопрос. «Саун права? Можешь сказать мне, у меня нет души». Рука Сайнап взлетела к губам. «Я?» «Я не знаю, но я верую, что Бог-Император в своей мудрости будет знать ответ». Глаза йота сузились. «Как сильно не веруй, это не предотвратит твою смерть». 5. Корабль вышел из пустоты, закутанный в безмолвие и угрозу. Боевой корабль «Астартес» надвигался, возносясь над дальней стороной самого большого спутника Дагонета, как дракон, встающий на крыло, вспарывая носом вакуум в направлении загроможденных следами сражения небес. Обломки и трупы, высушенные жестоким поцелуем космоса, отскакивали от отвесных боков носовой части. Тесные ряды орудийных батарей развернулись в своих гнездах, нацеливаясь на плывущий под ними мир. Открылись люки, разверзлись огромные зрачки диафрагм из толстой, закаленной для космических условий, меди и стали, приводя в готовность пусковые отсеки, где гнездились в своих устройствах сброса десантные катера, грозовые птицы и перехватчики класса «Ворон». Отошли крышки орудийных портов на носу, скрывавшие жерла ракетных установок. Те немногие корабли, что находились рядом с планетой, не осмелились разделить с ним орбиту и бежали прочь со всей скоростью, что только позволяли развить их двигатели. Отступая, они передавали заискивающие, почтительные послания, почти что умоляющие по тону, твердившие об их лояльности и упрашивавшие капитана вторгшегося корабля пощадить их жизни. Лишь одно судно не выказало должного уровня раболепного страха. Быстрый клипер с символикой вольных торговцев, чей экипаж рванул в открытое пространство, охваченный паническим безумием. Боевой корабль выпустил беспорядочный лучевой залп из одной из своих вспомогательных батарей и уничтожил суденышка. Так человек мог бы потянуть конечность, готовя к дню тренировок. Это было сделано почти как будто после некоторых раздумий. Огромный корабль прошел перед солнцем, набросив завесу черной тени на кусок ландшафта далеко внизу. Величественный и грозный, он снизился на геостационарную орбиту и завис над столичным городом. Наступивший рассвет притянул глаза всех, кто был внизу к небу. Все орудия из арсенала боевого корабля были приготовлены и направлены вниз на поверхность. Торпедные аппараты, заряженные боеголовками, которые могли с первого же удара разнести на атомы целые континенты. Энергетические пушки, способные испарить океаны. Кинетические убийцы, обезглавливающие горы одной лишь грубой силой своего удара. И это была только мощь самого корабля. Вдобавок на его борту базировался малый флот вспомогательных судов. Эскадры истребителей бомбардировщиков, которые могли бы с ревом обрушиться вниз, в атмосферу Даганета, в оперении из белого пламени, неся стремительную смерть, разрушая города, сжигая народы. И, наконец, была армия. Многочисленные отряды, генетически улучшенных воинов-собратьев, сотни адептуса Стартес, покрытых керамитовой силовой броней, увешанных болтерами и цепными мечами, силовыми клинками и огнеметами, переносными ракетными установками и автопушками. Армии этих хозяев ратных полей стекались на накопительные палубы, готовые при необходимости погрузиться на свои места в десантных катерах. Прочие же из них, меньшие числом, но от этого не менее опасные, собирались в это время в телепортариуме боевого корабля, за спиной своего победителя-главнокомандующего. Судно принесло с собой армию с такой непоколебимой волей и столь абсолютную по смертоносности, что подобного ей планета и ее население не видели никогда, за всю свою задокументированную историю. И это были только застрельщики. За ними по пятам следовали другие корабли. Это было посещение, дарованное Даганету сынами Хоруса, кончик клинка, выкованного из потрясения и благоговения. 6. Далеко внизу, на белом мраморе плаза освобождения, на толпу людей, которые собирались с заката предыдущего дня, наконец-то осмелившись высунуть нос на улицу, упала почтительная тишина. Волна молчания выплеснулась наружу, перейдя через границы огромной городской площади к магистралям, заполненным остановившимися наземными машинами и стоящими людьми. Она сочилась через дисплеи залатанных уличных экранов на каждом перекрестке, транслируемая камерами на болютах, которые дрифовали над резиденцией губернатора. Она исходила из потрескивающего бормотания вокс-спикеров, подключенных к планетарно-информационной сети. Среди обрушившегося безмолвия планета смотрела в небо и ждала появления своего избавителя, своего нового сюзерена, свое божество войны. 7. Руки Саун дрожали, но она не была уверена, что за чувства ею владеют. Благочестивое воодушевление, вспыхнувшее от вида лицензии, кружилось и вихрилось вокруг нее, как будто ее трепал не только несущий песок ветер, но и было кое-что еще. Жестокие слова Йоты про Эристеда застали ее врасплох, и они потянули ее мысли в нежелательном направлении. Она потрясла головой. Сейчас был самый неподходящий момент для того, чтобы сбиться с собственного пути. Узы, когда-то существовавшие между Дженникер и ее братом, были давным-давно разорваны, и раздумывать над этим не имело смысла. Ее руки скользнули к потайным карманам стихаря под ее дорожным платьем, нащупывая спрятанные в них токсичные корды. Она размышляла, станет ли Кулексу с ней сражаться, если она откажется выполнять приказы ассасинорум. Саум знала, что Бог-император простит ее, но ее брат никогда. Напряженность момента нарушили две фигуры, вышедшие к ним из марева песчаной бури со стороны русла высохшего каньона. Она узнала троса и его твердую раскачивающуюся походку. Рядом с ним шел чернокожий мужчина. Пряди его седых волос тянулись за ним по ветру, отплясывая, как взбалмошные змеи. Новоприбывший не имел ни пылевой маски, ни защиты для глаз, и он не выказывал никаких признаков беспокойства от секущего кожу песка. Саиноп шагнула к нему, и Саун увидела краешком глаза, как напряглись люди-аристократки. Они не могли определиться, куда целится из своего оружия. Йота издала странный горловой звук, и ее рука поднялась к лицу. Саун показалось, что она увидела мелькнувшую на ней гримассу боли. «Кто это?» спросила Саиноп. «Он появился из бури», ответил Трос, говоря громко, так, чтобы они могли все слышать его голос. Те люди, что находились поблизости, были привлечены звуками громких голосов, и они наблюдали, стоя за жалюзями окон или в дверных проемах. «Это Хисос, его прислал пустотный барон». Черный человек низко поклонился. «Вы должно быть леди Астрид Саиноп». Его голос был звучным и решительным. «Мой повелитель будет рад услышать, что вы все еще живы. Узнав о Даганете, мы боялись самого худшего». «Вас послал Еврот?» Саиноп казалось удивленной. «За лицензией», сказал Хисос. Он разжал пальцы, на его ладони лежало массивное кольцо из золота изумруда, перстень печатка. «Он дал мне это, чтобы вы знали, что он наделил меня полномочиями». Трос забрал кольцо и передал его Сайнов, которое прижало его к аналогичному золотому ободку на ее пальце. Саун увидела, как мигнул свет. Это быстро провзаимодействовали друг с другом встроенные в печатки считывающие устройства. «Он подлинный», сказал аристократ так, как будто не могла до конца в это поверить. Йота пошла прочь от них и споткнулась. Саун бросила взгляд ей вслед. Девушка отверженная задыхалась и издавала такие звуки, как будто ее тошнило. Вененум ощутила в воздухе странное маслянистое покалывание, как статическое электричество, только каким-то образом холоднее. Хисас протянул руки. «Будьте любезны, у меня транспорт на готове, и время поджимает». «Что за транспорт?» спросил Трос. «У нас тут дети, вы могли бы взять их?» «Трос предостерегла Сайнап. «Мы не можем». «Конечно, учтиво», сказал Хисас, «но быстро, лицензия важнее, чем любой из нас. Что-то было не так. И вы оказались здесь сейчас?» Саун задала вопрос, пока тот еще формировался в ее уме. «Почему вы не появились днем раньше или пути императора?» оказался здесь, потому что он этого желает». «Его глаза похолодели». «А вы кто?» Хисас посмотрел за спину Саун, туда, где, дрожа всем телом, стояла Йота, и его лицо окаменело. «Вы кто?» повторил он. И на этот раз это звучало как требование. Йота обернулась и испустила пронзительный крик, настолько неистовый и чудовищный, что у Саун кровь застыла в жилах. Лицо девушки Кулексус расчертили мокрые дорожки, из уголков ее глаз потянулись вниз алые полосы. Плача кровью, она вскинула укрепленный на ее предплечье игломет, целясь в Хисаса. Свою вторую руку она подняла вверх и сорвала устройство в виде гривны, регулирующая ее псионическую ауру. На фоне душной, пыльной, предутренней жары из небытия вырвалась волна арктического холода с йотой в эпицентре. Все ощутили ее удар, все пошатнулись, теряя равновесие, все кроме Хисаса. Ты пария шлюха! Лицо мужчины искривилось от бешеной ненависти. Тогда пойдем сложным путем. На песке у ног Саун начал формироваться лед, и в этот момент она увидела, как его лицо разошлось, будто устройство, сделанное из плоти и крови. Внутри были лишь к воронке рта. 8. Ярость вспыхнула, как сверхновая, и Гарпун позволил ей себя заполнить. Злость и раздражение хлынули через край. В этой чертовой миссии ничто не шло согласно плану. Казалось, что окружающая его бессердечная вселенная испытывает его на каждом этапе или еще хуже, издевается над ним, воздвигая препятствия за препятствием на его пути. Сначала первичная зачистка его неспособности избавиться от последних частиц тошнотворной добродетельности Сабрата. Затем разоблачение поддельной торговой лицензии и смехотворной жалкой тайны Еврота в виде постыдного идолопоклонничества. И теперь, после нескончаемого долгого путешествия к предмету своего вожделения, путь к нему преграждают эти набожные идиоты. Он знал, что она будет здесь. Он чуял присутствие настоящей лицензии, спрятанной внутри этого невзрачного бронированного ящика. А они пытались помешать ему до нее добраться. Гарпун хотел все сделать чисто, прийти забрать то, что ему было нужно и снова уйти с минимальным кровопролитием и потерей времени. Но у судьбы, похоже, было другое мнение. Да и ноющая, клянчащая демоническая шкура хандрила. Убийства в челноке были совершены на скорую руку. Ей хотелось поиграться. В любом случае ему выкручивали руки. Да и если быть честным с самим собой, он был не так уж и обеспокоен подобным поворотом событий. Гарпун был так сосредоточен на возврате лицензии и того, что в ней содержалось, что едва ли осознавал мрачное присутствие на границах собственного рассудка, пока не обратил на него все свое внимание. Кто бы мог подумать, что здесь на Дагонете обнаружится нечто столь редкое и столь отвратительное, как псипария. Была ли она здесь в качестве некой защиты для книги? Это было не важно, он убьет ее. Дагонем на краткую долю секунды прервал анеистовый безумные пертурбации демонической шкуры и эфемерную связь, которая соединяла ее и слитого с ней гарпуна с психической кутерьмой варпа. Он знал, что эта встреча была не случайной. Девушка была искусственно созданным существом, чем-то выращенным в чане и измененным, чтобы быть дырой в пространстве времени, телепатической пустышкой, облаченной в человеческую форму, парией ассасином. Его омыло нуль аура девушки и демонической шкуре не понравилось ее прикосновение. Она пошла рябью и начала колоть заключенного в ней гарпуна, заставляя хозяина разделить ее холодную агонию в ментальных объятиях парии. Она отказалась сохранять форму хисоса, сопротивляясь дрожа, шумно требуя освобождения. Почти идеальное воплощение гарпуна в оперативника Еврота треснуло и разбилось. Его ярость взлетела до небес и он в конце концов решил позволить этому случиться. Ткани шкуры притворившиеся человеческой плотью пошли складками и стали красно-сырыми грушевидными буграми мышц и трепещущим лоснящимся от слизи мясом. Форменный китель растянутый так, что не выдержала ткань разошелся на плечах и спине. Из плечей прорезались ряды загнутых шипов. По длине предплечий возникли лоснящиеся ятыганы костяных клинков. Через подошвы ботинок вырвались, зарываясь на носы песка когти и разверзлись влажные челюсти. Он услышал крики и причитания окружающих, звуки вытаскиваемых пистолетов и ножей. О, эту музыку он знал на зубок. Гарпун позволил распасться налету личности Хисоса и сопряг желание живых орудий демонической шкуры со своей собственной волей. Плоть, порожденная варпом, обожала его за это. Первым он убил солдата, мужчину со стабером, которого выскочившие костяные клинки рассекли надвое по линии живота, разрубив его позвоночник в шквале крови и дурно пахнущего содержимого пищеварительного тракта. Его зрение затуманилось красным. Где-то там среди пронзительного хора других женщин кричала пария, но ему было все равно, он доберется до нее через секунду. Девять. Справа от него взошло солнце. Тел понял это, увидев проливаемый им на плазу холодный свет. Снизив увеличение, он изменил поле зрения прицела и смотрел, как отступает по мраморным плитам линия тени. Утренний свет был необычайно прозрачным. Этот эффект порождали частицы, поддерживаемые в воздухе над пустырями фонтаном далекой песчаной бури. Влажность атмосферы начала падать и внутренние системы винтовки Экзитус автоматически компенсировали этот эффект, подогрев патронник на долю градуса и гарантировав тем самым, что единственная заряженная пуля в ствольной коробке остается в оптимальном состоянии готовности к выстрелу. До него доносились звуки толпы, даже на высоту его господствующей позиции. Шум был негромким и ровным, и он напоминал ему спокойное море Такстада, лизавшее черную грязь и темный камень своих берегов. Он скривился под своей шпионской маской и задвинул эту мысль на задворке своего ума. Сейчас было не время отвлекаться на всякие мелочи из прошлого. Нежно, так, чтобы действие не нарушило позицию оружия больше, чем на миллиметр, он перевел переключатель селектора рабочей моды с предохранительно заряженно. По вертикали дисплея прицела пробежали руны, сообщившие ему, что оружие было готово совершить убийство. Всем, что требовалось сейчас Келлу, была мишень. Он подавил желание посмотреть вверх в небо. Его добыча будет здесь в урочный час. Десять. В километре к востоку Ториэль облизал сухие губы и похлопал рукой по изогнутой клавишной панели на своем предплеще, остро осознавая, насколько липкими были его ладони. Его дыхание было прерывистым чтобы успокоить себя до такой степени, что он перестал подергиваться от нерастраченного адреналина. Он глубоко медленно вдохнул, ощущая запах пыли и озона. Коридоры офисной многоэтажки усеивали холмики бумаг, рассыпавшихся и сброшенных в панике папок. Они лежали среди бесконечных рядов покинутых кубиклов, опустевших после того, как были сделаны первые выстрелы восстания. С тех пор, как знать вынудило губернатора отвергнуть власть Терры, сюда не приходил никто. Мужчины и женщины, корпевшие в этом месте, либо залегли на дно, приняв новый порядок, либо были казнены. Поначалу казалось, что в мертвых пустынных холлах еще гуляли отзывы к их присутствия. Но в конце концов Ториэль смирился с тем, что высотное здание было такой же пустой скорлупой, что и многие другие имперские сооружения, выпотрошены и покинутые в стремлении откреститься от императора и упасть в объятия его блудного сына. Ванус присел рядом с Пикой и приложил палец к боку ее цилиндрического кожуха. Аппарат был почти таким же длинным, как и фундамент высотки, и было непросто собрать его в тайне, но в конечном счете все детали из грузового отсека Ультио сложились так, как обещали их создатели из механикум. Теперь Пика была готова. И Ториэль мог ощущать через кожух легкие вибрации энергоядра, вновь и вновь проходящего последовательность операции по проверке боеготовности. Удостоверившись, что устройство пребывало в добром здравии, Ториэль опустился еще ниже на корточки и пробрался к дальнему окну, выходящему на долину, в которой лежала столица и на плазу освобождения. Инфоцит соблюдал осторожность, чтобы быть уверенным, что его не увидят летающие патрульные роботы или наземные наблюдатели СПО. Он проверил соответствие настроек и юстировку сверхплотных зеркал и сентейниума и бронестекла в десятый раз за последние десять минут. Ему было тяжело оставить механизм в покое. Сейчас, когда он установил на нижних уровнях серию лучевых датчиков и звуковых клаксонов, чтобы позаботиться о любом незваном госте, ему нечем было заняться, кроме как присматривать за пикой и убеждаться, что она работает как положено. В случае аварийной ситуации он мог взять управление на себя, но надеялся, что до этого не дойдет. Он не был уверен, хочет ли взваливать эту ответственность на свои плечи. Каждый раз, когда он проверял зеркала, его охватывала уверенность, что, занимаясь этим, он сбил их положение. Так что он проверял их еще раз, отступал на шаг, уходил, и затем сомнения шли по новому кругу. Тарель сжал руки в кулаки и прикусил нижнюю губу. Его поведение балансировало на грани маниакальной зацикленности. Сделав над собой усилие, он повернулся спиной к оконечной части пики и ретировался в пыльный сумрак здания, разыскивая место, которое он выбрал в качестве убежища, где он мог дожидаться наступления нужного момента. Он сел и поднял свою перчатку к агитатор, уставившись в гололитический дисплей. Тот сообщал Тарелью, что устройство было готово выполнить свою задачу. Все было в порядке. Минуту спустя он опять был у зеркал, проклиная себя и производя проверку в очередной раз. Одиннадцать Коэн размашисто шагал по краям мраморной площади на минимальном расстоянии от рядов металлических барьеров для сдерживания толпы, которое еще было безопасным. Тень скользил взглядом по лицам стоявших за ними догонецов, взрослых и детей, юных и старых, поголовно смотревших мимо и сквозь фигуру в униформе СПО. Глаза всех были зафиксированы на одном и том же месте в центре плаза освобождения, где от мозаического изображения распахнутого глаза простирались цветовые лучи во все стороны света. Изображение подражало личной эмблеме воителя, и Калюдус задумался, должно ли оно было символизировать, что тот всегда бдит. Такие представления опасно близились к идолопоклонничеству, выходя за уровень почитания, на который должен был рассчитывать примарх Адептус Астартес. Стоило лишь пересчитать имеющиеся в городе статуи и изображения воителя, нельзя было отрицать, что у императора их было больше, но не на многим больше. И сейчас все грандиозные скульптуры императора были повергнуты на земь. Койн слышал от одного из офицеров СПО, что подразделения кланских солдат, обученных работе со взрывчаткой, всю ночь прочесывали город с приказом удостовериться, что в нем не уцелело ничего прославляющего императора. Лицо ассасина скривилось. В таком поведении было что-то почти еретическое. Даже здесь, ближе к краю плазы лежала груда серых камней, некогда бывших статуей повелителя, которую бесцеремонно разворотила гусеница бульдозера саперной команды. Койн уже сходил на нее посмотреть. Поверх обломков лежал уцелевший кусок лица, слепо глядевший в небо. Что он увидит сегодня? Калидус развернулся, обводя оценивающим взглядом нервозные шеренги солдат СПО и аристократов в церемониальных одеяниях, в ступенях огромного здания. Среди них был и губернатор Некран, который, как и все прочие догонецы, ожидал готовый разразиться шторм. Между ними и заградительными барьерами тускло отсвечивала стена силового поля, видимая невооруженным взглядом. Энергетическая плоскость вздымалась ввысь, образуя кордон вокруг точки прибытия. Некран отдал приказ разместить генераторы поля везде вокруг входа в резиденцию на случай, если бойцы сопротивления попытаются убить его или одного из предателей аристократов. Коэн презрительно усмехнулся. Сама мысль о том, что эти идиоты мнили себя важными мишенями, была нелепой. В масштабах галактического восстания они в лучшем случае относились к категории докучливой мошкары, тщеславные дураки и узколобые идиоты, с готовностью предоставившие плацдарм опасным мятежникам. Следуя дальше, Калидус нашел место, выбранное для него тарелем под защитой высокой декоративной колонны и подготовился. Отсюда ничто не закрывало вид на плазу. Когда убийство совершится, Коэн удостоверится в этом собственными глазами. Трубы военного оркестра внезапно грянули фанфарами и вперед вышел губернатор Некран. Когда он заговорил, его голос усилила бусина Вокса у его горла. «Слава освободителю!» выкрикнул он. «Слава воителю!» «Слава Хорусу!» Собравшаяся толпа откликнулась оглушительным ревом. Двенадцать. Как только начались крики, Гарантин сорвал люк на крыше охранного минорета. Их звуки заглушили скрежет ломающихся петель. Он выпал в открытую галерею, где одетые в униформу офицеры рассматривали экраны с показаниями датчиков и вглядывались наружу через закопченные окна, обозревая плазу. Их ауспики охватывали весь город и были соединены в сеть с воздушными патрульными автоматами, наземными войсками, подразделениями поддержки правопорядка, даже с мониторами дорожного движения. Они выискивали признаки угрозы, пытаясь засечь бомбистов, снайперов или любого, кто мог сорвать то, что запланировал на этот день губернатор. Даже если в пределах города кто-то просто стрельнет один раз, они будут об этом знать. Они не ожидали обнаружить ассасина под собственным боком. Для начала Гарантин дал волю своему комбинированному пистолету-ликвидатор, следя за тем, чтобы использовать только игломет. Болтерный огонь слишком быстро спровоцировал бы сигнал тревоги. Тем не менее, этого было достаточно. Две трети из них были мертвы или находились в процессе расставания с жизнью еще до того, как первый пистолет успел покинуть свою кобуру. Они просто не могли соперничать с ускоренными, медикаментозно улучшенными рефлексами убийцы-психопата. В сравнении с ним они двигались в замедленном темпе, и ни один не мог надеяться составить ему конкуренцию. Эверсор убивал костоломными ударами кулаков и жестокими, стремительными, как пуля, тому же единственному офицеру СПО, кто осмелился выпустить очередь в его направлении, он придержал подарок напоследок. Этого человека он убил, проткнув ему глаза пальцами своей нейроперчатки и разломав ему череп. Издав грубый смешок, Гарантин позволил своей добыче упасть и облизал губы. В комнате было тихо, но там снаружи толпа криками призывала сынов Хоруса. Тринадцать И они появились. В воздухе возник сверкающий узел бело-голубой энергии, в мгновение ока выросший в пылающую сферу шаровой молнии. Действие телепортирующего устройства на короткое время извернуло законы физики до грани невозможного и молекулы воздуха мучительно вскрикнули. В следующую секунду сияние света и звук исчезли и на их месте стояло пять ангелов смерти адептуса стартас. Большинство людей на Плазе до этого момента никогда не встречались ни с одним космодесантником, зная о них лишь благодаря виденным ими статьям и пиктам в исторических книгах и музеях. Но реальные существа производили гораздо больше впечатления, чем гласившие о них легенды. Восторженные крики смолкли, сменившись потрясенным судорожным вздохом тысячи глоток. Когда Хорус пришел освободить Дагонет, все эти годы тому назад он прибыл со своими лунными волками, шестнадцатым легионом Астартес. Тогда они стояли в великолепии своих лунно-белых доспехов с черной отделкой, и именно этот образ запечатлился в коллективном разуме людей Дагонета. Но Астартес, находившиеся здесь, сейчас были от шлемов и до подошв закованы в зловещий серо-стальной цвет, в броню, отделанную ярким блестящим серебром. Это были гигантские тени, пугающие всех, кто на них смотрел. Их тяжелые доспехи, поверхности наплечников и нагрудных пластин, свирепые выражения красноглазых шлемов, все это вселяло в равной степени и благоговение, и ужас. А на их плечах, видимый так же ясно, как солнце в небе, был символ огромного открытого глаза, знак Хоруса Луперкаля. Самый высокий из воинов, чьи боевые доспехи украшало более богатое убранство, чем у прочих, выступил вперед. Он был покрыт цепями почета и лаврами боевых заслуг, а на плечах у него была пелерина, сделанная из металлов, добытых в недрах Хтонии, мантия воителя, выкованная капитанами Хоруса, как символ его мощи и непоколебимой силы воли. Он выстрел в воздух, грохнувший как гром. Такой же звук раскатился над Дагонетом в день его освобождения. Не успела пустая гильза стукнуться о мрамор у его ног, как толпа разразилась верно подданическими криками. Слава Хорусу! Высоченный воин убрал свой пистолет в кобуру и, расстегнув шлем, потянул его вверх, чтобы мир смог увидеть его лицо. 14. Никаких такой шанс никогда не выпадет снова. Перекрестье прицела Келла было приковано к центру решетки хмурого шлема Астартес. Мерцающие помехи, вызванные расстоянием, казалось, растворились прочь. Теперь было только оружие и объект. Он был частью оружия, его спусковым механизмом, его завершающей деталью. Время замедлилось. Келл увидел через прицел, как бронированные ладони сжали бока шлема, сгибаясь, чтобы поднять его вверх от шейного кольца. Еще мгновение и обнажится кожа, оголится шея, чистая мишень. И если он сделает это, то что потом? Что за рябь разбежится от убийства Хоруса? Как изменит будущее этот момент? Чьи жизни будут спасены? Чьи жизни будут потеряны? Келл почти что мог слышать, как вокруг него поворачиваются жернова истории. Он выстрелил. 15. Падает боек. Единственная пуля в патроннике имеет 75-й калибр и произведена в мире кузни Шен-Лонг согласно жестким спецификациям клана Виндикар. Капсуль наколот, внутри воспламеняется газообразующее вещество. Газы устремляются наружу, к центру давления, суженной к концу пули, запуская ее по охлажденному жидким азотом стволу на сверхзвуковых скоростях. Система глушителя, уменьшающий акустический отголосок оружия до глухого кашля. Когда пуля покидает ствол винтовки Экзитус, отправляет сигнал пики. Оба оружия идеально синхронизированы. Пика мобилизует свою энергию, чтобы использовать ее в первый и единственный раз. Она сожжет себя после первого же выстрела. Пуля покрывает расстояние за секунды, падая к фигуре на плазе в точном соответствии с рассчитанной дугой. Снос ветром в пределах нормы и не изменяет ее курс. Затем со вспышкой пуля ударяет в силовое поле. Любой стандартный баллистический снаряд дезинтегрировал бы в этот момент, но Кел выстрелил щитобоем. Энергичные осколки, обогащенные антиполяризованными квантовыми частицами, нарушают структуру силовой стены и она схлопывается. Но барьер контролируется схемой, циклически опрашивающей его состояние и будет активирован заново менее чем через две десятых секунды. Этого недостаточно. Когда падает стена, щитобой сопровождает внутрь энергетический разряд пики. Пика одноразовый рентгеновский лазер, подчиненный винтовке Кела, чтобы стрелять туда, куда стреляет снайпер. Поток излучения сходится абсолютно в ту же точку и его нечему остановить. Выстрел попадает объекту в глотку, разлагая плоть на атомы, перегревая жидкость до состояния пара, отваривая кожу, распыляя кость. Единственный звук производит падение обезглавленного тела, когда оно врезается в землю, разбрызгивая фонтаны крови по белому мрамору и сверкающей мантии воителя. Глава пятнадцатая Экстаз Последствия Возмездие Один Было что-то бодрящее в том, чтобы забирать жизни подобным образом. Многочисленные убийства, которые висели на совести у Гарпуна, как правило, были бесшумными, интимными мероприятиями. Лишь убийца и жертва, танец вдвоем, соединяющие гораздо более искренней, гораздо более честной связью, чем любой другой вид взаимоотношений. Никто не обнажался по-настоящему до самого момента смерти. Но это... Гарпун никогда не убивал больше, чем троих за раз, не возникало нужды. Теперь он был пьян от этой кровавой баней и удивлялся, почему он никогда не делал этого раньше. Упоительное безумие было всепоглощающим, и это было восхитительно. Отбросить все притязания на незаметность и притворство это раскрепощало совершенно особенным образом. Он был честен, обнажаясь перед взглядами всех и каждого, и став этому свидетелями, они с криками бросились прочь. Беженцы вопили и разбегались в разные стороны, в негромком завывании песчаной бури. Он мчался за ними, заливаясь громким смехом. Он никогда не был таким открытым. Даже будучи ребенком, он прятал свою суть, боясь того, чем он был. И затем, когда за ним в своем черном корабле прилетели женщины, в золоте и серебре он скрыл ее еще глубже. Даже люди с глазами из металла и стекла, которые резали его, постигая глубины его противоестественного, ненормального ума, это его грани, не увидели даже они. Гарпун был крутящийся лавиной когтей и шипов, зубов и рогов. Демоническая шкура размывалась, менялась и преобразовывалась, чтобы окончить жизнь очередной жертвы новым и зверским способом. Везде, где на его обнаженную кожу попадали брызги крови, открывались хватающие рты, чтобы их поглотить. В него начал стрелять последний солдат, и он почувствовал вспышки жгучей боли, когда в его спину и ноги врезались пузатые крупнокалиберные заряды. Демоническая шкура завизжала, отводя основную часть энергии удара и не давая пулям добраться до настоящей плоти гарпуна. Он развернулся на пятках, крутясь как танцор и описывая сальто в воздухе. Остальные бойцы лежали в лужах собственной крови. Песок жадно пил остатки их жизней из размаженных голов и сокрушенных сердец. Гарпун перемахнул через товарищей склонился на одной ноге и вскинул стопу второй по укорачивающейся черной дуге. Когти выскочили наружу и удар пришелся в носовую полость мужчины. Кости расщепились с влажным хрустом. Зазубренные осколки кинжалами вошли в мозг. Каким по счету был этот труп? В запале погони охоты убийца потерял им счет. Потом он увидел ведьму, прячущую свое лицо за стальным черепом и его перестал заботить этот вопрос. Худенькая жилистая женщина выстрелила в него веером игл. От большинства он увернулся, немногие впились в демоническую шкуру, которая пошла складками и извергла их из себя на землю. Однако это был всего лишь сдерживающий маневр. Он чувствовал вибрацию, распространяющуюся через варп. Чужеродный монстр, защищающий его тело, дрожал и испытывал отвращение от близости девушки. Вокруг ауры ассасина собирался болезненный свет, засасываемый в пустоту внутри нее через ткань ее маскировочного комбинезона. Казалось, что вокруг отверженной смолк ветер, как будто она порождала сферу небытия, в которую не мог проникнуть даже звук. Конструкция из линз и шипов, выпирающая из одного бока оскаленного стального шлема черепа, затрещала разрядами энергии, и взбудораженный воздух прогнулся как зыб на воде. Из оружия хлынул черный поток отрицательной энергии, который опалил гарпуна, вскинувшего руки в защитном жесте. Удар был невероятным по силе, и он закричал от боли, подобной которой еще никогда не испытывал. Кое-где демоническая шкура в буквальном смысле горела, истекая желтыми огнями гноя в тех местах, где она покрылась волдырями. Все его веселье испарилась в ту же секунду, это была не игра. Девушка была смертоноснее, чем он предполагал, больше, чем просто паре. Она была немножко похожа на него, но там, где способности гарпуна были неотъемлемой частью перекрученной, измененной варпом структуры его души, девушка была лишь бледным подобием, недоделкой. Ей требовалась аугментация в виде шлема оружия, просто, чтобы приблизиться к его совершенству. Гарпун почувствовал себя оскорбленным самой идеей того, что благодаря механическим приспособлениям что-то может подойти вплотную к возможностям, которые давали ему его смертоносные дарования. Он убьет девушку за ее притязание. Демоническая шкура хотела, чтобы он отступил, ретировался и выиграл необходимые для исцеления секунды. Он проигнорировал ее стинания и поступил наоборот. В тот миг, когда он очутился в окружающем ее ореолей и сушающего душу холода, Гарпун бросился на парию. Он незамедлительно ощутил, как из него вытягивает его собственную энергию. Боль была такой яркой и интенсивной, как будто девушка выцарапывала артерии из его плоти. Гарпун мельком осознал, что до известной степени ощущает, каково пришлось псайкеру, когда она умирала от его руки. Должно быть, так чувствовала себя Перик, когда она превращалась в пепел. Он ударил прежде, чем его затянуло отливом. Бритвенно-острые когти, мерцающие дугой, рассекли воздух и полоснули по армированной ткани и горлу девушки-изгоя. Это было недостаточно, чтобы сразу убить ее, нахватило, чтобы вскрыть вену. Она тут же зажала рану рукой, чтобы задержать кровь, но недостаточно быстро, чтобы остановить красную струйку, взлетевшую по дуге в волту. Гарпун открыл рот и подставил под нее лицо, снова заходясь смехом, когда девушка, задыхаясь, отшатнулась прочь. Два. Внутри шлема Йоты кровь скапливалась вокруг ее рта и шеи, текла струйками из ушей, из носа, в ее глазах лопнули крошечные капилляры и зрение затопило алый цвет, она плакала кровью. Анимус работал над перезарядкой для второго энергетического залпа. Йота совершила ошибку и слишком рано выстрелила первым разрядом, не дав ему набрать максимальную смертоносность. Ее ошибка заключалась в недооценке возможностей этого существа. У нее не было никакой точки отсчета, чтобы понять, с чем она столкнулась. Сперва ей представилось, что это был другой ассасин, посланный против нее в рамках некоего агрессивного маневра, призванного свести на нет труды отряда ликвидации. Она не видела логики в подобном действии, но с другой стороны, кланы часто совершали странные вендеты по отношению друг к другу, чтобы отыграться за мелкие проявления неуважения и незначительные оскорбления. Такие вещи случались на тех условиях, что их нельзя было доказать, и что важнее, пока они не шли в ущерб более важной миссии официо ассасинорум. Но этот убийца был за пределами всего, с чем она сталкивалась. Это было совершенно ясно. Пришедшийся вскользь удар луча анимуса должен был по меньшей мере его искалечить. Йота обратила на него считыватели своего регистратора ауры и была потрясена тем, что увидела. Невероятно, но его психические свойства изменились, трансформировались. Из необычного вещества плоти, скрывающего его тело, струился замысловатый нимб призрачных цветов. Йота неожиданно осенила, что она смотрит в мутное зеркало самого варпа. Это существо было не одной, а двумя жизнями, с тонкими ниточками телепатической энергии между ними, которые сшивали их обоих с неоформенной энергией Материума. Она внезапно поняла, как ему удалось выдержать удар Анимуса. Энергия, такая смертоносная в физическом мире, была не более, чем каплей воды в огромном океане, заключенном в сферах варп-пространства. Убийца обладал такой связью с эфиром, которой у нее не было никогда. И он стравливал импульс выстрела в варп, где тот мог безвредно рассеяться. Меняющаяся аура потемнела и превратилась в чернильную тьму. Йота уже видела он создавал ее зеркальное отражение и пока Йота смотрела, как это происходит, она чувствовала гравитационную хватку на своей собственной энергии, которую неумолимо притягивала к преображающемуся, изменяющемуся убийце. Он был похож на нее, но также и не похож. Там, где хитроумные механизмы Анимуса всасывали в себя псионический потенциал и возвращали его в виде смертоносного разряда, этот человек, это уродливое отклонение от нормы, он мог делать то же самое в одиночку. Ему позволило это сделать кровь. Ее кровь проглоченная, классифицированная, инкорпорированная. Йота закричала и в первый раз в своей жизни она на самом деле по-настоящему испугалась, познавая самые черные глубины ужаса. В ее разуме взвихрились языки пламени и она освободила их. Он расхохотался, когда они скатились с него и отразились назад сквозь пространство-время. Рот Йоты наполнился пеплом и ее крики замолкли. Три Казалось, что этот миг тянется бесконечно. На плазе освобождения не было слышно ни звука, даже шума, втягиваемого в легкие воздуха, как будто внезапно возникший вакуум вытеснил из пространства всю энергию и все эмоции. Это было откровенное нежелание верить в то, что только что случилось, и оно заставило замереть весь догонет. В следующую секунду хрупкое мгновение разлетелось как стекло и в толпе началось сумятиться. Горе и ярость, как две волны близнецы, одновременно вырвались наружу. Все погрузилось в хаос, люди перед заградительными барьерами хлынули вперед и повалили металлические заслоны, накатывая медленным валом на неровную цепочку ошеломленных кланских солдат. Часть бойцов держала оружие на готове, другие позволили наступившему приливу поглотить себя, лишившись присутствия духа от потрясения, вызванного тем, чему они стали свидетелями. Коин, повинуясь непонятному порыву, спрыгнул с основания колонны и побежал за линию потрескивающих излучателей силовой стены. Ему никто не препятствовал. Здесь потрясение было осязаемым, оно висело в воздухе, как дым. Гигантские астарты стояли вокруг тела своего командира в боевом круговом построении, водя оружием вправо-влево и на восхищение, подумал Коин. Низшие существа, обычные люди, поддались бы гневу, который они должны были незамедлительно ощутить. Но Калидус не сомневался в том, что ждать осталось недолго. Один из астартес отпихнул другого с дороги и крутнул ладонью, срывая свой шлем. Доли секунды Коин видел на суровом лице воина неприятные чувства, боли и страдания, такие глубокие, что могли исходить только от брата, от сородича. Лицо астартес было покрыто шрамами и находилось в такой близости от него. Ассасин мог разглядеть, что на нем был знак звания брата-сержанта тринадцатой роты. Это казалось неправильным. Согласно собранным на сынов Хоруса данным, их примарх всегда путешествовал с почетным эскортом из офицеров группы, известной как Марниваль. «Мертв», сказал один из астартес, напряженным и сухим голосом, «убит трусами». Коин подошел так близко, как только осмелился, став рядом с парой майоров СПО, озадаченного вида, которые не могли решить, должны ли они идти к Некрану и остальным аристократам, или ждать, когда им отдадут приказы астартес. Сержант склонился над трупом и сделал что-то, чего Койну не удалось увидеть. Когда он снова распрямился, то держал в руке латную перчатку. Но нет, не перчатку. Это была искусно изготовленная аугметика, механическая замена потерянного в битве предплечье. Он снял ее с трупа, как будто это была реликвия. Но Хорус не... Мой капитан, прогрохотал сержант, скорбно кивая и взвешивая в руке свой болтер. Мой капитан. Сердце Койна превратилось в холодный камень в его груди. Его глаз привлекло движение. Губернатор Некран торопливо отделился от остальных аристократов и направился вниз по ступеням Кастартес. Шум толпы становился громче, и Каледусу приходилось напрягаться, чтобы услышать сержанта, который говорил в звукоприемник Вокса в шейном кольце своего нагрудника. Это Корда, прорычал он с нарастающей злостью. Позиция не... Я повторяю, небезопасна. В нас стреляли. Брат-капитан Сидиры был убит. Сидиры. Каледус знал это имя. Командир 13-й роты. Но это невозможно. Воин, которого застрелил Кел, носил мантию. Уникальное одеяние, принадлежащее самому примарху. Хорус позвал Некран, и когда он подошел ближе, по его лицу заструились слезы. О, ради звезд! Нет! Пожалуйста! Только не воитель! Приказы, произнес Корда, не обращая внимания на лепечущего аристократа. Коин не мог слышать ответ, переданный в бусину в ухе сержанта. Но сжавшиеся челюсти космодесантника поведали, что именно ему было сказано. Каледус почувствовал вспышку страха и, развернувшись, бросился прочь, рванув вниз по ступеням в направлении людского сборища. Коин услышал за шумом толпы звучный голос Некрана и обернулся на бегу. Губернатор, сотрясаясь от Ирдании, заламывал руки перед бесстрастным Астартес в серой броне. Его слова нельзя было разобрать, но не вызывало сомнений, что он умоляет Корду или взывает к нему, приводя бесполезные оправдания. Воин скупым движением поднял ствол своего болтера и выстрелил в губернатора в упор, разнося его тело в клочья. Люди Корды последовали его примеру, все как один, разворачивая свое оружие к знати и казня их. Перекрывая басовитый грохот болтерного огня, Астартес проревел приказ, который прорезал шум столпотворения как нож. «Сжечь город!» выкрикнул он. Четыре Спотыкающаяся Саум шла через сцены бойни, сжимая бак пистолет и волоча за собой ларец. С ней была Сайнап, которая изо всех сил пыталась поддержать второй конец сундучка. Все люди-аристократки были мертвы. Заполненный песком воздух был насыщен звуками выстрелов и криками боли, и казалось, что куда бы они ни свернули, им отсюда не выбраться. Саум запнулась об остатке лачуги, и в этот момент ее настигла последняя, прокатившаяся волна призрачного ужаса. Остатки псионического разряда сделали воздух густым и маслянистым, а затем она услышала гулкие крики Йоты, усиленные вакодором шлема Кулексус. «Святая терра!» прошептала пожилая женщина. Это могло быть только предсмертным криком, ничто другое не могло нести в себе такие устрашающие эмоции. Саум обернулась на звук и увидела, как умирает Йота. Из содрогающегося тела с выбросом шума и света высвободились крупицы тошнотворной энергии, и маскировочный комбинезон осел, а серебристо-стальной шлем отлетел прочь. Из черной униформы, свалившейся грудой трепья, выплеснулись густые клубы серого праха. Заполнявшее ее тело распалось в мгновение ока, шлем с лицом-черепом остановился, и из него высыпалась еще одна порция темного пепла, подхваченного завихрениями ветров. Дженникер выкрикнула ее имя Сайеноп, когда к ним метнулась размытая тень. Вененум почувствовала мощный удар и отлетела в сторону, выпустив ларец. Пока она кувыркалась, ей удалось сделать два быстрых выстрела из бак пистолета, и она была вознаграждена щелканием и шипением попавших на кожу кислот. Убийца Йоты вырос из гудящего песка, освещенный со спины резким сиянием восходящего солнца. Она тянулась к токсичному корду, когда он беспощадно врезал кулаком, разоружив ее силой своего удара. Бак пистолета отлетел прочь и был потерян. Саун почувствовала резкую режущую боль в груди от сломанных ребер. Упав на землю, она попыталась опорожнить желудок и обнаружила себя на колочке влажной земли в грязи, образовавшейся из песка и пролитой артериальной крови. На нее обрушилась коктистая ступня и хрустнула еще одна кость. Саун услышала смех и подняла глаза. К ней склонялась нависшая над ней извивающаяся тень. И тут откуда-то появился кусок железной трубы, который обрушился на хребет убийцы, вызвав взрыв яростного шипения. Саун зашевелилась, отчаянно пытаясь отползти. По ее телу пробегали волны страшной боли. Саун с лицом пылающим праведным гневом отвела назад свое импровизированное оружие и нанесла убийце новый удар, вкладывая в него всю силу, которую могла только собрать пожилая женщина. «За Бога Императора!» выкрикнула она. Однако третий удар убийца ей нанести не позволил. Он остановил падающую на него железную трубу и, удерживая ее на месте, выбросил вторую руку, сжимая тонкую птичью шею Саун и вздергивая ее в воздух. Сделав свирепый толчок, он извернул кисть, зажатой в ней трубой, и использовал ее, чтобы проткнуть аристократку. Затем он отшвырнул тело и зашагал прочь. Он подошел к тому месту, где лежал упавший ларец, и Саун слабо вскрикнула, когда чернильно-черная, текучая плоть убийцы заструилась в запорный механизм и вскрыла его изнутри. Древняя книга упала в песок, и Саун увидела, как побледнела и пропала оболочка статистного поля вокруг нее. «Нет!» прохрипела она. «Ты не можешь!» «Ты не можешь ее получить!» Убийца нагнулся и подобрал лицензию. С небрежной быстротой пролистывая древние страницы, сминая и разрывая бумагу. «Нет!» произнес он, не оборачиваясь к ней. «А кто меня остановит?» Он добрался до последней страницы и оглушительно, ненавидяще расхохотался. У Саун чуть не разорвалось сердце, когда он вырвал лист из переплета бесценной реликвии Еврота и свернул в кулак желтоватый пергамент. Ей показалось, что она мельком увидела на странице мерцание жидкости, поймавшие солнечные лучи. Затем, как будто это был какой-нибудь деликатес, который он дегустировал на банкете, убийца запрокинул голову назад и открыл рот. Его раздвоенные челюсти распахнулись, как непристойный цветок. На его щеках и шее открылось еще несколько клыкастых ртов. Он наклонил к себе бумагу и поглотил кровь Бога Императора. Он начал кричать и завывать, и буйство уродливых форм в его плоти превратилось в ураган извивающихся листовидных отростков, щупальцеобразных образований, скрижащих зубами ртов. Он потерял контроль над своим телом. Его красно-черная кожа изгибалась и вспухала, принимая тошнотворные омерзительные формы. Плача от боли и поражения, Саун поплелась к скиммеру троса, отчаянно пытаясь бежать до того, как убийца выйдет из своего экстаза. Пять Вокруг Келла еще не стихло эхо его выстрела, а он уже был на пути наружу. Он натянул хамелевидную накидку на свои плечи и повесил на одной из них винтовку экзитус. Он настроил таймер заложенных им зарядов взрывчатки, чтобы они сработали, когда он уйдет на безопасное расстояние. Виндикар задержался, чтобы установить на несущую колонну в центре прачечной комнаты дополнительный крак-заряд. Когда он взорвется, то обрушит потолок и, если повезет, уничтожит все, что сохранилось от опустевших верхних этажей высотки. Он не оставил следов, но доскональность окупалась сторицей. Спрыгнув уровнем ниже и двигаясь к выбранной им точке эвакуации, Келл услышал поднимающиеся с улицы звуки. Вслед за убийством, подобно лесному пожару, распространяются беспорядки. Отряду ликвидации необходимо уйти за пределы города, прежде чем их настигнет столпотворение. Он вышел на кромку разрушенного перекрытия и осмотрелся. Он разглядел внизу людей. Пятнышки фигур, бегущие по улицам. Келл отбросил ногой кусок упавшей кладки и извлек свое снаряжение для спуска. В ВОК-системе его шпионской маски затрещало и включился редко используемый общий канал связи. Келл похолодел. Частота была известна только членам отряда, и все они знали, что эта линия была средством на самый крайний случай. Хотя передачи по ней и были в высшей степени защищенными, их, в отличие от сигналов импульсных передатчиков, можно было засечь. И тот факт, что кто-то из группы использовал этот канал, означал, что дела приняли очень, очень плохой оборот. Следующим, что он услышал, был голос Калидуса. Каждая произнесенная им слово одновременно передавалась Тариэлю и Гарантину. «Провал миссии», сказал Коэн, задыхаясь от усилий, затраченных на бег. Келл расслышал на заднем плане болтерные выстрелы и крики. «Подтверждаю! Провал миссии!» Келл затряс головой. Это не могло быть правдой. Последним, что он видел через прицел Экзитуса, была вспышка излучения, когда пика разделалась с объектом. Хорус Луперкаль был мертв. «Разбитое зеркало!» сказал Коэн. «Повторяю! Разбитое зеркало!» Кодовая фраза поразила Келла как физический удар, и он сполз вдоль осыпающейся стены. Слова значили только одно — подмена. Их объект был замещен принесенным в жертву подставным лицом. В голове носился ураган мыслей. Как Хорус смог узнать, что они будут его поджидать? Секретность миссии была нарушена с самого начала. Их предали. Воин, которого Келл поместил в перекрестье прицела, мог быть только воителем. Лишь Хорус, освободитель Даганета, облаченный в свою мантию, сделал бы этот величественный жест, совершив единственный выстрел в небо. Это не может быть правдой. Это не может быть. Сомнения и неопределенность ярко вспыхнули на мгновение и затем угасли. Сейчас было не время раздумывать над таким поворотом событий. Первой, самой важной директивой было покинуть зону нанесения удара и перегруппироваться. Заново все переоценить. Келл кивнул своим мыслям. Так он и сделает, решил он. Он вытащит свою команду из этой неразберихи, а затем определит новый курс действий. Пока хотя бы один агент, официо ассасинорум, остается в живых, миссия все еще может уменьшаться успехом. И если по ходу дела на поверхность всплывет личность предателя, он отбросил эту мысль. Все нужно делать своим чередом. Виндикар переключился на общий канал. Подтверждаю прием, сказал он. С этого момента площадки эвакуации следует считать засвеченными. Направляйтесь к границам города и ожидайте контакта. Келл закрепил винтовку и зафиксировал на спине свой спусковой ранец. Отключить средства связи, приказал он, завершив последний приказ нажатием переключателя, деактивирующего его вокс-оборудование. Взрыв заставил его вздернуть голову, и оптика его шпионской маски засекла на краю поля зрения цветок тепловой вспышки, окружив его интенсивными иконками. По всей видимости, во время перестрелки взорвали машину. Он удивился, что кому-то хватило глупости отстреливаться от Астартес. Но тут над его головой пронесся рев двигателей. Тело отшатнулся под прикрытие частично обрушенной стены. А вокруг высотного здания с грохотом закружил тяжело вооруженный синевато-серый летательный аппарат, поддерживаемый яркими столбами пламени из маневровых двигателей. Грозовая птица, покрытая символикой сынов Хоруса. На мгновение он испугался, что Астартес засекли укрытие, из которого он стрелял. Но грозовая птица, снижаясь, унеслась в город, оставив его незамеченным. Келл посмотрел вверх, в рассветное небо, и увидел другие хищные силуэты, падавшие полосы пара, следствие входа в атмосферу. Кем бы ни был тот, кого ликвидировал выстрел Келла, но отомстить за него шло множество воинов-воителя. Удостоверившись, что грозовая птица улетела, Келл отошел назад, а затем побежал к поролому в стене. Он бросился в воздух, чувствуя напор ветра, когда его тело попало под власть гравитацией. Несколько тягостных секунд улицы под ним разрастались ему навстречу. Затем был резкий рывок в плечах. Это датчики его спускового ранца высвободили парафойл. За его спиной вспух переливчатый купол из армированной ткани, и падение замедлилось. Келл спускался в крики ужаса и насилия, разыскивая пути к спасению. 6. Каждый ярус духомщения сотрясался от едва сдерживаемого неистовства, когда спусковых палуб стремительно взлетали катера за катерами. Они неслись прочь от боевого корабля длинной непрерывной цепью, смертоносные птицы-падальщики, кружащие и разворачивающиеся к поверхности догонета, неся ярость на своих крыльях, находящиеся неподалеку суда приписанной космической дивизии СПО или меняли курс, чтобы бежать от флота воителя, или уже падали на свой родной мир под действием силы тяжести, объятой пламенем, которая расползалась по всей их длине. Орудийные расчеты мегалазерных батарей духомщения соревновались друг с другом в нанесении ударов, которые были бы достаточно сильными, чтобы привести корабли в негодность, но не настолько, чтобы их уничтожить. Теперь крейсеры СПО сгорят в атмосфере, и огни их смертей будут видны над всей планетой. Это был самый эффективный способ приступить к наказанию. Дух мщения и прочие суда его флотилии неторопливо вторглись в орбитальное пространство Дагонета, приближаясь к точке сбора, где их ожидал корабль Люка Сидыра. Таната. Большинство комплектующих Таната, десантных катеров уже выходили на позиции, и рядовые 13-й роты обрушились на столичный город волной ничем не сдерживаемой ярости. Воины 13-й любили своего импозантного и беспощадного повелителя и собирались отомстить за него, поролив по меньшей мере реки крови. Высокие обзорные иллюминаторы зала собраний Луперкаля выходили на нас с духомщения. Дугу Дагонета и одинокий Таната перед ней. Малагарст оставил воителя стоять у окон и пересек стратегиум в направлении наружного коридора. На ходу он негромко говорил с группой обслуживающего персонала, которая следовала за ним всюду, куда бы он ни пошел. Адъютант распределял среди прочих подручных приказы Хоруса, и они по одному направлялись прочь, чтобы распространить их дальше по флоту. За дверным проемом обнаружилась тень. Адъютант, сказала она, «Первый капеллан», ответил Малагарст. Его обезображенное лицо обратило к несущему слову свою неизменную хмурую гримасу, и он отпустил оставшуюся прислугу взмахом своей когтистой руки. «Ты желаешь поговорить со мной, Эрип? Мне рассказывали, что ты погружен в свои медитации». Эрип, казалось, не заметил издевательского тона, которым Малагарст задал свой вопрос. «Меня побеспокоили». Прежде чем Малагарст успел потребовать менее туманного ответа, Эрип кивнул в сторону дальней стороны зала, где, наблюдая за перемещением своего флота, стоял Хорус. Повелитель Легиона был великолепен в своем полном боевом облачении, его доспехи окаймляли сверкающее золото и темная медь, а с плеча спадал короткий плащ и шкур огромных зверей. Его лицо скрывал мрак, и лишь отдельные черты едва виднелись в холодном свете, расположенных перед ним информационных консолей. «Я бы хотел задать воителю вопрос», сказал капеллан. Малагарст не двинулся с места. «Ты можешь задать его мне». «Как пожелаешь». Губы Эриба слегка скривились. Мы внезапно перешли в состояние боевой готовности. В моем понимании мы направлялись в этот мир, чтобы походя обозначить свое присутствие и ничего более. «Так ты не слышал», изобразил удивление Малагарст, «что для разнообразия он знал что-то, что не было известно несущему слово». Брат капитан Сидыра был удостоен чести быть представителем воителя надагонете, но произошел инцидент, засада я полагаю, Сидыры был убит. Лицо Эриба обычно безразличное на мгновение потемнело. Как это случилось? Это будет установлено в надлежащее время. В настоящий момент ясно, что заверения в том, что столица Дагонета безопасное место были лживыми. Там внизу сын Хоруса расстался жизнью, либо благодаря коварству отдельных руководителей Дагонета, либо из-за их некомпетентности. Малагарст склонил голову в направлении воителя. Хорус потребовал восстановить паритет. «Значит, знать умрет?» Адъютант кивнул. «Для приказы воителя?» «Я только пытаюсь понять», — Эреб замолк, когда Малагарст шагнул к несущему слово, пройдя через дверной проем в коридор. «В твоих интересах, капеллан, не забывай, что только что был хладнокровно убит заслуженный боевой брат, отмеченный наградами, высоко ценимый Астарте, с потерей которого сильно ударит не только по 13-й роте, но и по всему легиону». Глаза и несущие слово в том числе считали его несдержанным хвостуном, но, как и всегда, Адютан держал свое собственное мнение при себе. Малагарст продолжил, «Будет лучше, если воитель разберется с этим вопросом, не привлекая тех, кто не входит в легион». Он кивнул стоящему за дверью сервитеру, и слуга начал закрывать громадные створки. «Я уверен, что отнесешься к этому с пониманием». В первый момент показалось, что несущий слово собирается возразить, но затем он кивнул. «Несомненно», сказал он, «я преклоняюсь перед твоей мудростью, Адютан. Кто понимает настроение воителя лучше, чем ты?» Он небрежно кивнул и пошагал прочь, обратно в тени коридора. 7. Они убивали все, что двигалось. Сыны Хоруса начали стрелять по скопищам людей на плазе освобождения, разгоня гражданских и превращая толпу в волну вопящих тел, которые топтали друг друга в отчаянной попытке убежать вниз по улицам и прочь от огромной резиденции. Коин пробивался через людские массы, замечая по дороге некоторые из сцен убийств. В окс-бусине, спрятанной в ухе Калидуса, эхом отдавался экстренный приказ Скелла. Астартес шли через площадь медленно и непоколебимо, держа болтеры у бедра и выпуская не было шанса промахнуться мимо мишени и на каждого человека, в которого они попадали и тотчас же убивали, приходилось несколько других погибших или близких к смерти из-за распределенной силы удара. Массы людей были настолько тесно прижаты друг к другу, что ударные волны распространялись через плоти кости и хотя Коин не видел этого, ассасин услышал шипение и потрескивание используемого огнемета. Запах горелого мяса был ему прекрасно знаком. Паника была таким же оружием, как и Болтер и Астартес. Люди, бегущие и толкающиеся, захлестнутые животным страхом, они слепо топтали друг друга, пытаясь спастись по уводившим с плаза радиальным улицам. У некоторых страх трансформировался в агрессию, и они размахивали тем оружием, которое у них было, тщетно пытаясь проложить себе дорогу через творящееся безумие. Коин скользил сквозь перепуганную толпу, как кто-то другой мог бы плыть по бурному морю, не сражаясь с ним, позволяя бешеным течением толчков и рывков бросать тело в разные стороны. Когда улицы вышли на более широкие бульвары, давка уменьшилась, и люди бросились бегом во весь опор. Часть из них была встречена первыми грозовыми птицами, рыскающими низко между зданиями, которые обстреляли их с бреющего полета. Калидуса донесло до обочины улицы, где он нашел лазейку в витрине, поврежденной в первые дни восстания. Укрывшись на время от вопящей толпы снаружи, Коин рискнул свериться с маленькой голой картой города. Любой из проспектов доставил бы ассасина прямо из центра города к его окраине, но по каждой улице продвигались маленькие отряды Астартес, хладнокровно и размеренно всаживая свои выстрелы как в тех, кто бежал, так и в тех, кто сдавался. Выждав какое-то время, Коин выглянул через кромку разбитого окна и увидел, что основная волна людей уже прошла мимо. Остающиеся все еще бежали, направляясь на юг. За ними Калидус заметил единственного Астартес в сером керамике и с болтером у плеча, вышагивающего так, как будто он совершал обычную утреннюю прогулку. Нацеливая оружие вниз, он на ходу выбирал случайные мишени и приканчивал их. Происходящее не было военными маневрами, это было избиение. Это ты виноват! Голос был полон ужаса и злости. Коин крутнулся и обнаружил мужчину в свежепорванной одежде, чей лоб пятнала кровь из недавнего пореза. Тот стоял на противоположном конце захламленного обломками пола магазина, яростно глядя на Калидуса и указывая на него трясущимся пальцем. Указывал он, конечно же, на униформу. Серовато-коричневый мундир догонятских сил планетарной обороны сейчас пребывал в беспорядке, но все еще был частью фальшивой личности, под маской которой работал Коин. Мужчина заковылял по стеклу, разбрасывая его ногами в стороны и не заботясь о производимом шуме. Ты привел их сюда! Он кнул пальцем в сторону улицы. Это не Хорус! Я не знаю, что это такое вообще! Они пришли убить нас! Зачем ты это им позволил? Коин понял, что человек не имеет представления о том, что произошло. Наверное, он не видел работы щитобоя и пики. Всем, с чем он столкнулся, была чудовищная смертоносная машина в доспехе цвета грозовых облаков. — Кончай болтать! — сказал Коин, распахивая китель СПО и нащупывая потайную полость в собственном теле, служившую кобурой. Резко вздохнув, Каледус надавил на рубец. Оружие Коин было внутри, но мышцы ассасина были напряжены от стресса, и оказалось, что ему сложно расслабиться и облегчить размыкание тканей. Просто помолчи! Снаружи что-то задвигалось. Кто-то, наверное, какой-нибудь смельчак из повстанцев, капры, или просто Дагонетис, уставший быть жертвой, метнул самодельную зажигательную бомбу с одного из верхних этажей здания на другой стороне улицы. И она разлетелась, окатив шлем и правое плечо воина. Сын Хоруса остановился и начал бить по огню, лизавшему керамид, гася его ладонью латной перчатки. На глазах Коина Астартес, все еще усеянный оранжевыми язычками пламени, развернулся на каблуках и прицелился вверх. Грохнул мощный выстрел, и Болтер вырвал кусок кирпичной стены на третьем этаже. Вместе с ним полетело вниз скувыркающееся тело, за которым тянулись струйки крови. Человек, оказавшийся вблизи точки попадания, был убит на месте. «Они... Им нужен ты!» прорычал мужчина из магазина, не обращая внимания на то, что творилось снаружи. «Может, они должны тебя получить?» «Нет», сказал Коин. Его пальцы наконец-то коснулись рукоятки пистолета, укрытого внутри тесной полости над желудком калидуса. «Я сказал тебе «за...» Внезапно хруснул камень, он был слишком велик, чтобы пройти через обшитый деревом проем. Бестрастные глаза зловещего шлема изучили их обоих, а затем воин пошел вперед, опустив болтер, который повис на плече. Сын Хоруса протиснулся внутрь, доламывая остатки дверной коробки и вытаскивая на ходу боевой клинок, и Коин отшатнулся назад. Нож был размером с короткий меч, и его фрактальная кромка испускала слабое сияние. Прежде чем калидус успел среагировать, Астартес удар навершием рукоятки, попав ассасину в грудь. Коин почувствовал, как треснули кости, и жестко приземлившись, откатился прочь. Ассасин испытывал некое извращенное удовольствие. Было ясно, что прикрытие Коина все еще было целым и невредимым. Если бы Астартес знал, с чем он столкнулся, убийство последовало бы незамедлительно. Мужчина указывал пальцем и кричал. Сын Хоруса, решив пока экономить боеприпасы, направился к уцелевшему человеку. Потрясающий с узорчатого потолка. Взмах боевого клинка утихомирил мужчину, снеся ему голову с плеч. Тело, забившись в конвульсиях, исполнило свой короткий, эксцентричный танец и грудой свалилось вниз. Коин дотянулся до пистолета, но спазмы мышц не выпускали его из потайной полости. Боль от ушиба лишила калюдуса и в обычной концентрации самоконтроля, необходимых в подобный момент. Сын Хоруса перехватил нож, взяв его за лезвие, приготовился метнуть. В следующую секунду раскатился грохот болтерных выстрелов и на нагруднике и левом наплечнике Астартес появились вмятины, похожие на цепочку серебристых цветов. Сквозь пелену перед глазами Коин увидел мужской силуэт, двигающийся быстрее, чем полагалось кому-либо, имевшему человеческое происхождение, и лицо, маску, клыкастый череп, сделанный из обесцвеченной оружейной бронзы. Торопливо отползая назад, ассасин наблюдал, как Гаранькин припустил вокруг Астартес по крутой дуге, кувыркаясь над упавшими прилавками и перепрыгивая с колонны на колонну. Его пистолет-ликвидатор огрызался на бегу, выплевывая мелкокалиберные болтерные снаряды, которые цокали и искрили, отскакивая от брони гигантского воина. Астартес уронил боевой клинок и поднял свой болтер. Оружие имело куда больший калибр, чем ликвидатор. На тех расстояниях, что навязывало противникам это тесное помещение, первое же прямое попадание будет означать смерть Эверсора. Но чтобы убить его, Астартес сначала должен был в него попасть. Коэн стонал от боли, пока пистолет медленно высвобождался изжатой от стресса телесной полости и смотрел на то, как два противника пытаются друг друга прикончить. В ограниченном пространстве разрушенного магазина вскрики болтерных снарядов оглушали, а воздух наполнился вонью кордита и густой удушливой пылью от разнесенных на атомы листов ДСП. Несущая колонна разлетелась, и сверху дождем посыпалась штукатурка и деревянные куски пола верхнего этажа. Калидус мог слышать частое, как у животного, дыхание Эверсора, который носился молнией туда и сюда, через поле зрения космодесантника, вынуждая Астартес стрелять ему вслед. Стим-железы пыхтели, инжекторы шипели, и кровеносная система Гарантина наполнялась биохимикатами и коктейлями из медикаментов, которые выводили его за пределы скорости рефлексов, даже таких улучшенных, как у Астартес. Пистолет, лоснящийся от слизи и телесных жидкостей, наконец-то выскочил из желудка ассасина и упал на пол. Калидус схватил его и выстрелил в исполина в серой броне. Нейросекач выбросил расширяющийся веер тусклого энергетического разряда, охватившего сына Хоруса, и воин пошатнулся от удара, поднимая одну руку, чтобы схватиться за шлем. Мимо с ревом промчался Гарантин, перепрыгивая через Коина, который полулежал, прислонившись спиной к стене. «Моя добыча!» выкрикнул он. Слова повторялись и вылетали наружу так быстро, что превращались в слитный поток шума. «Моя добыча! Моя добыча! Моя добыча! Моя добыча!» Он был размытым облаком когтей и пистолета, слишком быстрым, чтобы глаз мог уловить его изображение. Ассасин Эверсор врезался в Астартес, так что полетели искры, избил его с ног, стреляя из своего ликвидатора в упор во вмятины на нагруднике воина и бешено царапая шлем с шипастыми когтями своей нейроперчатки. Даркойна доносилось раздраженное рычание отбивающегося Астартес, но Эверсор был подобен ртути, которая выскальзывала из неповоротливых бронированных пальцев. Брызнула темная артериальная кровь, это треснула броня, и Гарантин вгрызся в мясо, которое под ней нашел. К этому моменту Болтер Астартес опустел, и он молотил по Эверсору кулаками. Но если болевые импульсы и достигали мозга Гарантина, варивая из усилителей ярости и подавителей сенсорных ощущений, циркулирующая в его крови сводила их на нет. Раздался каркающий влажный треск, и Астартес осел вниз и отключился. Дребезжа грубым смехом, Гарантин вскинул упавший боевой клинок и налег на него всем весом. Оружие погружалось в искрящие кабели и волокна искусственных мышц, пока не пронзило кожу и не разрубило кости. Примерно через минуту Эверсор упал на пол, все еще дрожа от последствий своего химического безумия. «Так!» — начал он, изо всех сил стараясь говорить членораздельно и принудительно успокаивая себя с каждым тяжелым глотком воздуха. «Вот каково оно! Убить одного из этих!» Он широко ухмыльнулся под клыкастой маской. «Мне нравится!» Калидус поднялся на ноги. «Нам нужно двигаться, пока не объявились его собратья. А ты не... Ты не собираешься меня поблагодарить за спасение жизни, оборотень!» Астартес неожиданно дернулся вперед, растопыривая пальцы латных перчаток в последнем всплеске убийственной ярости, питаемой дикой злобой. Нейросекач Койна был у него в руках, и ассасин выстрелил в череп сына Хоруса разрядом полной мощности. По мозгу прокатилась волна разрушения нервной ткани, вызвав моментальную смерть. Воин пошатнулся и снова упал. Койн искосо посмотрел на Гарантина. «Спасибо!» Глава шестнадцатая Столкновение Выбор Прощение Один Бомбардировка началась, и люди в столице Даганета испугались, что настал конец света. Впрочем, они мало что знали о реальном положении дел. Высоко над ними на орбите по городу стрелял лишь один боевой корабль Таната, и при этом даже не из самых мощных своих орудий. Люди не знали, что вокруг своего сестринского корабля, наблюдая и выжидая, парил в молчании целый флот. Если бы все суда воителя высвободили свою смертоносную мощь, то эти страхи действительно стали бы явью. Кора планеты была бы расколота, континенты вспороты. Возможно, все это еще и случится, и довольно скоро. Но пока было достаточно того, что Таната металл вниз через атмосферу инертные кинетические снаряды, раздирающие небеса крики. Издаваемые ими в полете достигали кульминации в затухающем грохоте, когда выстрелы уничтожали электростанции, военные укрепления и огромные дворцы знатных кланов. Земли происходящей казалось безудержным разрушением, но если смотреть с орбиты, схема атаки была практичной и хирургически точной. Коин и Гарантин держались в стороне от главных проспектов и бульваров, избегая шоссе, по которым текли процессии перепуганных горожан, которые направлялись к границам города. С момента убийства на Плазе прошло несколько часов, и импульс, заставлявший людей бежать, был сведен на нет сковывающим их ужасом. Теперь они коваляли, по большей части молча. Некоторые толкали перед собой тележки, нагруженные доверху всем, что им только удалось прикарманить или унести с собой. Другие цеплялись за перегруженные наземные машины. Если люди все-таки общались, то делали это шепотом, как будто боялись, что если не заговорят нормальным голосом, то Адептус Астартес услышит эти звуки через весь город. Калидус, укрывшийся в тенях проулка напротив разрушенной остановки монорельса, слушал разговоры людей о сынах Хоруса. Некоторые утверждали, что они сосредотачиваются на Плазе Освобождения, что там запаркованы полчища грозовых птиц, которые извергали из себя все больше и больше Астарта с каждой проходившей минутой. Другие упоминали о замеченных на улицах бронированных машинах, даже о боевых титанах и о монструозных бойцовых тварях. Единственный несомненный факт, который Коэн смог установить из того, что ему удалось собрать по крупицам, заключался в том, что сыны Хоруса были настроены выполнить приказ Девра Маккорды, как можно точнее. К началу ночи от столицы до Ганета не останется ничего, кроме тлеющего погребального костра. Ассасин посмотрел вверх, где на фасаде здания станции висел, перекосившись на бок и вниз большой уличный экран. Дисплей был разбит, и по нему бегала хаотичная рябь помех. Пиксели, отображавшие текст, как будто примерзли к месту. И еще можно было разобрать объявление о том, что работа столичной железнодорожной сети временно приостановлена. Коэн осторожно поглядывал на устройство. По периметру всех общественных экранов располагались шеренги видеопикторов, которые были подсоединены к городской мониторной сети. Каледус испытывал здоровое шпионское отвращение к тому, чтобы светиться перед камерами. Коэн очень ясно увидел, как один из пикторов, как будто услышав его мысли, встрепенулся на своем шарнире и начал рывками разворачиваться к цепочке беженцев. Ассасин отступил назад в тени, не зная точно, засекло ли его мониторное устройство. В нескольких метрах дальше по проулку на мусорном контейнере сидел Гарантин, который трясся от отходника после ускорения рефлексов и с помощью полевого комплекса штопал разнообразные раны, нанесенные ему сыном Хоруса в предыдущей схватке. Коэн скривился, услышав чапкающий звук кожного степлера, прикрепляющего плоть обратно к плоти. Гарантин поднял взгляд, его маска была снята, один глаз был поврежден, и из него текла прозрачная жидкость. Он оскалился, показывая пятнистые от крови зубы. Еще минутку, урод! Коэн проигнорировал оскорбление, сбрасывая из себя изорванные остатки кителя войскового командира СПО и надевая взамен парчевый жакет, украденный с упавшего манекена в витрине магазина. Столько у нас может и не быть! Каледус откинулся назад спиной к стене и позволил лицу дородного офицера СПО соскользнуть с себя. Совершать изменения подобным образом, без надлежащей медитации и необходимого количества времени было мучительно трудно, но этого требовали обстоятельства. Облик Коэна поплыл, становясь похожим на юношу с мальчишеским лицом под всю той же копной непослушных тонких волос. «Ты вообще помнишь, как выглядел?» сказал Эверсор полным отвращением голосом. Коэн искосо посмотрел на второго ассасина, подчеркнуто задерживая взгляд на топографии шрамов и бесчисленных имплантов, как над, так и под кожей. «А ты?» Гарантин хохотнул. «Мы оба по-своему такие милашки!» Он вернулся к своим ранам. «Какой-нибудь признак астартес?» Калидус издал отрицательный звук. «Но они придут, я видел подобных им раньше. Они промаршируют через весь город, передавая огню все, мимо чего будут проходить и бросая всем вызов их остановить. «Пусть приходят!» проворчал Гарантин, наматывая последние бинты вокруг своего нас их будет больше, чем один. «Не сомневаясь!» Руки Эверсора все еще подергивались. «Отравительница была права!» «Мы все здесь умрем!» Это привлекло к нему жесткий взгляд Калидуса. «У меня нет намерения заканчивать свою жизнь на этой захолустной планетке!» Гарантин негромко рассмеялся. «Прикидываешься, что у тебя есть выбор?» Гарантин изобразил пальцем движение стрелки метронома. «Тик-так!» «Шансы против нас!» «Кто-то, должно быть, распустил язык!» Реплика заставила второго ассасина погрузиться в молчание. Коин не желал задумываться об этой возможности, но Гарантин был прав, когда подозревал, что их миссия была засвечена. С учетом того, что случилось на Плазе, это умозаключение выглядело логичным. Резкий крик животного отвлек внимание Коина от столь неприятных мыслей. Ассасин посмотрел вверх и увидел, что хищная птица, пролетавшая мимо конца параулка, разворачивается на крыле, чтобы спланировать в их сторону. Подвижением, целясь вверх из своего ликвидатора. Сенсорная антенна из боевого комплекта «Страж» навела мушку, игломет комбинированного пистолета издал щелкающий звук, и птица, подбитая в середине разворота камнем, упала на землю. Коин направился к телу животного. В нем было что-то странное. Вспышка солнечного света на металле. Проголодался, да? Сзади, пошатываясь, подошел Гарантин. Он слегка прихрамывал. Идиот! Коин поднял трупик птицы, чье окровавленное тело было рассечено надвое игловидным дротиком. В череп и крылья хищника была имплантирована множественная аугметика. Это псибернитический орел. Из хозяйства инфоцита он ищет нас. Коин бросил еще один взгляд наверх на уличный экран и устройство наблюдения под его нижним краем. Может, это он открыл рот, пробормотал Эверсор. А может, ты? Изображение на уличном экране мигнуло и изменилось. Теперь это был вид на улицу с высоты птичьего полета. Затем пошли кадры проулка. Затем все беспорядочно закувыркалось. Коин внезапно понял, что дисплей воспроизводит визуальный ряд, переданный авточувствами орла. Некоторые из отставших беженцев тоже это увидели и остановились посмотреть на зацикленную видеосъемку. Коин отбросил мертвую птицу и вышел на улицу. Все устройства наблюдения на нижней раме уличного экрана незамедлительно зажужжали, поворачиваясь, в это время ничего не происходило. Если Коин был прав и через эти линзы наблюдает Ториэль, то Ванос должен был быть сбит с толку. Лицо Коина отличалось от того, которое в последний раз видел имфоцит. Но затем на всеобщее обозрение приковылял Гарантин и все сомнения исчезли. Беженцы увидели здоровенного убийцу-психопата и в страхе попятились назад, как будто внезапно осознали присутствие в своих рядах дикого животного. В этом, подумал Коин, они были почти правы. Гарантин злобно смотрел на них, скаля свои зубы. С остановки монорельса прозвучал гудок и автоматические механизмы начали дерганными рывками открывать тяжелые металлические ворота, которые отгораживали станцию от улицы. Экран наверху снова мигнул и появившийся на этот раз текст объявил, что железнодорожная система теперь находится в рабочем состоянии. Коин слегка улыбнулся. Думаю, у нас есть транспорт. Калидус сделал шаг, но его руку схватили как кистые пальцы. Может быть, ловушкой, прошипел Гарантин. Вдалеке в землю с воем ударил еще один орбитальный залп, от которого земля под их ногами заходила ходуном. Есть только один способ это выяснить. Три. На платформе, приподнятой над уровнем улицы, стоял под парами единственный поезд. Сеть линий монорельса бездействовала с самого начала восстания против Терры. На первых парах войска кланов отключили ее, чтобы навести порядок путем ограничения движения обывателей по городу. А затем ей пришлось простаивать из-за массового побега из лагеря на конечной станции. На некоторые ветки все еще были подключены к остаткам быстроумирающей электросети столицы. Автономные системы контроля, управляющие работой поездов линии станции, были нехитрыми устройствами. Они не представляли преграды до того, кто обладал квалификацией вануса. Еще один псибернетический орел, устроившийся на носу поезда, пронзительно закликотал, пока Коин и Гарантин во весь опор неслись к платформе. Калидус бросил взгляд вниз вдоль широкой лестницы. Самые смелые из беженцев рискнули войти внутрь станции вслед за ними. Быстро Коин обнаружил открытую дверь вагона и забрался внутрь. Поезд был грузовым составом, разгороженным на загоны, пригодный для перевозки домашнего скота. Воздух внутри пропах вонью животного пота и экскрементов. Когда Гарантин вскарабкался внутрь, орел взлетел и поезд тронулся вперед со скрижащущим лязгом, рассыпая искры, летевшие из-под сжимающих рельс направляющих колес. Запахло озоном и вагоны покинули станцию, набирая импульс и покачиваясь на ходу. Поезд с грохотом понесся вперед. По металлоконструкции раскатился глухой удар, когда он столкнулся с рельсом кусок упавшей каменной кладки. Коэн вытащил нейросекач и прошел в конец грузового вагона, пинком ноги распахивая дверь следующего, а потом еще двух за ним. В последней теплушке тень обнаружил трупы гроксов, чьи быкоподобные туши лежали на решетчатом металлическом полу. Они все еще были привязаны к фиксаторным кольцам на стенах. После начала сражений про них по всей видимости забыли и бросили их в этой зловонной металлической коробки на голодную смерть. Убедившись в том, что они были одни, Калидус прошел назад через весь поезд и обнаружил гарантина в кряжестом моторном вагоне. Тот наблюдал за стрекочущим кагитатором машинистом. Сквозь разбитое лобовое стекло двигательного отсека был виден поднятый над землей рельсовый путь впереди, который постепенно спускался вниз до уровня одного из основных бульваров, выходя на курс параллельный ходу радиальной магистрали. «Если нам повезет, то мы сможем проехать на этой развалюхе всю дорогу из города», сказал Коэн, рассеянно проверяя уровень заряда нейрооружия. Эверсор уже успел надеть свою клыкастую маску. Он сматривался вдаль как хищник, нюхающий ветер, слабо взбрыкивая при каждом вдохе. «Нам не повезет», резко поясе пару компактных магнокуляров и осмотрелся через них. Нечеткое изображение плавно пришло в фокус. Серые кляксы превратились в отчетливые силуэты адептуса стартес в броне модели Максимус, которые были заняты блокированием монорельсовой дороги. Пока Калидус смотрел на них, они подтащили корпуса сгоревших машин, собирая поперек рельса импровизированную баррикаду. «Я говорил тебе, что это ловушка?» прогремел Гарантин. «Ванус везет нас Кастартес». Коэн покачал головой. «Если это так, то почему мы не замедляемся?» Пояс наоборот двигался все быстрее, и на панели кагитатора предупреждающе замигали индикаторы. Скорость вагонов превысила допустимые пределы. Колеса завизжали, и состав понесся вниз по скату с поднятого участка рельсы к перекрестку на уровне земли. Металл заискрило металл. Сыны Хоруса начали стрелять по головному вагону, размеренно всаживая в его корпус болтерные снаряды из-за укрытия сооруженного ими заграждения. Гарантин вслепую дал очередь в автоматическом режиме стрельбы через разбитое окно, и затем рысью помчался в конец состава вслед за Коэном. Выстрелы дырявили стенки грузовых вагонов и через эти отверстия в затхлые внутренности поезда начали бить столбы света. Состав продолжал набирать скорость. Настил под их ногами ходил ходуном и было тяжело удержаться на ногах. Они успели добраться до конца поезда, когда моторный вагон врезался в баррикаду и с грохотом прорвался сквозь нее. Корпуса наземных автомобилей и ДВП тягача разлетелись по бульвару, сметая прочь двух астарта с силой удара. Раскаленно красный, нагруженный за пределами прочности металл пошел трещинами и направляющие колеса сорвались с оси. Поезд незамедлительно слетел с монорельца, подскакивая вверх и заваливаясь на бок. Вагоны грохнулись на дорожное покрытие и пропахали вдоль улицы борозду, разбрасывая каскады асфальта и гравия. Находившихся в последнем вагоне ассасинов бросило на туши гроксов и смердящее мясо мертвых животных смягчило удар. Скрижищая и извергая клубы ярких оранжевых искр, сошедший с рельса грузовой поезд в конце концов замедлился и, содрогаясь, остановился. Коэн потерял сознание на несколько долгих-долгих минут. Потом Каледус осознал, что его тянут вверх, а затем проталкивают через дыру в том, что когда-то было крышей вагона. Тень сделал несколько нетвердых шагов наружу на шоссе, чувствуя запах горящего гудрона и резкую вонь горелого металла. Коэн прищурился на солнечном свету, шаря в поисках нейросекача. К счастью, оружие все еще было на месте. Мимо пошатываясь прошел Гарантин, который перезаряжал своего ликвидатора. Думаю, мы их расстроили, прокричал он, показывая поверх плеча Коэна. Обернувшись, ассасин увидел бронированных гигантов, бегущих к ним по дороге, стреляя от бедра. Очереди болтов врезались в землю и разбитый поезд, сотрясая их с оглушительным ревом. Коэн вытащил нейросекач и заколебался. У пистолета была ограниченная дальнобойность, и он больше подходил для убийства на близких дистанциях. Калидус предпочел отступить за облома грузового вагона. Возможно, удачный выстрел и уложит одного из сынов Хоруса, даже замедлит пару из них, но на них двоих неслось целое тактическое отделение. Нам не повезло, пробормотал ассасин, рассматривая вероятность того, что этот захолустный мир и впрямь станет местом, где окончат свою жизнь Коэн из клана Калидус. От дороги отскочил рикошет и Гарантин отшатнулся назад в укрытие. Коэн почувствовал сильный смолистый запах биожидкостей. По спине Эверсора проходила глубокая фиолетово-черная борозда. Ты ранен? Да? О! Второй ассасин, извлекший из стальной коробки пистолета заклинившую обойму, казался рассеянным. От вагона со стуком отскочил металлический контейнер, который приземлился около их ног. Гарантин без колебания подхватил крак гранату и швырнул ее обратно, в том направлении, откуда она прилетела. Коэн видел, что каждое его движение требовало усилий, и из раны продолжала сочиться густая, смешанная с химикалиями кровь. Эверсор испустил негромкий стонущий всхлип. Это разрядились инжекторы, сводя больно нет. Он свирепо посмотрел на Коэна, его зрачки были как булавочные головки. Что-то приближается, слышишь? Коэн собирался заговорить, но все звуки внезапно перекрыл рев реактивных струй. Из зазора между высотными домами, стоявшими вдоль одной из боковых улиц, появился тубоносый летательный аппарат. Его квадратный фюзеляж был подвешен между двумя рядов крыльев, кончавшихся вертикальными гондолами маневровых двигателей. Он был раскрашен ярко-бело-зелеными полосами цвета городской пожарной службы. В открытом люке виднелся мужчина в черном маскировочном комбинезоне, который держал в руках снайперскую винтовку. Из дула ружья щелкнул выстрел, и дальше по дороге взорвалась машина. Летательный аппарат снизился, и Коэн потянул Гарантин за руку. Пора уходить, прокричал Калидус. Напряженные мышцы эверсора бугрились, как мотки стального каната, и он дрожал от неукротимой энергии. Он говорил, что убил одного из них тогда, раньше. Гарантин сверлил взглядом приближающихся Астартес. Теперь их двое, если, конечно, ему верить. Летательный аппарат кружил невдалеке, пытаясь найти место для посадки. Сыны Хоруса перенесли часть своего огня с ассасинов на воздушное судно. Гарантин, сказал Коэн, нам нужно двигаться. Убийца-психопат передернулся и замер, как вкопанный. Ты мне не нравишься, Митчеллен раздельно произнес он. Ты это понимаешь? Это взаимное чувство. Коэну приходилось кричать, чтобы его можно было расслышать за шумом маневровых двигателей. Летательный аппарат завис менее, чем в метре над шоссе. За фонарем кабины неистово размахивал руками Ториэль. Хорошо. Я не хочу, чтобы ты неправильно понял мои мотивы. И затем Эверсор сорвался с места в голоб. Его ноги превратились в размытое пятно, когда он выскочил из-за укрытия и понесся прямо на Астартес. За его спиной к потокам бронзы падал водопад гильз, выбрасываемых из окна затвора его комбинированного пистолета. Калидус выругался и помчался в противоположном направлении к летательному аппарату. Келл был полуприкрыт распахнутым люком, в его руках дергалась винтовка Экзитус. Он стрелял по вражескому отделению очередями турбопробивателей. Коин подпрыгнул и вскарабкался в салон для экипажа. Съежившийся Ториэль бледный и взмокший от пота сидел за пультом управления. Судя по всему, он контролировал пилота-сервитора летательного аппарата, используя в качестве интерфейса свою перчатку к агитатор. «Где гарантен?» завопил он. «Он сделал свой выбор», ответил Коин, сползая на пол. 4. Эверсор с криком ворвался в группу мятежных Астартос, снося первого же подвернувшегося ему под руку космодесантника с ног шквалом визжащих снарядов из ликвидатора. В следующего он врезался, и оба упали в грохоте керамита и металла. Гарантен чувствовал бурлящий вихрь энергии, который носился по его венам. Его механически усовершенствованное сердце билось с такой невероятной чистотой, что звук пульса в ушах слился в непрерывный рев. Стим-капсулы в пазухах его брюшной полости нарушили свой режим работы и затопили его дозами психона и шквала, вкачивая их непосредственно в органы, в решетки форсунок, встроенных в его клыкастую маску, вдывали в его ноздри клубы необработанных и неразбавленных нейроактиваторов и усиливающих злость препаратов. Он несся в волне боевого неистовства, черной и безумной ненависти, которая заставляла его завывать от неконтролируемого смеха. Каждый захлебывающийся рык грохотал, как орудийный выстрел. В этом состоянии он был таким быстрым, таким смертоносным, таким удовлетворенным. Этот период бодрствования был самым длинным в жизни Гарантина, считая с того момента, как его нашли в колониях с обглоданными костями его соседей в детских ручонках. Он заострил их концы, чтобы ими убивать. Он скучал по безмятежному, бездумному блаженству стазисных коконов. Он чувствовал себя потерянным, без шепчущих голосов гипногогов. Бодрасс жизни это существование из часа в час и за дня в день, которое оказалось всем остальным таким легким. Для Гарантина это был ад отупляющего бездействия. Он ненавидел саму идею этих нескончаемых вчера и сегодня и завтра. Он жаждал очутиться в сейчас. Он чувствовал, как с каждой секунды его бодрствование, чистая ярость, питающая его, утекает прочь, и он становится слабым и мягким. Ему нужен был его сон. Нужен, как воздух. Но даже больше, чем сон, ему нужны были убийства. Лучше, чем самые мощные дозы боевых зелий, сильнее, чем всплески удовольствия от аналогов гормонов счастья, выделяемых лобочипами в серое вещество его мозга. Из всего этого списка самым прекрасным были убийства. Он колотил по шлему космодесантника, круша окуляры, разбивая в кровь свои когтистые руки. Он использовал ликвидатора как дубинку, нанося ему удары сверху и с боков. Он зафиксировал толчки, взрывы адского жара, отбросивший его от жертвы и впечатавший его в асфальт. Во рту пенилась вязкая, загаженная медикаментами кровь. Пузырилась зевя его клыкастой маски. Он не чувствовал боль. Был лишь белый шар тепла в центре его тела и он продолжал расти. Он расширялся, наполняя гарантией на удовольствие, какого он еще не испытывал. Его импланты, поврежденные пришедшимися вскользь попаданиями с болтеров и ударами ножей, засбоили и прекратили работу. Ниже колена его правой ноги не осталось ничего, кроме клочьев. Признаки неименуемой смерти активировали бездействующую искусственную железу под его грудиной и каждая мышца в его теле содрогнулась. Сферический орган, полный до краев ядовитым грузом, лопнул при приближении конца. Из железа термации хлынуло соединение, от которого кровь в жилах гарантично забурлила, превращаясь в кислоту. Все медикаменты и химикаты неудержимо смешивались, набирая крепость, становясь токсичными, взрывоопасными. Мягкие ткани глаз Эверсора сварились в собственных глазницах, так что он не увидел завершающей вспышки экзотермического выброса, когда его тело поглотил адский пожар самопроизвольного возгорания. 5. Они придерживались контуров городских улиц, двигаясь быстро и так низко, как только у них хватало смелости, но на окраинах столицы сынов Хоруса практически не было. Вместо этого мятежный Астартес предоставили сокрушение обнесенных стенами поместий и принадлежащих знатным кланам парков своему орбитальному контингенту. Сейчас город опоясывала радиоактивная цепь громадных ударных кратеров. Кое-где, там, где сила кинетических ударов расплавила грунт во вспученные фульгуритные плиты, закопченные чаши, перепаханной земли были сплавлены в стеклянные озерца. Под ними кратеры пересекали цепочки беженцев, ручейки людей двигались, как муравьи, переправляющиеся через отпечаток ноги бездушного гиганта. Густой, задымленный воздух над опустошенной местностью скрывал пролетающий воздушный корабль. Торель сообщил, что им повезло, и адепту состартес не задействовали авиационную поддержку. Они не смогли вытягаться с перехватчиком класса Ворон на этом неуклюжем, стонущем гражданском судне. Следуя приказам Келла, инфоцит направил летательный аппарат прочь от города, над пустырями за его стенами и в пыльные завихрения пустынь. С каждой проходившей секундой они все больше увеличивали расстояние между собой и ангаром космопорта, в котором был спрятан Ультио. Их никто не преследовал. В какой-то момент датчики зафиксировали что-то маленькое и быстрое. Возможно, реактивный байк, но оно было далеко в стороне от их курса и, похоже, не имело о них представления. В конце концов, Коэн нарушил молчание. Куда вы имя преисподней мы собрались? Найти остальных, сказал Виндикар. Женщин? Коэн все еще прятался за личиной молодого человека и выражение, возникшее на лице Калидуса, было слишком старым и ожесточенным для такой юной внешности. С чего ты взял, что они живее, чем Эверсор? Келл показал ему информационный планшет. Не думаешь же ты в самом деле, что я выпустил Кулексус из виду, не зная точно, где она находится, а? Маячок? Коэн немедленно вперился взглядом Ториэля, прянувшего от него загола панель управления автопилотом. Одна из твоих маленьких побрякушек? Инфоцит отрывисто кивнул. Безвредный транспондер для радиочастотной идентификации, ничего больше. Я произвел достаточно для всех нас. Коэн снова уставился на Келла. Так ты мне его подсадил? Глаза парня сузились. Где он? Келл холодно улыбнулся. Керационы на борту Ультио. Они были вкусными, да? Он продолжил, прежде чем Калидус успел среагировать. Коэн, не будь таким привередой. Если бы я не заложился на непредвиденные обстоятельства, мы никогда бы тебя не нашли. Ты все еще болтался бы в городе, считая минуты до того, как тебя прикончат сыны Хоруса. Ты подумал обо всем, сказал Тень, кроме той возможности, что наш объект будет знать, что мы идем. В разговор вступил Ториэль. Объект на плазе? Не был воителем, прорычал Коэн. Я дворцовый ассасин, совершивший больше убийств, в чем когда-либо трудился упоминать. И я выжил во время притворения в жизнь каждой санкции и осуществил каждую ликвидацию, потому что у меня не было тайн, не было никого, кому бы я доверился, не было ни единой возможности нарушить секретность операции. И несмотря на это мы сидим здесь. Вокруг нас рушится этот грандиозный идиотский план убийства Примарха. И ради чего? Кто слил информацию? Келл? Калидус пересек маленький салон летательного аппарата и ткнул снайпера пальцем в грудь. Кого винить? Я не знаю, что тебе ответить, сказал Келл в порыве откровенности. Но если бы кто-нибудь из нас предал императора, то у него была масса возможностей сорвать это предприятие еще до того, как оно вообще вышло за пределы системы СОЛ. Тогда как Хорус предугадал нападение, спросил Коэн. Он позволил, чтобы вместо него умер один из его командиров. Он должен был знать. Мы что, должны поверить, что он какой-то кудесник? Планшет Келла зазвенел, и он оставил вопрос без ответа. Возвратный сигнал два километра к западу. Торель открыл еще одну панель с призрачными галлолитическими изображениями и кивнул. Засек. Неподвижная точка. АУС ПИК судно регистрирует скопление металла. Противоречивые тепловые показания. Сажай нас. Под ними, вихрясь, неслись облака пыли, снижая видимость почти до нуля. Песчаная буря и атмосферные загрязнения из-за орбитальной бомбардировки. Ванус поднял глаза и доводы умерли на его губах. Когда он увидел непреклонное выражение лица Келла, он вздохнул. Как пожелаешь. Шесть. Ее обнаружили две тарельских наблюдательных крысы. Она лежала, навалившись на штурвал ДВП Скиммера, наполовину засыпанного, нанесенной бурей-дюной. Насколько смог определить инфоцит, она была ранена еще до того, как забралась в машину и пыталась бежать в пустыню. Но в какой-то момент ранение взяли вверх и руль выскользнул у нее из рук. Келл, на лице которого застыло яростное выражение, оттолкнул тареля с дороги и подхватил салом на руки. Ее лицо было сизым от синяков, но к удивлению инфоцита она была еще жива. Коэн что-то вытащил с заднего сидения Скиммера. Рельефный серебряный шлем в форме черепа, увенчанный линзами и антеннами загадочной конструкции. Когда Калидус поднял его, чтобы посмотреть ему в глазницы, из шейной части высыпался черный прах, унесенный прочь стонущими ветрами. Йота мертва. При упоминании имени Парии Саум зашевелилась. Оно убило ее. Ее голос был слабым и полным боли. Оно эхом откликнулся Тариэль, но Келл уже нес Вененум назад к летательному аппарату. Коэн забрался внутрь последним и со стуком задвинул люк. Кень принес с собой шлем Йоты и установил его на пол салона. Тот уставился на всех них своим немым обвиняющим взглядом. За бортом ветра стремительно бросали на фонарь завихрение песка и теребили крылья воздушного судна. На другом конце салона Келл разорвал медпак и высыпал его содержимое на металлический пол. Он занялся наполнением шприца инжектора противоинфекционным препаратом широкого спектра действия. Спроси ее, что случилось, сказал Коэн. Заткнись, рявкнул Келл. Я собираюсь спасти ей жизнь, а не проводить допрос. Если ее умышленно выманили, продолжил Калидус, если нападение на саун и убийство Йоты было спланировано, что могло убить ее, выпалил Ториэль. Там в красных проулках я своими глазами видел, на что она способна. Коэн поспешно направился к снайперу через салон. Ради трона, Келл, спроси ее, кем бы она тебе не приходилась, мы должны знать. Келл заколебался, а затем со взвешенной осторожностью заменил противоинфекционный препарат на стимулятор. Ты прав. Это может ее убить, предупредил Ториэль. Она очень слабая. Нет, ответил Келл, приставляя носик инжектора к бледной шеи. Вовсе нет, он нажал на кнопку и емкость с медикаментом опустошилась. Саун отреагировала с глухим схлипом, ее спина выгнулась, глаза широко распахнулись от шока, в следующий момент она хрипя обвалилась на пол. Ты выдавила она, находя взглядом стоящего над ней Келла. Слушай меня, сказал Виндикар, и на его лице снова появилось то самое занятное непередаваемое выражение. послал вместо себя заместителя. Теперь его астарты скарают город за то, что сделали мы. Глаза Саун на мгновение расфокусировались, пока она впитывала эту информацию. Убийца, прошептала она, ассасин прячется под личиной агента вольного торговца. Она подняла на них глаза. Я видела, что она сделала с Йотой, остальных она просто убила, но ее и потом кровь. Женщина начала плакать. О, бог император, кровь! Что она только что сказала? спросил Коин и дала поклонничество вне закона из всех. Тихо! рявкнул Тариэль. Инфоцит подался вперед. Саун, здесь другой ассасин убил Йоту, да? Она слабо кивнула. Пытался меня прикончить. Убил Сайнап и остальных святилищ и потом книга. Она всхлипнула. Из ее глаз стекли слезы. Келл протянул руку и положил ей ее на плечо. Я могу показать, сказал Тариэль. Обернувшись, Коин увидел, что Ванус сжимает в руках шлем Йоты. Что случилось, я имею в виду? В механизм анимуса встроена катушка памяти, регистратор миссии. Давай, сказал Келл, не поднимая глаз. Тариэль незамедлительно использовал свои механодридниты, чтобы вскрыть панели на затылке металлического черепа и соединил скрытые порты устройства с гололитическим проектором, встроенным в его кагитатор, при помощи блестящих латунных и медных кабелей. Замелькали и запрыгали изображения, в воздухе разматывались и бормотали отрывки разговоров. Инфоцит проникал в глубины блока памяти, прорываясь через многоуровневый шифр, а затем оно началось. Саун отвела глаза, она не хотела быть свидетелем произошедшего во второй раз. Семь. Тарель смотрел, как умирает Йота ее собственными глазами. Он увидел, как мужчина в форменной одежде клана Еврот превратился в существо, которое звало себе Гарпун. Он посмотрел на сбивающие с толку сканограммы ауры, не совпадающие ни с чем виденным паре и до этого, и он увидел ужасающее действие забора ее крови. Он отведал ее, пробормотала Саун, видите, в момент перед убийством. Зачем? Коэн был шокирован. Генетическая затравка, сказал Тарель, кивая в такт собственным мыслям. Могущественные псионические ритуалы требуют использования органического компонента в качестве инициирующего элемента. Обряды на крови, метнул на него взгляд Коэн, это примитивное суеверие. Так может казаться тем, кто придерживается определенной точки зрения. Йота снова умерла. Аудиозапись смогла передать первобытный ужас в ее предсмертном крике, и Тарель отвел глаза, чувствуя нарастающую тошноту. Необычная пария не заслуживала такой чудовищной смерти, как эта. Когда воспроизведение кончилось, долгое время никто не говорил ни слова. Они сидели в тишине, из головы не выходили образы демонической мерзости. В забывающих снаружи ветрах чудились отзвуки отвратительной сцены убийства девушки. «Колдовство!» в конце концов заговорил Кел. Его голос был холодным и жестким. Слухи о зловещих замыслах Хоруса не врут. Он объединился с союзниками, которые не вписываются ни в какие рамки. Губительные силы пробормотала Саун. «Это не волшебство», настойчиво сказал Тарель. «Называйте это тем, что оно есть на самом деле, наукой, но наукой самого черного свойства. Это порождение умов, не стесненных моралью или ограниченностью, как и сама Йота. Ты утверждаешь, что этот подколдунец Гарпун подобен ей?» прищурил глаза Коин. Девушку вырастили в лаборатории, преднамеренно осквернив ее касанием варпа. «Я знаю, что это такое». «Кто он такой?» сказал Тарель, выдергивая кабели из перчатки и заставляя погаснуть убийственные гололитические изображения. «Я уже слышал имя этой твари». «Объясни», потребовал Кел. «Про это нельзя никому рассказывать», инфоцит вздохнул. «Ванус наблюдают за всем. Наши банки заполнены сведениями о всех кланах, и именно так мы удерживаем свои позиции». Коин кивнул. «Шантажируйте всех и каждого». «Именно. Мы знаем, что Кулексус пытаются улучшить свои психические способности экспериментальным образом. Они собирают людей, находящихся на попечении сестер безмолвия. Те, кого они не вводят в свои ряды, исчезают без следа по другим причинам». «Этот гарпун был одним из наших?» Коин был настроен скептически. «Такое возможно», продолжил Ториэль. «Был проект. Он был свернут личным приказом достопочтенного Кулексуса. Они называли его «Черный пария». Живое оружие, способное обратить псионическую мощь объекта на него самого без помощи устройства «Анимус». Наивысшая форма контр-псайкера. «Что с ним сталось?» спросил Кел. «Эти сведения недоступны. Космический корабль, который Кулексус использовали как оперативную базу, должен был быть направлен в звезду. Так гласили приказы. Я знаю, потому что задача по сбору этих сведений была возложена на моего наставника. И этот гарпун «Черный пария», нахмурился Кел, «не умер, а служит воителю». Он потряс головой. «Во что мы вляпались?» «Но почему он здесь на Даганете?» настойчиво спросил Коин. «Чтобы уничтожить Йоту, чтобы сорвать наш план, направленный против Хоруса». Саун судорожно вздохнула. Йота просто оказалась у него на пути, как и все паломники и беженцы, сопутствующие жертвы. Гарпуну нужна была книга. «Кровь!» «О чем ты говоришь?» Кел взял ее за руку и развернул. «Дженникер, что ты имеешь в виду?» Она рассказала. И когда до тареля дошло, у него подкосились ноги, и он сполз по стенке кабины, тряся головой. Его губы беззвучно произносили слова «Нет, нет, нет!» Снова и снова. Коэн фыркнул. «Кровь императора? Этого не может быть, безумие какое-то. Ассасин Хоруса вырывает страницу из некого древнего фолианта, и с ее помощью он сможет ударить по самому могущественному человеческому существу из всех, кто когда-либо жил. Сама идея этого смехотворна. «Сейчас у него есть то, чего он хотел», продолжила Саун. Синхронность с генетическим профилем бога императора. Гарпун похож на взведенную бомбу, которая готова взорваться. Она старалась сдержать слезы. «Мы должны остановить его, прежде чем он покинет планету». «Ты видел, что Гарпун сделал с Йотой?» Келл посмотрел в сторону Калидуса. «Если это существо зеркало психической мощи, ты можешь себе представить, что произойдет, если он прорвется к Терри, если он подберется достаточно близко, чтобы обратить эту свою способность на императора?» «Катастрофа», просипел Терриэль. «То же самое, что случилось с Йотой, только помноженное на миллион. Столкновение самых смертоносных раздражить». Инфоцит судорожно сглотнул. «Трон! Он может даже убить его!» Коэн саркастически хмыкнул. «Император человечества ранен чем-то столь фантастическим, столь эфемерным. Не верю, что это возможно. До этого Гарпуна смахнут, как насекомое. Доводам этой женщины доверять нельзя. Таких, как она, ведет допотопный набожный фанатизм, а не факты. «Меня ведет один лишь бог-император», настойчиво сказала она. Калидус ткнул пальцем в отравительницу. «Видите? Она это признает. Она исповедует культ, запрещенный советом Терры». Прежде чем кто-нибудь успел ему ответить, Тень продолжил. «Наша миссия здесь. Объект. Может статься Хорус, умышленно послал этого капитана Сидыра на смерть, или мы раскрыли свои карты, начав действовать слишком рано, но это не важно. Конечный результат не меняется. Наша миссия все еще не завершена». «Он спустится на догонет», сказал Тариэль. «Теперь у воителя нет выбора. Все должны видеть, что этот мир покарает его рука». «Именно», продолжал стоять на своем Коэн, «у нас есть еще один шанс его убить. Единственный шанс. Момент, подобный этому, больше никогда не повторится». Саун мучительно заставила себя подняться на ноги. «Ты не понимаешь ничего, оборотень. Ни во мне, ни в том, во что я верю», прорычала она. «Его божественность абсолютно, и ты заблуждаешься, отрицая ее. Лишь он может спасти человечество от тьмы, собирающиеся вокруг нас. Мы не можем его подвезти». Она пошатнулась и завалилась на Кела, который успел поймать ее до того, как она упала на пол. «Я не могу подвезти его, подвезти снова». Ториэль подал голос. «Если Саун права, если это черный пария, и он поглотил толику крови императора, Гарпун будет стремиться покинуть этот мир и как можно быстрее преодолеть пространство Дотеры. И если у него есть корабль, который сможет доставить его в Варп, или того хуже, если Ассасина ждет флот Хоруса, то не будет никакого способа его остановить. Гарпуна необходимо убить до того, как он покинет Даганет. «Или мы можем проявить веру в императора и следовать нашим приказам», вклинился Коин. «Ты считаешь его божественным, Саун? Я могу не согласиться с этим, но я верю, что он достаточно силен, чтобы отмахнуться от любого нападения. Я полагаю, что он увидит приближение этого Гарпуна и низвергнет его с небес». Мальчишеское лицо Калидуса искривилось, всего на один миг. «Убьем его здесь, в этом мире, и мы навсегда покончим с угрозой, которую он представляет». «Думаешь, это будет так просто?» огрызнулась Саун. «Полный город людей предают мечу, потому что мы убили одного-единственного Астартес. Ты думаешь, если воитель умрет, все мятежники упадут к его ногам и оцепенеют от горя? Начнется анархия, разрушение и хаос. Миссии командую я», рассек воздух голос Келла. «И власть здесь принадлежит мне». Он пристально посмотрел на Саун. «Неповиновения больше не будет, решение приму я один». «Мы не можем убить их обоих», сказал Тариэль. «Поднимай нас в воздух», произнес Виндикар, потянувшись к своей винтовке. Девять. На огораживающей космопорт стене расположилась группа потрепанных людей. Некоторые из них были солдатами, некоторые нет. Все имели при себе трофейное оружие и были окружены ореолом острого страха. Они увидели с ревом, мчащийся к ним через пустыню реактивный байк и без колебаний открыли огонь. С момента потрясения, что обрушилась на них на заре, их пыталось убить все, что их окружало, так что они не дожидались, пока выяснится, была ли эта машина друга или врага. Сейчас догонетом правило безумие и страх, и люди бросались на людей в паническом стремлении покинуть обреченный город. Похожий на обрубок, летательный аппарат имел единственную лазерную пушку средней мощности, смонтированную вдоль линии фюзеляжа, и гарпун нацелил ее поворотами руля реактивного байка, стягая по защищенным зубцами наверху стены копьями желтого света. Выстрелы, рассчитанные на то, чтобы сбивать воздушные корабли, истребляли людей с каждым ударом, и тела разлетались во взрывах перегретого кровавого пара. Те, кого не убил первый шквал, были уничтожены, когда гарпун облетел их по крутой дуге, чтобы скосить их со стены на бреющем полете. За головой убийцы веером разлетались волокна сухожилий и комки из уродованной плоти. На демонической шкуре трепетали листовидные отростки, втягивая из воздуха кровавый туман. Байк пролетел над стеной и заскользил вдоль взлетной полосы к припаркованному челноку. Корабль Еврото стоял нетронутым, хотя гарпун заметил два тела, лежавшие у носа машины. Передние подфюзеляжные орудия, работающие в автономном режиме, захватили в прицел предприимчивую парочку, явно решившую, что может присвоить себе челнок, чтобы совершить побег. Когда гарпун приблизился, маленькая турель развернулась, отслеживая реактивный байк, но не выстрелила. Когда сенсоры смотрели на него, они не видели ничего, кроме путаницы противоречивых показаний, которые примитивный машинный мозг был не в состоянии расшифровать. Он бросил летательный аппарат и рысью помчался к челноку. Гарпун был как будто наэлектризован. Кипучая энергия и кружащие голову предвкушения заставляли петь каждый нейрон его мозга. Крошечная капелька крови, которую он проглотил, была сладчайшим нектаром. Она бурлила в его сознании, как крепкое пьянящее вино. В его распоряжении был осколок памяти Йозефа Сабрата, чувственные впечатления от распития коллекционного вина вместе с Дейгом Сиганом, от смакования его безупречного вкуса. Но им было далеко до нынешних ощущений. Он посмел отведать искупка самого могучего существа из всех, и даже этот крохотнейший глоточек заставил его ощутить себя царем всего мироздания. «Если это было лишь эхо, подумал он, то какое же блаженство должен ощущать император просто от того, что он есть?» Гарпун расхохотался в покрытое тучами низкое небо раскатистым смехом. Теперь он стал заряженным оружием, бесконечно смертоносным, готовым совершить величайшие в истории убийства. Ему всего лишь надо оказаться близко. Он заметил под правым крылом маленькую машину в виде барабана на толстых шинах. Это был механизированный топливный заправщик, управляемый простой автоматикой. Устройство было одной из многих подобных систем в космопорте, машиной, которая могла выполнять работу вместо людей, загружая, разгружая или обслуживая проходящие через комплекс корабли. Но, как и в случае столь многих других вещей на Даганете, когда планету охватил беспорядок, никто и не подумал отключить роботов, и они продолжали заниматься теми задачами, на которые были запрограммированы, не зная о том, что здания вокруг них разрушены и не ведая, что их человеческие хозяева скорее всего лежат мертвыми под обломками. Автомат добросовестно сделал свою работу и заправил челнок свежим прометиям. Гарпун задержался на трапе, ведущем в кабину, и его бьющий через край энтузиазм начал угасать. На другом конце взлетной полосы, там, где был горящий город, в небе разливалось красное зарево и доносился грохот. Клыкастая пасть Гарпуна искривилась, изображая нечто похожее на неудовольствие. Честно говоря, он не ожидал, что сыны Хоруса появятся на Даганете так скоро вслед за ним. Он надеялся, что у него будет день, а может и два, но течения варпа были переменчивыми. Интересно, не стоит ли за этим некая разумная сущность, которая свела всех игроков в одном и том же месте в одно и то же время, подумал он. Хотя, зачем бы ей это? Гарпун отбросил эту мысль. Он так сосредоточился на том, чтобы распрощаться с этим местом, что даже не задумался, что средство побега уже может и не быть на месте. Если здесь был флот воителя, то представлялось вероятным, что клипер Елене был либо им захвачен, либо разнесен в клочья. Я должен попасть на Терру. Он произнес эти слова слух. Необходимость жгла его огнем. А потом он почуял пятно на дальних подступах своего восприятия. Мощное, злобное присутствие. Гарпун снова непроизвольно посмотрел вверх в бурю. Да, там наверху был хозяин. Он глядел вниз на Даганет. Он разыскивал его. Убийца мог видеть тяжелый, пронзительный взгляд Эриба в разводах туч. Хозяин ждал его, наблюдал, чтобы увидеть, что он предпримет дальше, как терпеливый учитель за многообещающим студентом. Гарпун спустился с трапой, двинулся обратно к головной части челнока. Все вставало на свои места. Кровь была добыта, и ему оставалось всего лишь долететь до цели и совершить убийство. Эриб находился здесь, чтобы помочь. Хозяин даст корабль, который был ему нужен. Это будет его заключительным деянием в качестве наставника. Убийца подобрал одно из тел на взлетной полосе и затащил его под защиту крыла в укрытие от крупных капель, смешанного с пеплом дождя. Гарпун помнил ритуалы связи, выжженные в его памяти Эрибом. Минута, и все будет готово. Он окунул свои пальцы в глубокую рану на теле человека и набрал горсть сворачивающейся крови. Гарпун поспешил использовать ее для нанесения символов послания на потресканную поверхность Ферракрита. Он чертил круги и кресты, создавая символ восьмиконечной звезды, контур за контуром. По завершении она станет видимой для Эриба, как сигнальная ракета в безлунную ночь. Хозяин заметит ее и узнает, он поймет. Ветер на миг поменял направление, вдувая во впадины клыкастого рта гарпуна, служивший ему органами чувства, вонь трупа и резкий запах прометия, а также донес до него пронзительный виск гудящих турбин. Его голова дернулась вверх, замечая бело-зеленый силуэт, падавший вниз сквозь туманную дымку. Что-то сверкнуло в открытом люке, и гарпун рефлекторно отдернулся в сторону. Пуля чиркнула по демонической плоти его лица лезвием бритвы, пропахав рваную борозду, которая выплюнула в веер черной жидкости. Порченая кровь забрызгала полуначертанные символы, испортив узор. Гарпун пошатнулся. Промедлил он долю секунды, и пуля ударила бы между бездонными черными дырами его глаз. Напрягая мышцы рук, гарпун с щелчком кистей развернул ладони вверх, и демоническая плоть сформировала новые отверстия. Длинные тростины из острой кости со стуком вырвались в воздух в клубах розоватого выхлопа. Десять. — Поберегись! — крикнул Ториэль и ткнул пальцем в панель управления, отправив летательный аппарат в полубочку, которая открыла их объекту брюхо-воздушного корабля. Кел, державший свою винтовку, пошатнулся и на секунду потерял равновесие. Коин схватил его и поддержал, выказав удивительно большую силу для того, кто носил кажущееся таким субтильным тело. Невдалеке цеплялось за жизнь саун, дрожа на холодном сквознике, которым тянуло из открытого люка. Костяные осколки нашпиговали корпус летательного аппарата и пробили металлический фюзеляж. Кел вздрогнул, когда несколько из них ударили его в грудь и погрузились в защищающую ее броню. Коин вскрикнул и когда корабль выправился, Калидус завалился на спину. На бедре тени проступило через ткань круглое ярко-красное пятно. Кел махнул их природа изменилась и они стали мягкими и гибкими. К отвращению Виндикара осколки начали корчиться, как слепые черви. Он растоптал их ногами в белые пятна гноя и поднял экзитус к плечу. Тарель, разворачивай нас обратно! Летательный аппарат зашел против ветра. Их приближения скрывали тучи и грохот от бомбардировки столицы. Теперь они огибали припаркованный челнок, на фюзеляже которого отчетливо различалась символика консорциума Еврот. То, что Кел увидел через свой прицел на видение, вызывало тревогу. Он сталкивался с людьми всех категорий, с мутировавшими созданиями, даже с ксеносами. Гарпун не был похож ни на кого из них. Он источал скверную угрозу даже с такого расстояния. И один его вид вызывал у Келла тошноту. «Он метит в кабину!» выкрикнул Тарель. «Кел!» Снайпер увидел размытое пятно бегущего создания ассасина. Тварь туманила воздух вокруг себя, затрудняя прицеливание. Так волны жара поднимаются над раскаленной пустыней. Его палец на спусковой пластине напрягся. В патроннике сидела высокоскоростная заноза. При соударении с органической мишенью пуля расщепится на миллионы крошечных осколков, похожих на щетину, каждый из которых был заряжен кусочком проволоки молекулярной толщины. Волосинки разлетятся во все стороны и вспорят плоти кости, как смерч из лезвий. Так случится, если он попадет в цель. Но Кел промахнулся при первом выстреле. Даже с движущейся площадки, даже через дождь, даже при частично закрытой мишени, но он должен был попасть в цель. Виндикар стремительно принял решение и занялся затвором винтовки. Он извлек неиспользованную занозу и одним быстрым движением большого пальца переправил патрон с красным кончиком из кармана на своем рукаве в открытый патронник. «Чего ты ждешь?» закричал Коин. «Убей его!» Затвор Экзитуса дослал пулю Игнис и Кейл увел винтовку от объекта. Он не обращал внимания на крики Коина и его прицел заполнил силуэт топливного заправщика. Его следующий выстрел пробил главную цистерну с прометтием и зажигательная смесь внутри пули вспыхнула. Облако оранжевого огня перевернуло челнок и охватило его пламенем. По летательному аппарату ударили взрывные волны влажного воздуха и судно резко бросило вниз. От удара при приземлении с треском отломились шасси. Кейл вскочил на ноги. По взлетной полосе, отскакивая от ее покрытия, процокали упавшие с неба кусочки металлического корпуса. Сначала он видел лишь прыгающие, извивающиеся контуры языков пламени. Но затем из обломков вырвалось что-то красное и дымящееся и припустило бегом к зданию терминала космопорта. Виндикар зарычал и вскинул винтовку. Навес орудия сказал ему, что магазин был пуст. Он выругался, вставляя новую обойму и уже понимая, что это не имеет смысла. Когда он снова заглянул в прицел, гарпун исчез. Он убежал, чтобы укрыться. Начал он, разворачиваясь. Мы должны... Эрестет! Голос сестры пригвоздил его к месту. Она лежала на полу и ее лицо было восковым и тусклым. На ее губах была кровь. И когда она передвинула руки, он увидел зазубренный кусок кости, который выпирал из ее груди. Он уронил винтовку и подбежал к ней, падая на колени. В душе бушевали старые чувства, сильные и давным-давно похороненные. Дженникер, нет! Ты убил это! Он почувствовал, как отщек отливает кровь. Пока нет. Ты должен. Но не из-за гнева, понимаешь? В душе Кела вскипела холодная знакомая ярость, которая всегда придавала ему силы. Это была та же самая жгучая, леденящая душу энергия, которая гнала его вперед с того самого дня в схоле, с того самого момента, когда женщина в одеждах клана Виндикар сказала, что не знают имя человека, убившего его родителей. Это был его неискончаемый источник, движущий силы, бездомный родник черных эмоций, который делал его таким превосходным убийцей. В щеке Кела коснулись кончики пальцев его сестры. Нет, сказала Саун, и в ее глазах стояли слезы. Прошу, не показывай мне снова это лицо, только не месть, этому нет конца, Эрестет. Оно все продолжается, еще и еще, и оно поглотит тебя, не останется ничего. Кел почувствовал опустошенность внутри, как будто он был ненаполненным сосудом. Уже ничего не осталось, сказал он. Ты забрала все, когда порвала со мной. Последнюю ниточку родства, которая у меня была. Он посмотрел вниз на свои руки. Это все, с чем я остался. Дженникер покачала головой. Ты не прав, так, как была и я. Я позволила тебе уйти в ту ночь. Я должна была заставить тебя остаться. Мы могли бы прожить другую жизнь. Вместо этого мы себя обрекли. Ее жизнь угасала, и он это видел. Его охватил всплеск к дикой панике. Его сестре предстояло умереть, а он не мог сделать ничего, чтобы это остановить. Послушай меня, сказала она. Он наблюдает. Бог императора ожидает меня. Я не... Она прижала палец к его губам, дрожа от мучающей ее боли. Когда-нибудь Дженникер втиснула в его ладонь какую-то вещь и сжала поверх нее его пальцы. Спаси его, жизнь, Эристет. Он поставит меня по свою правую руку, и я буду с матерью и с отцом. Я буду ждать тебя там. Мы будем ждать тебя. Дженникер. Он попытался найти правильные слова, попросить ее простить его, понять, но в ее глазах уже были все нужные ему ответы. Он видел в них бесконечную уверенность и полное отсутствие сомнений. Она с трудом вытащила из своего кармана узкий токсичный корт. «Сделай это, брат!» сказала она ему с нарастающей болью, но не ради мести, ради бога императора. Прежде чем он успел ее остановить, она коснулась своей ладони кончиком, похожего на иглу оружия, и проколола кожу. Кел вскрикнул, когда ее веки затрепетали и закрылись, и она обмякла в его руках. По фонарю кабины барабанил дождь, шипело пламя. Он понял, что сбоку от него кто-то есть. Там стоял Коин, держа в руках его снайперскую винтовку. «Вендикар!» заговорил Кень. «Каковы твои приказы?» Кел разжал пальцы и увидел золотую аквилу, испещенную пятнышками крови. «Именем императора!» сказал он, поднимаясь на ноги и забирая оружие. «Следуйте за мной!» Глава семнадцатая Противостояние Дуэль Ликвидация Один Кел поднял глаза, когда из ангара, где был спрятан Ультио, появилась Коин, и его лицо застыло. Мальчишеская физиономия, видимость человеческого обличия, все это ушло. Калидус предпочтел обнажить то, что жило за фасадом личины тени. Андрогинная фигура была одета в свободный, матово-черный маскировочный комбинезон, похожий на те, что носили Кел и Ториэль, но с маской капюшоном, который облегал каждую линию лица Ассасина. Единственным, что придавало ему выразительность, если это вообще можно было назвать этим словом, были изумрудные овалы глаз. В них сверкала холодная сосредоточенность и ничего более. В памяти Кела всплыли деревянные манекены, которыми пользуются художники, нечто, полностью лишенное эмоций и внутреннего огня. Голова Коин склонилась на бок. Есть еще время передумать. Голос был таким же бесполым и бесцветным, как и фигура. Без чего-нибудь лица, с которого можно было говорить, Калидус, казалось, потеряла способность производить хоть какое-нибудь впечатление. Кел проигнорировал это заявление, заново проверяя забранные им с корабля свежие обоймы для пары экзитусов, винтовки и пистолета. — Помните план? — сказал Виндикар. — Мы все видели, что оно может вытворять. Теперь нас только трое. — Ты это видел? — негромко произнес Тариэль. — Мы все это видели. На катушке памяти и там снаружи это не человек. Коэн принужденно кивнула. И не ксенос, не чужак в этом смысле. — Это объект, и это все, что имеет значение, резко возразил Кел. Калидус нахмурилась. — Если бы ты побывал там, где я, и повидал бы с мое, ты бы понял, что там во мне есть живые существа, которые выходят за рамки такой простой классификации, сущности, бросающей вызов здравому смыслу, даже здравости рассудка. — Ты когда-нибудь сматривался в варп, Виндикар? — То, что там обитает, здесь не варп, — проскрежетал Кел. — Это физический мир, и то, что в нем живет, мы можем прикончить пулей. — А что, если мы не сможем убить чудовище, — сказал Тариэль, затянутый в длинное пуленепробиваемое пальто. Кел заметил скопление похожих на кризунов фигурок, укрывающихся от дождя в тенях вблизи ботинок инфоцита. — Я ранил это, сказал Виндикар. — Так что мы это убьем. Тариэль медленно кивал. Над их головами по небу прокатился трескучий гул, и пронеслось что-то пылающее малино-фиолетовым цветом, скрытое низкими грязными тучами. Несколько секунд спустя толчки ударов заставили заплясать вокруг них взлетную полосу, а ветер донес долгий протяжный грохот рушащихся зданий. У города начинались предсмертные конвульсии, и когда сыны Хоруса додушат его до конца, Келл сомневался, что их гнев будет насыщен. Тариэль поднял глаза. — Связь по Воксу будет работать от случая к случаю, если вообще будет, сказал он. Радиоактивные осадки и ионизация атмосферы создают помехи по всему району. Келл кивнул, направляясь прочь. — Если один из нас обнаружит объект, мы все поймем, это достаточно быстро. Два. Боль колола всю его спину лесом иголок. Гарпун бежал, огибая кольца разбитого ферракрита, которые раньше были секциями диспетчерской вышки, а теперь, упав, лежали в ряд поперек посадочных площадок и смотровых ям. Он чувствовал, как демоническая шкура занимается мирядом металлических обломков, которые вонзили с него во время взрыва челнока. Осколки удалялись из его туловища один за другим. Живая плоть собиралась в складки и выплевывала их наружу, в облачках черной крови. Ожог от взрыва был сущим наказанием, и каждый шаг вызывал вспышки по измененным конечностям гарпуна и сдавливавшие его грудь. После того, как детонировал топливный заправщик, он сразу же попал под ударную волну, и та отбросила его в сторону. Основной удар взрыва принял на себя челнок, который был теперь для него потерян. Ему придется найти другой способ покинуть Даганет, другой способ подать сигнал своему хозяину. Он замедлился, карабкаясь на груду каменных обломков, отвалившихся от фасада здания терминала, и затаскивая себя наверх по прутам перекрученной арматуры над кучами битого голубого стекла. Добравшись до самой высокой точки, он рискнул остановиться и бросить взгляд назад сквозь грязные струи ливня. Обломки челнока все еще горели. На мокрой взлетной полосе, как в темном зеркале, мерцали отражения яркого оранжевого пламени. Сегментные челюсти гарпуна раступились, испуская тихое рычание. Он позволил себе отвлечься. Он был так захвачен собственным успехом при добыче лицензии, что не удосужился обдумать факт в присутствии девки-ведьмы в обществе культистов Теога. Ее появление там не было простым стечением обстоятельств. Сначала он решил, что она была всего лишь защитницей, дворцовой стражницей, которую фанатичные соратники Еврота держали в качестве последней линии обороны. Теперь же ситуация прояснилась. Он столкнулся с ассасинами, убийцами, принадлежащими к его собственной категории и обладающими собственными орудиями уничтожения. Он прикинул, что могло означать их присутствие, и затем отмел свои опасения. Если бы цель его пребывания на Даганете стала известной, если бы силы заносчивого императора на самом деле и по-настоящему осознали бы угрозу, которую представлял Гарпун для столь дорогого им повелителя, этот мир был бы расплавлен в радиоактивное стекло в тот самый миг, когда он впервые ступил на его поверхность. Гарпун негромко рассмеялся. Возможно, они ожидали, что он будет испытывать страх во время погони, но это было не так. Наоборот, он стал еще увереннее в своей победе. Единственным существом, которое могло бы встретиться с ним на собственных условиях, была девка-ведьма, и он сварил ее в котле ее же собственных способностей. После такого он уже не боялся пистолета или клинка. Убийца спрыгнул вниз через зияющий провал высокого разбитого окна и покошащий приземлился на кафельный пол терминала. В воздухе висели пыль и смерть. Обводя взглядом вокруг себя, он увидел останки огромного информационного экрана, который снесло скреплений ударной волной взрыва, случившегося в нескольких милях отсюда. На усеянном осколками полу валялись немногочисленные трупы, истерзанные и окровавленные в тех местах, где ими поживились птицы-падальщики. Трусливые стервятники таращились на гарпуна из темных углов зала, сидя на своих насестах и принюхиваясь к воздуху. Они учуяли его кровь, и их испугал ее запах. Демоническая шкура на нем пошла рябью, и гарпун судорожно выдохнул. Она чувствовала, как приближаются те, другие, ощущала близость кровопролития, близость новых убийств. Он бросился прочь в тени, чтобы подготовиться. Он не станет игнорировать нужды собственной плоти. 3. Тариэль ожидал, когда остальные исчезнут в тенях здания, и он почувствует панический ужас, но ничего подобного не случилось. Если быть честным с самим собой, на самом деле он никогда не оставался один. Инфоцит нашел разгромленный офис администратума на мезонимном уровне главного терминала, у которого были все задатки хорошего укрытия. Это был контрольно-пропускной зал, в который новоприбывших на догонятие направляли, чтобы они прошли собеседование с чиновниками этой планеты перед тем, как им дадут официальное разрешение на въезд. Вокруг него суетились наблюдательные крысы, обнюхивая закоулки и следя за местами, где были дыры в стенах или отсутствовали двери. Два оставшихся у него ксибернетических орла наблюдали за основными зонами атриума и изредка щелкали клювами на местных падальщиков, когда те становились чересчур любопытными. Ториэль опустился в позу лотоса в углу, который образовали две упавшие стены и вызвал планы здания при помощи перчатки кагитатора. Они были среди того изобилия файлов с миллионом катушек, что он за прошедшие несколько недель скопировал с хранилищ догонятских правительственных либрариумов, перекачав данные в свои личные банки памяти. Подобное было для него привычным делом. Если он видел информацию, оставленную без присмотра, он забирал ее себе. Это не было кражей, поскольку ничего не воровалось. Но на некотором уровне Ториэль принципиально рассматривал данные, лежащие без защиты или на крайний случай данные, защищенные недостаточно хорошо, как собственное имущество. Если они где-то были, он должен был их иметь. И как доказывал текущий момент, им всегда находилось применение. Работая в спешке, он запустил коррекцию карт на основе изображений, поочередно поступавших от крыс с орлами, и исключил из рассмотрения те участки здания, которые были повреждены гражданской войной, атаками повстанцев и безрассудными бомбардировками Астартес. Но локс-помехи были настолько сильны, что порождали проблемы даже с импульсной передачей пакетов данных. И в этих условиях обновление информации занимало слишком много пикосекунд. Если ситуация ухудшится, ему, возможно, придется пробросить настоящие физические линии связи. А новая неприятность была уже на подходе. Рои сетевых мушек, которые он выпустил при входе в здание, посылали сообщения лишь в единичных случаях. Инфраструктура космопорта была повреждена настолько сильно, что все внутренние провидческие системы и видеопикторы бездействовали. Ториэлю придется надеяться на свое вспомогательное восприятие. Он задержал дыхание, вслушиваясь в шелест грязного ливня, побитому стеклу окон в крыше над головой и в шум стекающей воды, разбивающейся поврежденную каменную кладку. И тогда очень отчетливо Ториэль различил звук падения каменного обломка, потревоженного неудачно поставленной ногой. В тот же миг прекратили поступать данные от одной из наблюдательных крыс в наружном коридоре, а остальные грызуны засуетились в поисках укрытия и считываемые величины их уровня адреналина взлетели вверх. Инфоцит очутился на ногах до того, как успел себя остановить. Пропавшая крыса ранее обозначала свою позицию как находящуюся всего в нескольких сотнях метров от места, где он сейчас стоял. Я устрою так, что никто и никогда не подберется так близко, чтобы меня убить. Будь он проклят из-за своей дурацкой самонадеянности. Двигаясь так быстро, как только осмеливался, он покинул свое импровизированное укрытие и ускользнул через дыру в упавшей стене. На ходу он услышал, как над головой взлетели псибернетические орлы. Ториэль передернулся, проходя через пелюну дурнопахнущей воды, капающей вниз откуда-то сверху, и спустился с выступа на выступ, очутившись в атриуме. Он быстро осмотрелся вокруг. Зал был сконструирован по образцу внутреннего дворика. Здесь были галереи и балконы, частью декоративные, а частью нет. Благодаря глазам одной из птиц он заметил участок, ограниченный сзади крепкими стенами, и три различных пути подхода и отхода. Сильнее, запахивая свое пальто, он двинулся к нему через тени, быстро и стремительно, как его учили. Он наколотил на бегу последовательность команд, запускающую импульсный генератор, и послал несколько десятков тестовых сигналов, вживленные в усине. Ответом был лишь статический шум. Сейчас, в первый раз в своей жизни, он почувствовал, что остался один. Хотя он и совершал свой забег в компании изображений, передаваемых имплантированными в черепа его животных микропикторами. Крошечные образы теснились вокруг его предплечья, паря в миазмах гололитических помех. Он уже почти пересек дворик, когда из полумрака над его головой беззвучно вывалился гарпун, и приземлился на корточке поверх перевернутой каменной скамьи. Лицо в плоте серебряные клыки и черные глаза осмотрелись и нашли его. Тариэль был настолько потрясен, что отпрыгнул назад на шаг, и каждая мышца его тела вздрогнула от неожиданности. «Что это тут у нас?» — парабормотал убийца. В Тариэля вперлись пустые незрячие глаза. Голос, однако, был почти человеческим, и в нем звучала нотка неудоумения, как будто чудовище не знало, что ему делать с стоящим перед ним трясущимся тощим человечком. А вот теперь пришел страх, сдавить Тариэля, а вместе с ним и прозрение, пронзившее инфоцита как пуля. Он роковым образом обнаружил себя, и не из-за уловок, превосходящего его противника, а потому, что допустил типичную для новичков ошибку. Падающий камень, потерянный сигнал. Все это не значило ничего, стечение обстоятельств, совпадение. Но инфоцит все-таки побежал. Он совершил смертельный грех, который не мог быть отпущен ни одному ванусу. Он неправильно интерпретировал данные. Почему? Потому что он позволил себе думать, что может этим заниматься. Прошедшие дни, проведенные им в обществе Виндикара, Калидус, Кулексус, Эверсора и Вененум, они убедили его, что он может работать в поле точно так же, как он делал это из секретных бункеров клана. Но фон Тариэль всего лишь занимался самообманом. Он был самой интеллектуальной персоной отряда ликвидации. Так почему же он проявил такую поразительную глупость? Тариэль ругал самого себя. Что вообще могло заставить его подумать, что он был готов к миссиям, таким как это? Как могли его наставники и директора бросить его на произвол подобной судьбы? Как они могли так задешево разбрасываться его драгоценными умениями? Он обнаружил себя, показал свою слабость до того, как началось сражение. Гарпун издал горловой звук, возможно, зарычал и шагнул вперед. Из россыпи и каменных обломков на краснокожего урода со всех сторон выпрыгнули наблюдательные крысы с обнаженными клыками и выпущенными когтями, а сверху, размахивая убийцу спикировали два псибернитических орла с растопыренными когтями. Под невольные тарели животные уловили импульсы страха, которые истекали из его механо-дреднитов и отреагировали соответственно. Руки гарпуна взлетели вверх, отшвыривая прочь хищных птиц, и он насмерть затоптал одного из грызунов когтистой ногой. Остальные крысы когтями продирали себе дорогу наверх по отвратительному, похожему на сырое мясо туловищу чудовища. Еще одна из них была пожрана, и перекусил ее пополам. Последняя была сокрушена в сжатом кулаке. Псибернитические орлы, кружившие над рогатой головой убийцы, размахивавшие крыльями и полосовавшие его когтями и армированными титаном клювами, продержались немногим дольше. Они нанесли несколько кровавых царапин, но не смогли избежать выросших из рук гарпуна мускулистых отростков, которые опутали их и задушили. Убийца швырнул тельца птиц на пол, любопытство уступило место злости. Но что касалось Ториэля, тот использовал задержку к своей собственной выгоде. Инфоцит швырнул в гарпуна короткий пузатый цилиндр, вытащенный им из внутреннего кармана, и бросился прочь в противоположном направлении, неуклюже упав на разваленные стола. Уродливый убийца с быстротой молнии схватил предмет — гранату. Когда они сделали перерыв, чтобы перевооружиться на ульте, Ториэль вернулся к ящику с боеприпасами, которые он представлял Йоте во время их путешествия к Даганету. Гарпун обнюхал предмет и отпрянул с фыркающим выдохом. От него несло вонью умирающих звезд. Он с омерзением отшвырнул его прочь, но недостаточно быстро. Устройство взорвалось с оглушительным монотонным хлопком, и двор внезапно заполнился мерцающей серебряной пеленой металлического снега. Убийца повалился на колени и начал кричать. Четыре. Его психику обдирало заживо. Неимоверно острое лезвие снимало слой за слоем с сознательной части его ума, кровившей густокрасными мыслями. Пытка была близнецом той боли, которой хозяин наказывал Гарпуна всякий раз, когда тот осмеливался ослушаться, усомниться, потерпеть неудачу. Во всем были виноваты частицы в воздухе. Они причиняли ему страдания, причем убийца даже не представлял, что такое было возможно. Мультичастотное псионическое излучение било от каждой чертовой крупицы сверкающего порошка, окуная его в море лезвий. Ротовые сегменты Гарпуна распахнулись, и звук, который вырвался из его груди, был булькающим криком боли. Его нервы сжег призрачный огонь, невидимый невооруженному глазу. В незримых сферах имматериума ударная волна пилила по бессчетным нитям, которые связывали убийцу с его эфирной тенью. Демоническая шкура плющилась так, что на ней выступила кровь, терзая заключенную в ней истинную плоть Гарпуна в попытках оторваться и унестись в пустоту. Корчащийся Гарпун упал, но, к счастью, воздействие начинало спадать, но медленно, чересчур медленно. Он увидел бледного, никчемного человечка, который уже приковалял в пределы его досягаемости. Его неуклюжая фигура выглядывала из-за укрытия. Гарпун жаждал сожрать его заживо. Убийцу переполняла потребность ответить ударом тому, кто причинил ему боль. Ему хотелось царапать, рвать и терзать, пока от этого идиота не останется ничего, кроме лохмотив мяса. Нет! Слово пришло, как удар далекого колокола, разносясь по бурлящей поверхности и стеганого болью разума Гарпуна. Тихое поначалу, оно с каждым моментом звучало все громче и ближе, и настойчивее, чем раньше. Нет! 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 Убирайся! Гарпун выкрикнул слова изо всех сил. Амальгама его некогда человеческой плоти неистого колотила по спаянной с ней оболочке гемонической шкуры симбионта. Кожа и шкура извивались, рвали и кромсали. Черные жидкости булькали из новых, причиненных самому себе ран, пятная разбитую каменную кладку. Он извернул свою голову вниз и ударил ей по каменным обломкам, слыша влажный хруст кости. После невероятной обволакивающей боли, причиненной оружием-распылителем, настоящее физическое страдание казалось бодрящим тоником. Оно сбросило хватку призрачных голосов, прежде чем они успели оформиться. «Нет! Нет! Нет! Нет!» взревел гарпун, настолько обессиленный своими мучениями, что он был способен лишь на то, чтобы стараться продержаться до самого конца. Пять. Бледнокожий человек подходил ближе, у него было что-то смахивающее на оружие. Тарель раскрыл пальцы и из ладони перчатки выдвинулся конический штырь эмиттера, импульсного генератора. Вокруг кончика устройства концентрировались крошечные голубые искры. Инфоцит отресло, и он схватил свою кисть второй рукой, придавая ей устойчивость, и попытался прицелиться в корчущуюся отвратительную массу, которая вопила и истекала кровью, повалившись на камни. Псидисторапторные гранаты были всего лишь опытными образцами. По правде говоря, он не ожидал, что они сработают. Тарель полагал, что ему в лучшем случае удастся убежать под прикрытием взрыва, что невозможно, ослепят чудовищного ассасина Хоруса на время, достаточное для спасения. Вместо этого существо завывало, как душа, которую затаскивало в пучины ада. Мучаясь, оно терзало себя, отрывая лоскуты собственной плоти. Тарель зачарованно медлил, абсурдно, но он не мог отвести взгляд от этого извивающегося спектакля. Из торса и живота твари выросли лица. Вибрирующая красная кожа выгнулась наружу и превратилась в отчетливый образ мужского лица, повторяющийся снова и снова. Оно безмолвно говорило ему что-то, но слова были искажены и смазаны, а вот его выражение не оставляло сомнений. Лица просили его, заклинали. Шипящий, шумовый поток, исходящий из его вокса на мгновение, прервался, и Тарель услышал в своем ухе монотонный, лишенный эмоций, бубнеж Коин. «Не связывайся с ним, Ванус», произнес искаженный помехами голос. «Мы идем к тебе». Сигнал снова поглотили шумы, когда где-то в далеком городе была взорвана новая партия боеголовок. Приступы боли, испытываемые убийцы, утихали, и Тарель подошел так близко, как только посмел. Он колебался, держа на готове гудящий импульсный генератор. В голове вертелся вопрос, атаковать или бежать, бежать или атаковать. Лица расплылись, слившись с кожей малинового оттенка, и внезапно на него снова уставились те самые черные бездонные глаза, ясные, как упавшая ночь. Тарель выпустил сфокусированный электромагнитный импульс, но было слишком поздно. Гарпун, двигавшийся со скоростью ненависти, бросился на него с вытянутыми вперед пальцами, с веером выпущенных когтей и отбил руки инфоцита в сторону. Зловещие лезвия вонзились в туловище Тареля и прорвались через уплотненную кожу, образовывавшую гибкий доспех и мышцы вглубь к костям и внутренним органам. Затем руки разошлись в стороны и вскрыли грудную клетку Тареля, опорожняя содержимое его тела на влажные камни. 6. Вонь скотобойни, ознаменовавшая кровавую кончину Тареля, достигла Коин, когда тень вылетела из разрушенного на одном конце воздушного перехода, который был перекинут над атриумом главного терминала. Калидус затормозила и сплюнула от досады, когда краснокожая тварь стряхнула то, что осталась от инфоцита со своих когтей и свалила их в груду у своих ног. Коин увидела скопление ртов, появившихся по всей поверхности тела чудовища, которые облизывали и заглатывали дымящиеся останки Вануса. Внутри ассасина поднялась волна яростного негодования. С самого начала миссии было ясно, что Тарель плохо для нее подходил. Если бы командование операции поручили Коин, что было бы более здравым выбором, Калидус устроила бы так, что Ванус вообще не покинул бы Ультио. Тарель относился к той породе, которая просто-напросто не обладала инстинктами, необходимыми для работы в поле. По этой причине официо ассасинорум держала их на их рабочих станциях по рарицалищах, и сейчас эта напрасная смерть лишь подтвердила это. Вина целиком лежала на Виндикаре, вся миссия расползалась по швам, летя ко всем чертям. Но сейчас было слишком поздно сворачивать операцию. Убийца, существо Гарпун осматривалось, чувствуя присутствие Калидус, и теперь весь выбор ассасина свелся к единственному варианту. Коэн согнула правую руку в запястье, и в нее упала рукоять меча с эффектом памяти. Калидус спрыгнула с подвесного мостика. В левой руке у тени был нейросекач, и ассасин нажала на спуск, породив расширяющуюся волну экзотической энергии, каскадом помчавшуюся в сторону Гарпуна. Краснокожее извращение едва избежало светящейся кромки нейровыброса и ускользнула от нее назад, закувыркавшись среди пятен темных теней и столбов серого водянистого солнечного света серии балетного сальто. Коэн крутнулась волчком, приземляясь на видоизмененные ноги и перераспределяя мышечную массу, чтобы лучше поглотить удар от соприкосновения с полом. В памяти без усилий всплыли каноны преподавателей оборотничества, выученные в Дадзё клана, и Калидус усилием воли насильственно перестроила секрецию полиморфа из последовательности имплантированных меджелез. Благодаря синтезированному веществу кости и плоть поплыли как стеарин, которым Коэн непрестанно манипулировала, в этом деле оно было мастером. Ассасин дал ахимическим соединениям нарастить бугры мышц и уплотнить кости, а затем атаковала. Из отверстий в нижней части предплечья гарпуна выросли огромные сикачи из похожего на зубную эмаль вещества, и эти клинки со свистом рассекли воздух вокруг головы Коэн. Рубящий нисходящий удар меча с эффектом памяти стремительно раскрыл плечо гарпуна. Наборозда снова заросла почти сразу же после того, как была прорезана. Еще один нейровыстрел ушел мимо цели. Коэн было слишком близко, чтобы надлежащим образом использовать пистолет, и сделала обманное движение назад, сопротивляясь искушению сойтись с вражеским убийцей в рукопашную. Гарпун открыл рот и с выкриком выбросил в воздух шило из черного хряща. Зеленоглазую маску Коэн усеяли стрелки, попавшие в нее на излете. Они видоизменялись, разделились на полчища паучков, которые впились в армированную ткань своими острыми жвалами. Калидус разочарованно хмыкнула и, сорвав капюшон, избавилась от него прежде, чем они успели прогрызться через узумрудные линзы к мягким тканям глаз Коэн. Ассасин заметила знакомое лицо, которое не было лицом, мельком отразившееся в плоскости упавшего стекла. Оно не было чистым, как холст, каким ему надлежало быть. Внешность Коэн подергивалась, изменяясь по собственной воле. Калидус еще сильнее разозлилась. И, откликаясь на это, лицо стало более четко выраженным. Оно изменялось в сторону слабого сходства с изуродованным шрамами обликом гарпуна. Коэн не понравилась эта мысль, и оно отвернулось прочь, когда гарпун и становясь коричнево-серыми вдоль краев. Прежде чем убийца успел приблизиться, Коэн нацелила нейросекач и нажала на спусковую пластину. Из фокусированного кристалла запульсировала энергия, расширяющийся поток которой захлестнул гарпуна и опрокинул его назад. Калидус забрал этим оружием много жизней. Это было кошмарное, уникальное в своем роде устройство. Пистолет, не удовлетворяясь прекращением жизни, вместо этого ввел себя как пожиратель ментальной энергии, разрушая связи между нейронами органического мозга, убивая только память и разум с безжалостностью несущегося через лес урагана. С любой другой мишенью это могло сработать, но гарпун был амальгамой неконтролируемых человеческих мутаций, слитых с разновидностью хищной твари из измерения, которое было сотворено из безумия. То, что можно было назвать ее рассудком, являлось сплетением инстинктов и послушания, упрятанным где-то за пределами досягаемости чего-либо с физического плана бытия. Гарпун стряхнул с себя искрой энергии. Складки кожи и листовидные отростки шкуры хрустя отшелушивались от его головы как разрушенный слой облиционной брони. Оскаленный, усеянный рядами клыков рот под ними был влажным от жидкости и гноя. Убийца взмахнул своими тесаками и начисто снес ствол нейросекача. Пистолет завержал и начал хаотично плеваться водянистой оранжевой жидкостью, извиваясь так сильно, что вырвался из схватки Коэн и закувыркался прочь, укатываясь в тени под обвалившимися панелями ДСП. Калидус подалось назад, сжимая пальцы на близнеце своего меча с эффектом памяти, который был уже наготове. Убийца и ассасин сошлись на клинках. В воздух летели крупные оранжевые искры. Мономолекулярные острия рапир Коэн врезались в органические мечи, состругивая хрупкие острые кусочки с каждым ударом. Клинки Гарпуна увечились, но не тупились. Калидус выяснила это, заплатив цену в виде глубоких влажных порезов, рассекших маскировочный комбинезон. Там, где пошла кровь, она плохо сворачивалась. Похожее на зубную кость вещество выделяло какой-то маслянистый яд, не дающий ранам покрываться с трупами. Гарпун изменил баланс сил в сражении, взбугрив под красной кожей мощные мышцы и вынуждая Коин отступать все дальше и дальше к разрушенным стенам дворика. Живые контуры лица Калидус изменялись с каждым полученным или отраженным ударом. Руки Коин метались в вихре контратак, но Гарпун все наступал, с каждым проходившим моментом все глубже загоняя ассасина в защитную стойку. Изменчивый облик Коин отображал чехарду старых и новых лиц, и на всех на них были написаны ярость и отчаяние поражения. Гарпун расхохотался, и из зазора между половинами его лопотообразной челюсти вытянулись нити слюны, и в эту секунду Коин удалось провести режущий нисходящий удар обеими клинками. Гарпун едва успел парировать движение, оно было чересчур агрессивным и неожиданным, и кончики мечей с эффектом памяти прочертили на голове убийцы крест, достав до почерневшей кости. Из раны хлынули тонкие, как проволочки, червячки, обнаружив под ней молочно-белый глаз, сочащийся и хором. Смех Гарпуна превратился в воющий крик боли. С этой тварью было что-то не так на самом фундаментальном уровне. В отличие от Йоты и ее сородичей Кулексус, ассасина не коснулась отметиной колдовства. И все же Коин всем своим нутром ощущала, что Гарпуну не было предназначено существовать в этом мире. Тварь, каким бы неописуемым сочетанием вар-патроди и человека она не была, попирала здравый смысл самим фактам своего существования. Она была занозой в коже Вселенной. Коин снова проделывала трюк с Коанами, распределяя плотность костей и выстраивая мускулатуру для прыжка в воздух за пределами человеческих возможностей. Калидус скакнула вверх и развернулась в полете вокруг оси, перелетев через обрушившуюся стену за пределы поля зрения Гарпуна. Убийца бросился через кучу камней и последовал за своим врагом в преддверии Атриума. Широкую, высокую залу, устилали разбросанные вещи мертвецов и обломки здания космопорта, валявшиеся или плавающие в потоках застоявшейся дождевой воды. Коин поднималась обратно в боевую стойку, медленнее, чем хотелось бы Калидус, но за усилия по преобразованию мышц на лету пришлось заплатить свою цену. Все очищающие сознания, направленные на сосредоточение мантры со страниц Либер Субдитус, книги подмены клана, не стоили ничего против клинка в руке врага, такого, как этот. Когда Карпун заговорил, Коин поняла, что ждать осталось недолго. В посвистывающем шипящем голосе убийцы звучала ярость змеи, разворачивающей свои кольца и раздувающей капюшон перед укусом. «Я убиваю и убиваю, а вам конца нет», выплюнул он. «Вы не соперники мне, вы лишь ступени на дороге, вешки, увековечивающие мой путь». «Что за чудовище тебя породило?» Коин задала вопрос, размышляя вслух. Изменчивое лицо снова преобразилось. Было стечение обстоятельств в животное, оружие. «Как ты?» Клинки Гарпуна, лоснящиеся от слизи, мелькали туда-сюда, тускло сверкая. «Как тот рохляй темнокожий, которую я убил своим разумом?» «А ты, безликий, чего стоящего сделал ты?» Он провел топорную, скачущую атаку, которую Калидус избежала, с брызгами отступив через лужу назад в тени. «Ничто из убитого тобой не имеет хоть какого-нибудь веса, но то, что уничтожу я, склонит чашу весов галактики. Тебя остановят!» Коин выкрикнула эти слова с неожиданной злой энергией, вскипевшей из обиталища ничем не разбавленной ненависти. «Ты никогда этого не узнаешь!» Гарпун взмахнул рукой и выстрелил в ассасина веером костяных осколков. Вместо того, чтобы уклониться, Коин качнулась вперед на траекторию стрелок и отразила их прочь мембраной манимонической стали. Калидус рванулась в атаку в сверкании клинков, целя в единственную уязвимую точку в стойке убийцы. Гарпун оставил эту брешь в качестве приманки для теней и со злобным удовольствием использовал открывшуюся перед ним возможность. Из волнующейся поверхности его шкуры вырвались новые клинки зубья и перехватили двойной удар Коин, блокируя его на лету. Изменчивое лицо Коин омрачилось испугом, а потом ужасом. Гарпун скрестил свои мечи, как падающие гильотины, и обе тонкие, изящные руки Калидус оказались обрублены по линии кистей. Туловище Гарпуна окатили фонтаны крови. Коин завалилась на спину от силы болевого шока, но убийца поймал свою жертву, прежде чем тело ассасина успело обрушиться в плещущуюся грязную воду. «Мы похожи», сообщил он Калидус, «под кожей, оба одинаковы». Коин отделяли от смерти мгновение, так что Гарпун поднял руку и вонзил острые, как иглы, ногти он сорвал ее прочь, открывая красное мясо. Тело Коин сотряслось от непередаваемой жестокости этого поступка, и Гарпун безжалостно отшвырнул его прочь. Калидус закувыркалась прочь и приземлилась на заостренный кусок упавшей каменной кладки. Из ткани маскировочного комбинезона показался мраморный кончик. Наколотое на него тело билось в конвульсиях, истекая кровью. Ему было отказано в быстрой смерти. «Видишь», задал вопрос Гарпун, лоскут у кожи в своей руке, «одинаковые, нашим особым образом». Убийца запрокинул голову назад и пожрал свою вожделенную добычу. Теперь, покончив с этим делом и избавившись от никчемных пешек императора, Гарпун мог вернуться к вопросу подачи сигнала. Он осмотрелся, разыскивая широкое ровное пространство, на котором он мог бы снова начать вычерчивать руны. «Нет!» «Замолкни», шикнул он. Демоническая шкура заворчала. Что-то касалось ее поверхности, робкое дыхание энергии, покалывание ультрафиолетового света. Гарпун обернулся, чувства приспосабливались, чтобы отследить. Пуля влетела убийце в голову через пустую черную впадину его правого глаза. Переданная при ударе кинетическая энергия была столь велика, что Гарпуна снесло с ног, и он закувыркался волчком в обломки и разлившуюся воду. Пуля разделилась на тысячи крошечных смертоносных осколков, разлетевшихся, рикошетя от стен его черепа и кромсая в клочки вещество его мозга. Безликий отдал жизнь, чтобы завлечь его в атриум, в пространство, простреливаемое оружием снайпера. В те доли секунды, пока его охватывала тьма, пришло сознание. Был еще один. В своей заносчивости он не смог вычислить третьего нападающего. Или, может, это была окончательная победа Сабрата, который затуманил его разум в критический момент. Убийца был убит. 7. Келл опустил винтовку и позволил к хамелеоновой накидке распахнуться. Эхо выстрела, едва ли громче, чем вздох женщины, все еще отдавалось среди балок атриума. Сидевшие по соседству птицы-падальщики взмыли в воздух на черных крыльях, кружа и огрызаясь друг на друга своими сиплыми голосами. Виндикар повесил винтовку на плечо и почувствовал, как дрожат руки. Он посмотрел вниз на пальцы, затянутые в перчатки. Они казались чужими, как будто принадлежали кому-то другому. На них было так много крови, и стольки упали замертво от их касаний. Единственное, крошечное нажатие его пальца на спусковую пластину, такая малая затрата сил и приумноженная при этом в такую огромную разрушительную мощь. Он велел себе избегать потаиного места в своем сердце, того дьявольского колодца раскаяния и гнева, который предъявил на него права в тот день, когда он уничтожил убийцу своих родителей. Он велел себе, но у него не вышло. Вместо этого Кел поддался. Восемь. Это было его первое убийство в поле. Мужчина, совершающий перелет на аэронефе по долинам Такстедосос, дирижабль плывет ниже горных вершин, скользит, едва не касаясь склонов низких пиков. Эристед Келл подготовил себе укрытие в высоких травах восьмию днями ранее. В высоких травах, как те, в которых он и Дженникер резвили с детьми, играя в «Сходи и найди» и «Поймай Груя». Он ждал под солнцами и лунами. Первые были славой его отца, последней — улыбкой его матери. И когда неф появился из-за горы, он сделал выстрел, но не убил, не с первого раза. Иллюминатор салона преломлял свет, и это сбило ему прицел. Он должен был это знать и сделать поправку. Урок был усвоен. Вместо того, чтобы проявить холодную и стальную решимость, он спустил с цепи свой гнев. Келл разрядил в салон весь магазин, убив все живое, что в нем было. Он ликвидировал всех, кто видел тот миг ошибки, объект и сопутствующих всех скопом, мужчин, женщин и детей. Он исполнил свою месть. Девять. Он еще раз очутился в такой же ситуации. Жизнь, взятая в возмещение жизни, забранная у него, из его семьи. И как в прошлый раз, в этом действии не было сладости, ничего кроме горького пепла и ярости, которую не насытить. Выругавшись, сердито и цветасто, он вцепился в устройство кабельного спуска на своем поясе и использовал скоростной режим, чтобы быстро снизиться из своего укрытия на затопленной водой пол. Он широко зашагал к телу твари гарпуна. Накидка развивалась за его спиной, как крылья хищных птиц над головой. Одна рука ползла вниз к застежке изувеченному трупу Коэн еще один взгляд и не более. Несмотря на все нежелание признавать над собой власть, власть тела в конечном счете оно подчинилось и умерло, выполняя свой долг. Как и в случае Йоты, Ториэля и прочих, он ручался за то, что их кланы узнают об их жертвах. На лице плачущей королевы в ублиете павших будут вытравлены новые капельки слез. Монструозный убийца плавал, раскинув руки крестом на поверхности наводнившей здание воды. Тело окружали волнующиеся потоки ржавой крови, красный ореол среди тусклых оттенков, обломков и руин. Келл бросил на тело холодный, бесстрастный взгляд, едва сдерживая, чтобы не выхватить нож и не начать колотим по малиновой плоти в приступе безумной злобы. Череп и без того деформированный, и нечеловеческий в своих пропорциях был вскрыт изнутри смертельным ударом пули осколок. В паутине трещин, покрывавших лицо, виднелись порванная кожа и раздробленные кости. Оно выглядело как гротескная терракотовая маска, разбитая, а затем склеенная неумелой рукой. Отложив в сторону винтовку, он вытащил пистолет Экзитус, провел рукой по символу черепа на ствольной коробке и поднял тяжелое ручное оружие. Он не оставит от этой твари и следа. Ботинок Кела потревожил разлившееся озеро, и мутные, смешанные с кровью воды разошлись. Движение привлекло его глаз. Ржавое пятно уже не росло, он крутнулся, держа палец на спуске. Нога гарпуна издала неестественный треск и согнувшись под неестественным углом ударила Кела в грудь как кувалдой. Виндикар пошатнулся, а краснокожая тварь выкарабкалась из воды и бросилась на него. Гарпун больше не двигался с той ненормальной скрытостью и изяществом, которой Кел наблюдал через прицел, но компенсировал недостающей скоростью и агрессией. Гарпун замолотил по нему, выбив из пальцев Кела пистолет и ломая кости каждым ударом своих зазубренных кулаков. Кожа убийцы двигалась, причем таким образом, что внутренности Виндикара скрутила от омерзения. Это смотрелось почти как так, если бы плоть гарпуна каким-то образом натягивалась вокруг костей и внутренних органов, приводя их в движение при помощи какой-то необузданной противоестественной энергии. Из дыры от пули в глазу убийцы сочилось мозговое вещество и густая жидкость. Из его распахнутого рта и рваных ноздрей с кашлем вылетали сгустки омертвевших тканей. Пытаясь поставить блок, снайпер получил еще один удар, который вывихнул Келлу плечо и заставил его взрыветь от боли. Споткнувшись, он привалился спиной к запятнанному багрянцам куску кладки с наколотым на нее коин. Гарпун наступал, с каждым шагом его тело разбухало и утолщалось, всасывая все больше и больше сдобренной кровью жидкости, хлюпающей у них под ногами. На пузырящейся кожей его туловища выступило лицо, затем еще одно и еще. Они кусали и грызли зубами душившую их тонкую мембрану, пытаясь вырваться на свободу. Гарпун дернулся и замер. Он обратил на себя свои коктистые пальцы, полосуя по выступам на своей плоти, нанося царапины, из которых сочилась водянистая жидкость. Лица беззвучно взывали к Келлу. «Останови его!» кричали они. Десять Жизнь Гарпуна, если, конечно, это могло считаться жизнью, спасла демоническая шкура. Она так сильно въелась в плоти кровь его сущности, что даже уничтожением мозжечка было недостаточно, чтобы его прикончить. Плоть Ширмы, его варп-паразита, сдержала силу взрыва пули, по крайней мере, сделала все, что было в ее способностях, и стянула обломки Гарпуна вместе в некое подобие их прежней неповрежденной формы. Но демоническая шкура была примитивным, безыскусным созданием. Она не обращала внимания на такие мелочи, как самообладание или интеллект, неизменно следуя инстинктам и животной ярости. Убийца осознавал себя в достаточной степени, чтобы понимать, что он был убит и возвращен из-за грани. Но его разум был безнадежно поврежден, и какие бы барьеры самоконтроля он раньше не возводил, сейчас они лежали в руинах. В их отсутствие клетки с плененной памятью распахнулись. Бесформенная сила обрывочного слепка личности ворвалась в покалеченную психику гарпуна с энергией падающей кометы, и ее мощь вскрутила его в бараний рог. Разум убийцы внезапно захлестнула переизбытком чувственных ощущений, забросала осколками эмоций, фрагментами личности. Ивок и другие ребята с мечом и кольцами. Повсюду витает запах выдержанного вина эструфажеми. Теплый, умиротворяющий аромат кажется сегодня приторным и слишком сильным. Рения говорит «да» в ответ на его пылкое предложение брачного контракта, и он купается в ее улыбке. Лоснящиеся на свету комки органов и еще какие-то нездорово бледные, покрытые потеками крови предметы. Я тебя ненавижу. Выстрел, который убивает насильника с голубых вышек, прозвучал из его пистолета. Наконец-то! До меня доходили слухи, рассказы людей, которые знают людей из других миров в прочих системах. Нет. Вспышка вины. Я в последнее время много отсутствую. Это было всем, что осталось от души Йозефа Сабрата, дырявая мозаика пазл личности, движимая тем единственным качеством, которое воплощало все, чем был этот человек, и все, что Гарпун разрушил. Он выжидал терпеливый, умный Сабрат, похороненный глубоко в темницах черной души Гарпуна, сражающийся за то, чтобы не исчезнуть, дожидающийся случая, такого, как этот, ради возможности ударить по своему убийце. Фаномное загрязнение личностью мертвого префекта жаждало правосудия. Оно хотело отомстить за каждую жертву в кровавой летописи убийцы. Каждая личность из тех, что Гарпун убил и присвоил, каждая душа, которую он ограбил, чтобы в нее воплотиться, чтобы изрытить ее в свою личину, все они испытывали один и тот же особенный вид страха, боязни потерять себя, которая была хуже, чем смерть. Теперь этот страх сидел в нем, пока Гарпун, свисая над психической пропастью, скреб пальцами по рваному краю своего собственного разума. И заговорив, он услышал голос Йозефа Сабрата «Останови его!» 11. Лицо больше не было совокупностью клыков, рогов и темных провалов глаз. Оно принадлежало мужчине, обычному мужчине, охваченному болью и страданием, который вглядывался в снайпера, как будто из-за прутья в самой глубокой темнице во всем мироздании. У Келла перехватило дыхание от горечи этих очень-очень человеческих глаз. Он навидался ее достаточно, смотрел на нее издалека в те моменты, когда смерть забирала жизнь. Внезапное, окончательное осознание в глазах объекта, боль и истина. Он бросился вперед, не обращая внимания на вихри, обжигающий боли от сломанных, скрижащих краев грудной клетки и всаживая в тело тварей узкие метательные ножи из-за защитной накладки на своем запястье. Гарпун завопил, и Келл протиснулся мимо него, падая, оступаясь на склизком от влаги кафели под ногами. Келл покатился, вцепляясь в уроненный им пистолет, сжимая его рукоять в своих пальцах. Убийца бежал на него, из всех поверхностей его пошатывающегося тела вырывались вереницы когтей. Человеческое лицо исчезло, его поглотили клыки и шипы. Он ураганом несся через обломки, шлепая по воде. Пистолет Келла взлетел вверх, и он выстрелил. Оружие дернулось, разорванный воздух вскрикнул, и крупнокалиберная пуля Игнис покрыла короткую дистанцию между стрелком и мишенью. Выстрел врезался вплоть плеча Гарпуна, и взорвался вспышкой сверкающего белого пламени. Полый кончик пули заполняла находившаяся под давлением смесь фосфорона и термического состава, и от удара она зажглась свирепым миллионоградусным огнем, который горел даже в отсутствие кислорода. Гарпун визжал, его тело тряслось, как будто пытаясь разорваться на куски. Келл снова прицелился и сделал второй выстрел, затем третий, четвертый. На таком расстоянии он не мог промахнуться. Пули отбрасывали Гарпуна назад, завихрение горячего воздуха заставляли окружающую воду вскипать и превращаться в пар. Белые языки пламени охватывали тело убийцы, вгрызаясь в поверхность его нечеловеческой плоти. Келл не останавливался. Он опустошил магазин Экзитуса в свою мишень, стреляя, пока не заблокировался затвор. Он смотрел, как его враг превращается из завывающего факела в пузыряющуюся беспокойную массу горелой субстанции. Гарпун слабел. Крики из его оплывающих, раскаленных челюстей карабкались вверх по октавам. И затем от твари раскатился оглушительный нечеловеческий звук. Келл увидел, как из умирающей плоти убийцы вырвалось нечто призрачное, окрашенное в кровавый цвет и услышал чудовищный неестественный вой. Он пытался осмыслить увиденное, но оно потускнело и вслед за этим рухнули дымящиеся останки. Вокруг него стремительно пронеслась волна серной вони и он согнулся, выкашливая кровь и водянистую желчь. Образ призрака исчез. Стараясь не спровоцировать новые приступы боли, Келл наблюдал, как обугленный, осыпающийся скелет гарпуна скворчит и потрескивает, как жир на сковородке. К своему удивлению он заметил что-то плавающее на поверхности мутной воды, крошечные пятнышки яркого цвета, похожие на кусочки золотой фольги. Они появились из тела убийцы, высвобожденные смертью гарпуна. Когда он потянулся к ним, они рассыпались в пыль, искрясь в тусклом свете, а затем исчезли. Не ради мести, сказал он слух, ради императора. 12. Виндикар сидел так долгое время, слушая барабанный дождь и долетающий от столицы удаленный грохот разрушений. Взрывы и сотрясения следовали все чаще. К ним присоединялись сгустки резкого света, падающие сверху с небес. Столица и все, что в ней было, сокрушалось под яростью сунов хоруса. Скоро они обратят свое оружие на космопорт, на пустыри, на любое место на догонятии, где жизнь еще скрывалась от их карающей длани. Бунтовщики и предатели под началом воителя не остановятся ни на этой планете, ни на следующей, ни на следующей за ней. Они проторят через космос пылающую дорогу, которая кончится лишь на Терри. Этого нельзя было допустить. Война Келла, его миссия, была не окончена. Опираясь на винтовку Экзитус, он собрал все нужные ему вещи, а затем снайпер из клана Виндикар оставил руины терминала за спиной и начал медленный путь под темнеющим небом. Он увидел, как вдалеке вспыхнули габаритные огни Ультио. Корабль почувствовал его приближение. Глава 18 Я есть оружие На свет Немезида 1 Боевой катер взбирался по слоям облаков, пронзая зоны турбулентности, разбросанные по атмосфере зародышами ураганов, новорожденными грозовыми фронтами, которые плодили сыплящиеся с орбиты боеприпасы. Где-то за кормой внизу на поверхности догонета лучи энергетического оружия препарировали ландшафт, прочесывая его взад и вперед. Убийственные ливни энергии и баллистических боеголовок вырвались за пределы границ столицы. Сейчас они мчались прочь, расползаясь по содрогающейся почве и вспарывая землю, как острый нож для свежевания рассекает мягкую плоть. Горящие небеса баюкали корабль со стреловидным носом, который, рыская вертясь, прокладывал себе извилистую тропу через потоки плазмы. Подобный подвиг был бы не по плечу ни одному из пилотов людей, но рулевой Ультио был не столько человеком, сколько самим кораблем. Он вел судно сквозь течение бушующего воздуха, как птица летала бы на гребне восходящего потока. Его руки были стабилизаторами и рульями высоты по всему носу, ноги пылающими соплами маневровых двигателей. Его кровь, топливо, прокачивалась через ракочущее сердце двигатель. Единственный пассажир Ультио, пристегнутый к противоперегрузочному креслу в самой передней точке тесного мостика, наблюдал через круглый обзорный купол кабины за волнами тепловой зыбе на невидимом пузыре пустотных щитов. Келл бармотал в сосцеобразный звукоприемник вокса, закрепленный на его челюсти, который транслировал его слова в гудящее, считывающее устройство в подлокотнике кресла. Пока слова Лилиси из него, он тяжело дышал и занимался своими травмами. Пилот изменил конфигурацию гравитационного поля кабины, чтобы компенсировать инерционные эффекты их стремительного взлета, но Келл все еще чувствовал перегрузку. Однако, он был благодарен и за эти маленькие милости. Без подобной защиты стартовое ускорение лишило бы его сознания, и, возможно, ему бы проткнуло легкое одним из сломанных ребер. Хотя, говорить все-таки было тяжело, но он занимался этим, потому что знал, что долг обязывает его предоставить рапорт. Даже сейчас хитроумные вычислительные машины из вспомогательного парка Ультио перекачивали и расшифровывали содержимое катушки памяти из шлема черепа Йоты и страницы, перегруженных аналитикой заметок, которые Ториэль держал в своей перчатке к агитаторе. Когда он закончит, сигнальный импульс передаст этот составной золотник из компактно упакованных данных на двигательный модуль судна, который все еще прятался на орбите внутри руин мертвой космической станции. Но без его голоса присоединенного к ним не обойдется, решил Кел. Он командовал миссией. Окончательная ответственность за выбранную схему действий лежала на нем, и он не будет пытаться от этого откреститься. В конечном счете он исчерпал слова и склонил голову. Постучав по кнопкам управления считывающим устройством, он нажал на переключатель режима воспроизведения, чтобы удостовериться, что его заключительная запись была зафиксирована. «Меня зовут Эристет Кел», услышал он собственный голос, «элитный ассасин клана Виндикар, дан Эпсилон, и я не выполнил данные мне приказы». Кивнув, он заглушил самого себя и избавился от наклейки звукоприемника. Собственный голос казался Келу странным и отрешенным. То, что он наговорил, было не столько рапортом, сколько признанием. Признание, исповедь, вера. Цепочка ассоциаций заставила его бросить взгляд вниз на свою кисть, где поверх перчатки была закреплена золотая аквила Дженникер. Он поискал внутри себя, пытаясь понять, что значило то чувство, которое туманило его мысли, стараясь найти ему определение. Но он так и не смог ухватить его суть. Келу нажал еще один переключатель и отправил в окс-запись в коллекцию прочих данных. Пылающее небо за бортом потемнело, сменив цвет на голубой, затем фиолетовый, а потом на черный. Вместе с этим ушел и натиск воздуха. Теперь Ультио был за пределами атмосферы, и он все еще карабкался вверх. Каждый сделанный им вдох казался затхлым и отдающим металлом. В его горле скапливалась густая жидкость, которую он кривись сглатывал обратно. В носу стоял запах крови, его собственной крови. И хотя обезболивающие, которые он ввел себе в шею, проделали некоторую работу по поддержанию его на ногах, их действие ослабело с каждым моментом. Индикаторная руна на пульте управления вспыхнула зеленым. Двигательная секция просигналила Ультио, что он находится в ее поле зрения. Она просыпалась там, снаружи, на усеянных обломками орбитах, втихомолку, подавая питание на свои варп и в субсветовые двигатели. Через какие-то секунды астропат и навигатор очнутся от своего забытия сенсорной депривации. Спускаемому модулю Ультио останется лишь пересечь пространство до другой секции корабля и пристыковаться. После этого воссоединенное судно сможет устремиться в пустоту, в прибежище им материума. Келл подался вперед, пристально вглядываясь за обзорный купол. Единственным недостатком этого во всем остальном незамысловатого плана было скопление кораблей между боевым катером и двигательным модулем. Путь ему преграждала армада. Космические корабли размером с мегаполис, увенчанные огромными носовыми частями в форме кинжалов, усеянные орудиями глыбы металла, подобные оголовьям божественных молотов. Каждый отделан сверкающей сталью и золотом, на каждом символ распахнутого недоброго глаза, излучающий во тьму созревшую ненависть. В центре флота Колос. Келл узнал контры судна, обладающие несравненной ни с чем смертоносностью, боевая боржа величественных исполинских пропорций, окруженная нимбом роев, истребителей сопровождения, дух мщения, флагманский корабль Хоруса Луперкаля. «Пилот», произнес он теплым от боли голосом, «выведи нас на курс перехвата командного корабля. Всю энергию, что только есть, направь на маскировочную ауру». Киборг-рулевой защелкал и зажужжал. «Более интенсивное использование маскировочной ауры пойдет в ущерб возможностям пустотных щитов». Келл смерил взглядом видимые части почти что человеческого лица пилота, смотревшего на него с командного подиума. «Если они не смогут нас увидеть, они не смогут нас подбить». «Они нас подобьют», ответил тот ровно. Курс перехвата помещает Ультио в зону с высоким уровнем опасности, в сектора обстрела многочисленных вражеских орудий. «Просто делай, как я говорю», выкрикнул Келл и поморщился от вызванного этим укола боли, «и открой мне канал связи с навигатором». «Подчиняюсь». Виндикару почудило, что он услышал в ответе нотку обиды. Катер развернулся, нацеливая нос на дух мщения. Датчики уже начали выдавать первые занятные показания, снятые с дозорных кораблей флотилии Хоруса. Те прочесывали эту область пространства в поисках какого-нибудь следа, пребывая в сомнениях по поводу увиденного их сенсорами провидцами. Но маскировочная аура Ультио опережала стандартный уровень используемой во флоте техники на несколько поколений. Они окажутся в пределах внутреннего периметра флотилии, прежде чем хотя бы один из дозорных кораблей должным образом интерпретирует то, что он увидел. На пульте засветилась еще одна руна. Канал связи между передним модулем и двигательной секцией был открыт. Келл торопливо заговорил, опасаясь, что если передача продлится хотя бы на секунду дольше, чем следует, это сведет на нет все труды по маскировке. Это Келл. Приготовьтесь принять зашифрованную импульсную трансляцию. Передавать дальше только по предъявлении полномочий Омнис Октал. Он сделал прерывистый вдох. Новые приказы отменяют все предыдущие. Протокол безнадежность. Выполнять немедленно. Повторяю, перейти к протоколу безнадежность. Казалось, что прошли долгие-долгие секунды, прежде чем из сетки громкоговорителя вернулся шепчущий, шелестящий, как бумага, голос навигатора. Это будет сложно, сказал он, но попытка будет сделана. Кел потянулся к панели, чтобы отключить связь, и тут навигатор заговорил снова. Удачи, ассасим! Руна потемнела, и рука Келла упала вниз. 2. По ту сторону обзорного купола огонь лазеров прощупывал небеса вокруг корабля, а впереди, заслоняя черноту, росла боевая боржа. Лазерные пушки ближнего радиуса действия, установленные на корпусе двигательного модуля, разнесли тончайший металлический кожух, скрывавший хвостовую часть корабля, и секция вырвалась из обломков станции на свободу, на волне высвобожденной энергии. Термоядерные двигатели дали волю крошечным солнцам в своих сердцевинах и повлекли корабль прочь, карабкаясь на кривых ускорениях, сверкании пустотных щитов и отработанной энергии. За какие-то мгновения судно разогналось до скорости в одну четвертую световой. Дозорные корабли, располагавшиеся на дальнем конце флотилии воителя, бывшие фрегаты эсминцы имперского флота, команды которых были укомплектованы лишь офицерами из числа обычных людей, увидели его полет и открыли огонь. За последние несколько часов большинство принадлежащих догонецам судов было уничтожено, а тех, кто отстал от общей массы или принудили к посадке или рассекли надвое копьями лучей. Однако в применении к странному кораблю, внезапно возникшему на их голоскопах, алгоритмы сопровождения цели вели себе не так, как от них ожидалось. Прицелы орудий соскальзывали с него не в состоянии правильно выстроить линию прицела. Сканирование давало противоречивые результаты. Для судна такого-то ножа мощность двигателей была чудовищно велика. Оно казалось необитаемым, а в следующий момент уже нет. А самым странным было характерное мерцание в варпе, разрастающееся вокруг его боков по мере того, как оно отделялось от гравитационной тени планеты, устремляясь к точке прыжка. Корабли покинули боевое построение и форсировали двигатели, следуя за неопознанным кораблем вверх, за пределы плоскости эклиптики системы догонят. Они никогда его не догонят. Навигаторы Астропад Ультио, оставшиеся в одиночестве в обезглавленной нехарактерными для категории, к которым они принадлежали, при помощи слов. Тем, что их объединяло, было осознание общей цели, протокол безнадежность, известная обоим кодовая фраза команды, реакция на которую была однозначной. Сразу же после получения подобного приказа им предписывалось покинуть зону операции и следовать через варп пространство заранее заданной серией переходов. Они не должны будут останавливаться, пока не лягут в дрейф по цветам звезды Сол. Миссия была закончена, прервана. Огонь орудий создавал вокруг судна ореол подсвеченного пространства. Корабль рвался к пороговому значению критического импульса, а в пустоте впереди формировались первые намеки на варп-портал. Три. Пока Эриф прокладывал себе дорогу из кабины лифта и через группу ожидающих на командной полу без слуг и из его носа продолжала течь кровь, она покрывала его бороду и он скривился, проводя по лицу загрубелой рукой. Психический шок, к счастью, сходил на нет, но был короткий момент, когда по ощущениям он собирался вывернуть его наизнанку. Там, в своих покоях, на борту флагмана, Эриф пытался найти ответ, медитируя во тьме над результатами своих гаданий на пепли и по методике племени Мамбила. Восьмеричные пути были перепутаны и он не мог увидеть их в конечных точек. Почти сразу же после того, как они прибыли надаганет, Эрифом овладела уверенность, что что-то было не так. Тщательно продуманные им планы, труды, которые он замыслил под руководством великих, обычно полностью открыты его взгляду, пятнала тень, чей источник он не мог разыскать. Это беспокоило его, хотя в большей степени и не заслуживало подобной эмоции. В конце концов, это было всего лишь маленькое отклонение от долгосрочного плана. Эта планета, это деяние, несущественное отступление от предначертанной постановки, которая разворачивалась в огромном театре. И тем не менее, Хорус Луперкаль делал подобные вещи все чаще и чаще. О, он следовал туда, куда вел его Эриф. Это было бесспорно, но делал это не так поспешно, как в самом начале. У воителя вскружилась голова, и на этой почве он стал своенравным. Временами, несучи слова, позволял себе задуматься о том, не прислушивался ли повелитель мятежников к другим голосам, нежели сам Эриф. Хотя не стоит на этом задерживаться, этого следовало ожидать. Хорус был примархом. Шансов стряножить его и командовать им было не больше, чем у человека, решившего оседлать эфемерный дух. Первый капеллан напомнил себе об этом. «Хорусу нужно позволить быть Хорусом», сказал он себе, «и затем, когда придет время, он будет готов». И все-таки перелет к Даганету, туман, окутавший пути. Он не рассеивался, наоборот, он становился все хуже. В ходе своих медитаций Эриф обыскал эгосферу, вращающейся под ними планеты. Но крики и страх скрывали все крошечные зацепки. Ему удалось провидеть лишь след знакомца, существа парии, его гарпуна. Может быть, он уже покинул этот мир. Возможно, он просто оставил этот след, проходя мимо. Но что-то определенно было. Какое-то время он довольствовался тем, что принял это на веру, но шли часы. А Эриф не мог оставить этот вопрос в покое. Он тревожился, теребил пси-след, как свежую корку на ране. Зачем гарпун побывал на догонете? По какой такой причине убийца осмелился отклониться от пути, который Эриф ему уготовил? И что еще добавляло беспокойство? Почему Хорус решил обозначить здесь свое присутствие? Несущий слово верил, что понятие совпадения существовало лишь в умах людей, которым недоставало интеллекта увидеть реальную паутину безжалостной истинной сути вселенной. Его раздражало, что ответ был внизу на планете, если бы только ему удалось до него дотянуться. Поэтому он был совершенно не готов к тому, что произошло дальше. Нарастание зловещего визга, внезапного псионического коллапса. В покоях. Почувствовать его грани, обратить мысли к темным местам внутри и позволить пустоте говорить с ним. Ошибка. Разрушительная энергия плоти ширма его ассасина, шумно вылетевшая с поверхности планеты, спасающаяся демоническая тварь, задевшая его по дороге назад в безопасности материма. Она ударила его сильно, и он не был к этому готов. Он почувствовал, что гарпун умер, а вместе с ним погибла и способность, бывшая его оружием. Призрачный пистолет, приставленный к голове пребывающего в неведении императора, был уничтожен прежде, чем успел выстрелить. Ярость тереба выгнала его из собственных покоев и пронесла по коридорам корабля. Его план был разрушен. Одна из ниточек, из которых слагался путь, была оборвана, и он узнает, почему. Ад тому свидетель. Он спустится на Даганет, и он просеет его пепел между своих пальцев. Он узнает, почему. Взяв себя в руки несущий слово, вошел в зал собраний Луперкаля, не дожидаясь, пока ему дадут на это разрешение. Малагарст двинулся ему наперерез, но воитель отвернулся от огромного иллюминатора и сделал Эребу знак приблизиться. До капеллана стало доходить, что гудят тревожные сирены, и он увидел за брони стеклом, выполненным в виде овала распахнутого глаза, хлысты лазерных выстрелов, прочесывающих пустоту перед носом флагмана. Хорус кивнул ему. Адские отблески орудийных выстрелов превращали рубленые черты его лица в безжизненный камень. Как всегда, он был великолепен в своих доспехах. Охваченный спешкой Эреб пришел в тронный зал прямо в своих темных одеждах, и ему казалось, что Хорус над ним нависает. В эту секунду несущий слово почувствовал всю свою неполноценность в сравнении с воителем до самой последней капли. Однако он не подал виду. Он задавил эти чувства, не меняясь в лице. Эреб был царем лжецов и прекрасно напрактиковался в деле обмана. «Мой повелитель», начал он, «С позволения воителя, я хочу сделать запрос касаемо некоего дела». На поверхности Хорус отвернулся. «Мы посетим, догонят, друг мой, и довольно скоро, ибо нам предстоит работа». Эреб сохранял внешне невозмутимый вид, но ему пришлось приложить внутренние усилия, чтобы справиться со своей напряженностью. «Конечно же, но, возможно, если мне будет дозволено отлучиться, чтобы отправиться вниз до начала ритуала, я бы мог сгладить путь, так сказать». «Довольно скоро», повторил Хорус. Его голос был спокойным, но капеллан понял, что тема закрыта. Хромая, приблизился Малагарст, который нес информационный планшет. Очутившись перед несущим словом, он метнул на него взгляд. «Послание от дозорных», сообщил он. «Вторая цель слишком быстрая. Им удалось попасть несколько раз, но она уйдет в прыжок прежде, чем они ее перехватят». Губы воителя сжались. «Пусть уходят. А что другой? Наш призрак», он указал набушующийся наружат. «Не удалось определить», хмыкнул адъютант. «Орудийные расчеты кораблей, расположенных по периметру, докладывают о фантомных сигналах, многократных отражениях. Они режут на части мертвое небо, но ничего не находят». Эрип заметил, что его вечно хмурое, изуродованное шрамами лицо мрачнеет. «Я отозвал назад заслон истребителей, как вы приказали, повелитель». Хорус кивнул. «Если он осмеливается подойти ко мне так близко, я хочу посмотреть ему в глаза». Несущий слово проследил за взглядом Вейтеля через иллюминаторы. Планшет, который Малагарс держал в своих грубых пальцах, испустил мелодичный звон, не сочетающийся со срочностью нового сообщения. «Датчики показывают нечто», сказал адъютант. «Быстро приближается, держит курс на столкновение, но орудия не могут его засечь». «Маскировочная аура», сказал Эрип, всматриваясь в штормовую тьму. «Но подобные устройства за пределами возможностей догоняться». «Да», беспечно улыбнулся Хорус. «Видишь его?» воитель шагнул к иллюминатору и прижал руки к серому стеклу. За бортом среди водоворота энергии, где копья выстрелов перечеркивали друг друга снова и снова, обшаривая небеса в поисках невидимого нарушителя, Капеллан на мгновение увидел нечто, подобное маслу, скользящему по воде. Всего лишь намек на объект в форме хищной птицы, фокусирующий свет расположенных над ним далеких звезд. «Там!» указал он. Малагарст выкрикнул в ВОКС приказ. «Цель обнаружена! Атаковать и уничтожить!» Орудийные расчеты начали перекрестный обстрел. Корабль был близко, ближе, чем позволял предположить обманчивый призрачный образ. Эрит непроизвольно отступил на шаг от обзорного иллюминатора. Улыбка Хоруса стала шире, и несущий слово услышал слова, которые тот прошептал, едва различима ракача в самом низу голосового диапазона. «Убей меня!» произнес воитель. «Если посмеешь!» ВОКРУГ НЕГО ГОРЕЛ УЛЬТИО ПИЛОТ БЫЛ УЖЕ, УСЛОВНО ГОВОРЯ, МЕРТВ. Кора, отвечающая за высшие нервные функции киборга, вскипела от разряда короткого замыкания, вызванного попаданием в паровое крыло. Но глубинные отделы мозга пока оставались целостей, и благодаря этому корабль уклонялся и крутился волчком, и казалось, что это само небо вращается вокруг них. За судном тянулись куски фюзеляжа, содрогалось, и отсек, в котором располагался мостик, заполнял дым. Куда бы Келл ни посмотрел, его глаза натыкались на вереницу красных тревожных рун. Автономные системы запускали процедуры аварийной эвакуации и раскрыли в полу ирисовую диафрагму люка, ведущего к крошечной спасательной капсуле, смонтированной под пилотской кабиной. Голубой свет, льющийся из отверстия, звал Виндикара. Он все еще был жив. Но куда? Даже если он проживет следующие десять секунд, куда ему бежать? Какой ему смысл жить? Его миссия. Его миссия была всем, что осталось у Эрис Теда Келла в гулкой пустоте его мироздания. В передней части обзорного купола вырастала командная башня Духомщения. Акры древней стали и черного железа, подсвеченные сзади энергетическими залпами и красными нитями лазеров. На самом ее верху находился один единственный немигающий глаз из серого янтарного стекла, обрамленный сияющим золотом. И внутри глаза фигура. Телл был в этом уверен. Могучее очертание, полубог, бросающий ему вызов приблизиться. Его рука нашла рукоять акселератора, и он выжал ее до упора, до красной линии. В этот момент смертельные выстрелы нашли свою цель. Он снова поднял глаза, и его мысли заполнила мантра наведения на цель, первая из тех, которым его обучили. Три слова. Простой Коан, чья истинность никогда не была буквальнее, чем в этот момент. Келл произнес их вслух, падая навстречу своему объекту. Я есть оружие. Пять. В темном небе над исполинскими башнями дворца императора сходило солнце, но его света еще предстояло достичь всех округов и районов гигантского города-крепости. Многие кварталы еще дремали. Их население было на грани пробуждения для нового дня, а кому-то не дали поспать дела, которые не могли ждать. В богато украшенных коридорах власти царила тишина и торжественность, но в завесах были отброшены все притязания на учтивость. Кулак достопочтенного эверсора впечатался в поверхность стола из розового дерева с такой силой, что задребезжали стоящие на нем крустальные бокалы для воды. Им владел ничем не сдерживаемый гнев, а его глаза свирепо глядели из-за костяной маски. Провал! Выплюнул он сочащимся ядом слово. Когда предложили этот идиотский план, я всех вас предупреждал, что он не сработает. И теперь вы проворонили наш единственный шанс убить воителя, пробормотал достопочтенный Ванус. Его синтетически измененный голос был безжизненным и невыразительным, как у машины. Поверитель клана эверсоров, будучи не в состоянии усидеть в своем кресле, вскочил и обогнул восьмиугольный стол. Прочие достопочтенные официо-асасинором наблюдали, как он размашисто прошагал к мощной фигуре со спрятанным под капюшоном лицом, которое держалось в стороне, стоя в свете люм сферы. «Мы вообще не должны были тебя слушать», прорычал он. «Все, чего ты добился, кустодий, это того, что мы потеряли еще нескольких человек». Магистр ассасинов во главе стола резко поднял голову, его серебристая маска отразила свет. За его спиной не было ничего, кроме тьмы, и казалось, что мужчина обрамлен черной, бездонной пустотой. «Я не знаю, кто он. Никто иной, как Константин Вальдор. Другого не дано». На этой реплике мужчина в капюшоне позволил своим одеждам распахнуться, и генерал-капитан полностью обнажил себя перед их глазами. «Как пожелаете», сказал он. «Меня не пугает, что вы будете знать мое лицо». «Я это подозревала», осмелилась ставить достопочтенное Вененум, эксцентрично покачивая своим зелено-золотым фарфоровым лицом. Только кустодианские гвардейцы настолько склонны отправлять на смерть других вместо себя. Вальдор посмотрел на нее и холодно улыбнулся. «Если это так, миледи, тогда мы в этом подобны друг другу». «Эверсор», произнес магистр ровным голосом, «займите свое кресло и продемонстрируйте хоть толику сдержанности, если такое, конечно, вообще возможно». Невыразительная серебристая маска отразила перекошенное изображение злобного костяного лица. «Сдержанности», сказал достопочтенный Виндикар, чья внешность скрывалась под шпионской маской снайпера. «Не сочтите за неуважение, милорд, но, как я полагаю, мы все согласны, что гнев Эверсора полностью оправдан». Хорос послал одного из своих людей, чтобы он умер вместо него. Достопочтенный Эверсор снова сел, его тон был горьким. Его должны были предупредить. «Ну, или ему постоянно дьявольски везет?» «Или так, или есть что-то другое», угрюмо сказала достопочтенная Виненум. Миссия провалилась, вмешалась шелковаликая повелительница Каледус. «И так случалось каждый раз. Мы с самого начала знали, что этот объект не сопоставим ни с одним другим. Стальной череп, скрывающий достопочтенного кулексуса, который сидел через стол, от нее склонился вперед. И это достаточный ответ?» Разнеслись по комнате его шепчущей интонации. «Пропали, и предположительно мертвы еще шестеро, из числа наших лучших. И ради чего? Чтобы мы могли расслабиться и пребывать в уверенности, что извлекли некий маленький урок из их выброшенных на ветер жизней, выражение черепа было неизменным, но тени, которые собрались вокруг него, казалось, начали удлиняться. Агент Йота была важна для моего клана. Редкое дарование, в которое было вложено значительное количество времени и энергии. Ее потеря не пройдет бесследно. «За все нужно платить», сказал Ольдор. «Только не вам», едко возразила Вененум. «Наши лучшие агенты и наше самое превосходное оружие потеряны, а Хорус Луперкаль все еще дышит». «Возможно, его нельзя убить», рявкнул достопочтенный Эверсор. Прежде чем предводитель Кустодиев успел ответить, магистр Ассасинов поднял руку, чтобы остановить дискуссию. «Достопочтенный Ванус», начал он, «не покончить ли нам с этими слухами и не обсудить ли вместо них то, что мы на самом деле знаем о последствиях нашей операции». Ванус кивнул, его мерцающая стеклянная маска изменила цвет и тон. «Конечно». Он нажал на сегмент из розово-красного дерева и столб бесшумный поместил перед ними панель с латунными кнопками. Несколько нажатий на клавиши пробудило скрытый внизу гололитический проектор, который расчертил над их головами контуры окон, мигающих голубым светом. Замерцали и пришли в фокус панели, показывающие тактические звездные карты, фрагменты докладов разведчиков и данные, поступающие из обсерваторий дальнего наблюдения. Из сектора Тейбиан приходят, мягко говоря, маловразумительные известия. Однако складывается впечатление, что большинство, если не все основные миры, расположенные вдоль центральной торговой магистрали тейбианских звезд, сейчас находятся вне зоны влияния имперских властей. На дисплее с картой шаровидные группы планет, которые поглотил мятеж в стремительной последовательности, перекрасились из голубого в красный. Зона целиком скатилась в анархию. По подтвержденным сведениям Миры Талат, Лучник, Даганет, Тейби Априм и Истоверокруз разорвали отношения с законным правительством Терры и объявили о своей верности воителю и его мятежникам. Достопочтенный Кулексус издал тихий шипящий звук. В их капитуляции страх сыграл не меньшую роль, чем оружие. «Боитель стоит над ними и требует пасть на колени», сказал Вальдор. «Немногим хватит мужества отказаться». «Мы можем быть уверены только в двух вещах», продолжил Ванус. «Первое. Капитан тринадцатой роты Сунов Хоруса Люк Сидиры, военачальник, имеющий высокий ранг в силах отступников, был ликвидирован. По всей видимости, работа снайпера». Он бросил взгляд на достопочтенного Виндикара, который ничего не сказал. «Второе. Хорус Луперкаль жив». «Гибель Сидиры важное достижение», сказал магистр. «Но она не заменит смерти воителя. Мой клан уже занялся информацией, поступающей из Тайбянского сектора», сообщил достопочтенный Ванус. «Мои инфоциты находятся в процессе манипуляции гласными и негласными средствами массовой информации, чтобы в сложившихся обстоятельствах позиция империума была представлена в наилучшем свете. Чтобы законопатить трещины быстро состряпанной ложью, вы часом не это имеете в виду», сказала достопочтенная Калидус. Цветовая гамма мерцающей маски Вануса сдвинулась в фиолетовый конец спектра. «Мы должны спасти все, что только можем, миледи, я уверен». «Уверены?» напряглась шелковая маска. «В чем вы уверены?» «У нас нет никакой конкретики, никаких рецептов, мы не добились ничего, только открыли предателям наши карты». Настроение в комнате изменилось, и в воздухе в очередной раз сгустились неконтролируемые злости и разочарования, угрожая выплеснуться наружу. Магистр Ассасинов снова поднял руку, но прежде чем он успел заговорить по комнате, раскатился предупредительный звонок. «Что это?» требовательно спросил достопочтенный Виндика. «Что это значит?» «Завесы!» Магистр поднялся на ноги. «Нарушена секретность!» Его серебристая маска внезапно развернулась к одной из стен, отделанной панелями челчок пули, древнее дерево и твердый металл уступили, и скрытая дверь с грохотом распахнулась. Пространство за ней заполнили три фигуры, стоящие в постоянно перестраивающейся головоломке извенчивых коридоров. Двое из них были облачены в янтарно-золотую броню с контрастной бело-черной инкрустацией. Их лица были решительными и мрачными. Это были ветераны-космодесантники 7-го легиона Астартес в полных комплектах боевых доспехов, но их присутствие затмевал воин на голову выше их обоих, с чего каменного лица смотрели холодные твердые глаза. Рогал Дорн вошел в завесы, его броня сверкала в свете люмсфер. Он обижал комнату глазами с выражением на лице, которое, возможно, было отвращением. Он задержал взгляд на Вальдоре, затем на магистре и, наконец, на глубоких тенях, поглотивших дальнюю сторону помещения. Первый, кто осмелился нарушить потрясенную тишину, наступившую после вторжения Дорна, была достопочтенная Вененум. — Лорда Стартес, произнесла она, отчаянно пытаясь побороть собственный страх. Это частная помещь. Имперский кулак даже не удостоил ее взглядом. Он направился к столу из розового дерева и скрестил руки на своей титанической груди. — Вот вы где, — сказал он, адресуя свои замечания Вальдору. — Я сказал тебе, кустодии, что наш разговор не окончен. — Вы не должны здесь находиться, лорд Дорн? — ответил тот. — Как и ты, — рявкнул примарх. Его голос звучал, как ломающиеся камни. — Но ты привел сюда нас обоих. В эту обитель коварства. Он произнес последнее слово так, как будто оно вызывало у него отвращение. — Это место, Астартес, не входит в сферу ваших полномочий. Тональность голоса магистра ассасинов была изменена и сдвинута, но, несмотря на это, все четливо услышали в ней резкую ноту вызова. — В данный момент входит. Дорн перевел свой холодный взгляд на зеркальное лицо, пристально смотрящее на него снизу вверх. — Мой лорд Малкадор. По комнате прокатился всплеск удивления, и достопочтенные все как один развернулись и уставились на магистра. — Я знал это, — прошипел Кулексус. — Я всегда узнал, что вы седелит. — Прямо день откровений, — пробормотал достопочтенный Иванус. — Я только начал, — прогрохотал Дорн. Вздохнув, Малкадор поднял хмурился и по воздуху прокатился вихрь сдерживаемого телепатического раздражения. — Прекрасная работа, мой друг, вы раскололи головоломку. — Вообще-то нет, — ответил Дорн. — Я сделал обоснованное предположение, вы его подтвердили. Хмурое лицо седелита превратилось в грубую, сосредоточенную гримасу. — Что ж, имперским кулакам засчитана победа. — Ну да у меня еще полным-полно секретов. Повелитель воинов развернулся. — Но не здесь — Снимите маски, — потребовал он. — Все вы. Я не буду говорить с тем, кто настолько лишен чести, что прячет свое лицо. Ваши голоса не имеют веса, пока у вас нет мужества прибавить к ним ваши имена. Покажите себя. Угрозе, которую подразумевали его слова, не надо было выходить на поверхность. Мгновение все молчали. Затем началось движение. Первым был достопочтенный Виндикар, стянувший со своего лица шпионскую маску с таким видом, как будто он был рад от нее избавиться. Сердито швырнувший на стол свою личину из клыков и кости. Соскользнул шелк с изящного лица достопочтенный Калидус. Ее примеру последовали Ванус и Виненум. Последним был достопочтенный Кулексус, чья блестящая маска череп открылась, как изысканный металлический цветок. Ассасины увидели ничем не скрытые личности друг друга в первый раз и испытали смесь сильных эмоций. Злость, узнавание, веселье. Так лучше, произнес Дорн. Вы только что лишили нас нашего величайшего орудия, Астарта, сказала достопочтенная Калидус, чье бледное лицо обрамлял каскад растрепанных ржаво-рыжих волос. Вы довольны? Примарх бросил взгляд через плечо. Брат-капитан Эфрит, один из имперских кулаков, стоявших у двери, выступил вперед и передал командиру устройство, которое Дорн, в свою очередь, положил на стол и отправил скользить по его поверхности в сторону достопочтенного Вануса. Это информационный планшет, сообщил он. Мои воины перехватили за границей облако Аорта космический корабль, который пытался направиться в систему СОЛ, рассказал им Дорн. Он идентифицировал себя как обычное грузовое судно Холес Фей, название, которое, как мне представляется, некоторые из вас могут узнать. Команда начал достопочтенный Эверсор. Никого, о ком бы стоило упоминать, высказался капитан Эфрит. Дорн указал на планшет. Он содержит подборку данных, добытую из маниманического ядра судна, журналы, вокз-записи и видеопикты. Он бросил взгляд на Малкадора и Кустодия. То, о чем в них говорится, вызывает тревогу. Сигелит кивнул достопочтенному Ванусу. Покажите нам. Ванус подключил планшет к открытой перед ним панели при помощи тонкого, как волос, соединительного шнура. И изображения, создаваемые невидимым гололитом, немедленно мигнули и изменились в новую конфигурацию информационных панелей. Первым шел вокз-трек, и когда он начал проигрываться, воздух заполнил мужской голос, полный боли. Меня зовут Эристет Келл, элитный ассасин клана Виндикар, Дан Эпсилон, и я не выполнил данные мне приказы. Шесть. Вместе с остальными, Вальдор молча прослушал сначала речь Келла, а затем фрагменты черновых записей инфоцита Тарелля, когда достопочтенный Ванус раскрыл информационное ядро, содержащее видеозаписи последних минут Йоты, он, онемев от отвращения, наблюдал за чудовищем, которое представляло собой черной паре. Когда перед ними развернулись эти ужасные сцены, достопочтенный Кулексус согнулся вперед, и по его лицу беззвучно покатились слезы. Они выслушали про все, про то, как выяснилась военная обстановка на Дагонеке, и про план по раздуванию умирающих угольков, шедшей на планете гражданской войны, про то, как Дженни Керсалм отказалась от их миссии в пользу своей собственной, про убийство Люка Сидиры вместо Хоруса, и про бесчеловечное возмездие, которое оно породило, и, наконец, про существование и смертоносный потенциал существа, звавшегося Гарпуном, и про выбор, который отряд ликвидации был вынужден сделать. Когда они выслушали все, что было необходимо, Сигелит прикрикнул на достопочтенного Вануса, чтобы тот остановил воспроизведение. Вальдор обвел взглядом директоров кланов. Каждый по-своему бился над осмысливанием того, что принесли им имперские кулаки. Достопочтенный Версор, в глазах которого читалось замешательство, обернулся к Кулексусу. «Это уродливое чудовище! Это создали вы ради Теры, кузен! Скажите мне, что это не так!» «Я лично отдал приказы», настойчиво сказал Пария. «Оно было уничтожено!» «Очевидно, что нет», ответил Дорн сквозь стиснутые зубы. «Но теперь-то оно мертво, да?» сказал достопочтенный Ванус. «Оно должно быть мертво!» Темные глаза Дорна вспыхнули гневом. «Узкий взгляд на вещи — это все, чем обладает ваша порода. Вы не понимаете, что вы натворили? Ваши так называемые попытки хирургического удара по Хорусу превратились в вещи совершенно другого рода». Его голос нарастал, как звук гонимых штормом волн, обрушивающихся на побережье. «Смерть Сидыра стоила жизни населению целого мира. Сыны Хоруса отомстили планете за то, что совершили на ней ваши ассасины». Он покачал головой. «Если бы встречному восстанию на Дагайнете позволили затихнуть, если бы эту войну не разжигали обдуманно и безжалостно, Хорус обошел бы этот мир стороной. После того, как мои братья и я покончили бы с его предательством, Империум снова взял бы Дагайнет под свой контроль. Но сейчас его опустошение ведет к падению ключевых миров по всему сектору. Теперь мятежники имеют в нем крепкий плацдарм и выбивать их оттуда, проливая свою кровь, придется боевым братьям, моим и моих сородичей». Он указал пальцем на всех по очереди. «Вот, что вы оставляете после себя. Вот, что ваша порода всегда оставляет после себя». Вальдор больше не мог молчать и выступил вперед. «Страдания, причиненные на Дагайнете, это трагедия. Никто не собирается этого отрицать», сказал он. «И да, Хорус еще раз избежал нашей кары, но миссия сослужила гораздо более важную службу, лорд Дорн. Келл и его отряд решили защитить нашего отца, в обмен позволив жить вашему заблудшему брату. Эта тварь, ассасин Гарпун, мертва, и была нейтрализована огромная угроза жизни императора. Я бы рассматривал это как победу». «Да ну!» Ярость Дорна, как будто потрескивающую в воздухе вокруг него, можно было ощутить физически. Я уверен, что мой отец в состоянии себя защитить. «А скажи ко мне, генерал-капитан, что за победа существует в войне, которую мы вели бы согласно тебе?» Он указал рукой на комнату вокруг них. В войне, где сражаются из скрытых мест под прикрытием лжи, где во имя сомнительных ходов выбрасываются на ветер невинные жизни, где питаемые секретом и обманом разжигаются закулисные тайные конфликты. В это мгновение Вальдор почти что ожидал, что имперский кулак отшвырнет стоящий между ними стол, так, чтобы он смог ударить кустодия. Но затем показалось, что гнев Дорна стих, как приливная волна, отступившая назад в океан. Вальдор, однако, был не настолько наивен. Примарх был хозяином своей собственной ярости. Он загонял ее внутрь и превращал в холодную, несокрушимую целеустремленность. «Это война», продолжил Дорн, бегло взглянув на Малкодора. «Битва не просто за материальное, за миры и за сердца людей. Мы ведем сражение за идеалы. На кону стоят самые лучшие из основополагающих принципов Империума. Важность чувства собственного достоинства, благородства, чести и верности. Как может убийца, прячущийся за шторой, понимать смысл подобных слов?» Вальдор ощутил на себе взгляд Малкодора, и ему показалось, что его внутренняя напряженность улетучилась. В то же время он ощутил нарастающее в нем чувство убежденности и встретился взглядом с имперским кулаком, отвечая на вызов. «Никто в этой комнате не знает войну так близко, как вы, милорд», начал он. «И, конечно же, именно вы лучше, чем любой из нас, должны понимать, что эта война не может вестись чистыми и благородными методами. Мы сражаемся в битве, каких еще не было в человеческой истории, мы бьемся за будущее. Вы представляете, что могло бы произойти, если бы на Даганете не оказалось Келла и остального отряда ликвидации, если бы это существо Гарпун воссоединилось с войсками мятежников. Он попытался бы завершить свою миссию, сказал достопочтенный Кулексус, «прибыть на Терру, попасть в сферу действия сил императора и использовать свои смертоносные дарования». «Он никогда не забрался бы так далеко», настойчиво сказал достопочтенный Ванус. «Его бы обнаружили и убили, это несомненно. Сиделит или сам император почувствовали бы подобную мерзость и сокрушили бы ее». «Вы уверены?» стоял на своем Вальдор. «У Хоруса много союзников, и некоторые из них ближе, чем нам хотелось бы признавать. Если бы этот гарпун достиг Терры, провел бы свою атаку, даже неудачная попытка убийства, даже ранения». Он постепенно замолк, внезапно приходя в ужас от мрачной возможности, которую он написал. «Такая псиатака привела бы к невообразимым разрушениям». Дорн не сказал ничего. Казалось, что в этот момент примарх разделяет кошмарное видение, которое плясало в мыслях Кустодия. Их повелитель, смертельно раненный губительным врагом, цепляется за угасающую жизнь. А везде вокруг него ярится горящий ад Дворца Императора. Вальдор снова обрел дар речи. «Ваш брат побьет нас, лорд Дорн. Он выиграет эту войну, если мы не будем достойно отвечать ему ударом на каждый удар. Мы не можем, мы не должны бояться сделать трудный выбор, принять тяжелейшее решение. Хорус Луперкаль не будет колебаться». «Я не Хорус», прорычал Дорн. Слова хлестнули Кустодия как плечи. «И я буду довольна!» Семь. Как молния, плененная кристаллом Кварца, единственное слово сокрушило все вокруг, и все они замолкли под воздействием неодолимой, колоссальной силы воли. Рогал Дорн обернулся на звук этого голоса, а все мужчины, женщины и Астарта, сбывшие в помещение, опустились на колени, инстинктивно понимая, кто был его источником. Последним был Сиделит, который, прежде чем приступить к выражению своего уважения, бросил на примарха имперских кулаков заключительный и загадочный взгляд. С губ Дорна слетел вопрос. «Отец!» «Тьма, огромная завеса теней, которая заполнила собой дальний угол комнаты, истончилась. Неестественный мрак исчезал, и с каждым моментом все отчетливее проступали стены и пол. Дорн моргнул. Как странно, что раньше он смотрел прямо на это место и видел его, на самом деле вовсе его не видя. Оно было прямо под носом у каждого в комнате, даже у него, и все-таки ни один из них не заметил в нем ничего необычного. Теперь из тьмы возник свет. В нем, без усилий, господствуя над пространством, стоял человек, чьи благородные черты искажала такая смесь бушующих эмоций, что даже могучий имперский кулак на секунду ощутил неуверенность. На императоре человечества не было доспехов, не было пышных нарядов или парадного мундира, лишь простой стихарь из суровой ткани, пронизанный тонкими нитями пурпурного и золотого шелка, и все-таки он по-прежнему был невыразимо величественным. По-видимому, он слушал их все это время, и все же казалось нарушением законов природы, что существо столь царственное, столь светящееся мощью, могло стоять в комнате среди людей Астартес и величайшего смертного псайкера из всех когда-либо живущих, и быть невидимым как призрак. Но, с другой стороны, это был император, и это было достаточным ответом на все вопросы. Отец направился к сыну, и Рогалдорн низко поклонился, в конечном счете, присоединяясь к остальным и преклоняя колено перед повелителем империума. Император не говорил, вместо этого он размашисто прошагал через завесы к высоким окнам, на которых висели парусиновые шторы, похожие на застывшие водопады теней. Стремительным броском своих могучих рук отец Дорна сгреб ткань в горсть и отдернул ее. Портьеры оторвались и обрушились на пол. Он обошел комнату по периметру, срывая покровы, все до последнего, пока комнату не залило яркое, медово-желтое свечение гималайского восхода. Дорн осмелился поднять глаза и увидел золотое сияние, обрушившееся на его отца. Оно собирало свой блеск вокруг мужчины, как будто заключая его в объятия. Солнечный свет на мгновение стал оболочкой сияющих доспехов, затем примарх моргнул и все исчезло. «Довольно теней», сказал император. Его слова звучали мягко, призывающей, и все лица в комнате обернулись, чтобы на него посмотреть. Проходя мимо Дорна, он положил руку на его плечо, а затем повторил тот же самый жест с Вальдором. «Довольно покровов». Он подал им всем знак подняться, и хотя они дружно подчинились, в его присутствии каждый продолжал чувствовать себя так, как будто все еще было у его ног. Его аура доминировала над всем, определяя царящее в комнате настроение. Дорн был удостоен кивка, равно как и Вальдор. «Мой благородный сын, мой верный защитник, я слышал ваши речи, и я знаю, что в словах обоих есть своя правда. Мы не можем упустить из виду, кто мы есть и кем мы стремимся стать. Как не можем и забыть о том, что столкнулись с величайшим врагом и тяжелейшим испытанием. В глубине глаз своего отца Дорн разглядел то, что не смог бы различить никто другой, столь мимолетное и ускользяющее, что его едва можно было заметить. Он увидел печаль, глубокую и нескончаемую, и его сердце откликнулось болью сочувствия, которую мог испытать лишь сын. Император вытянул руку и указал на рассвет, который всходил, заполняя комнату вокруг них. «Пришло время вывести вас на свет. Слишком долго официо ассинорум был моим тайным клинком, общеизвестным секретом, о котором никто не смел говорить, но с этим покончено. Такое оружие не может вечно пребывать в тенях, не отвечая ни перед кем. Должно быть видно, что оно находится под контролем, нельзя допустить сомнений в единстве, стоящем за каждым нашим действием, каждым нанесенным ударом, каждым сделанным выбором, а иначе мы не стоим ничего». Его взгляд обратился к Дорну, и он медленно кивнул своему сыну. «Потому что я уверен вот в чем, на войну, что грядет, будет призвано все оружие, какое только имеется в арсенале империума». «Именем твоим, отец», кивнул в ответ Примарх, «именем твоим». К настоящему моменту Даганет был практически мертв. Его поверхность состояла из мозаики горящих городов, бушующих океанов, испекшихся в стекло пустынь. И при всем при этом, это была демонстрация сдержанности, проявленной сынами Хоруса. Пожелай они, и этот мир испытал бы судьбу многих других, что отвергли воителя. Он был бы расколот, как орех шквалами циклонных торпед, запущенных в ключевые тектонические зоны, и преобразован в шар из раскаленной жидкой породы. Вместо этого Даганет готовили. Он еще послужит воителю и его маршу к победе. Эрип стоял на хребте и смотрел вниз в кратер, который был всем, что осталось от столицы. Дальняя сторона огромной чаши из грязного стекла и оплавившегося камня терялась в тумане ядовитых испарений. Но он видел достаточно, чтобы понять общий размах. Сюда слетались транспортные корабли со всей планеты, свозя в это место всех выживших, которых удалось обнаружить. На его глазах вниз к поверхности кратера спикировала грозовая птица, которая открыла грузовые двери на своем днище, сбрасывая гражданских в те толпы, что уже согнали в эту неразрушенную местность, как ненужный хлам. Люди были выстроены в цепочке, которые пересекались друг с другом вдоль и поперек и крест-накрест. Края кратера тянулись на километры и вдоль них в равноудаленных друг от друга точках только присутствие которых удерживало любого выжившего от попыток выкарабкаться наружу и убежать. Тела, попробовавших проделать это в самом начале, разваленные надвое болтерными снарядами были отброшены выстрелами обратно в толпу. Та же судьба ждала тех, кто смеливался выйти за пределы вырезанных на земле восьмиконечных контуров. Поросители, ибо они не заслуживали, чтобы их считали пленными, издавали стоны и шепотки ужаса, которые омывали капеллана несущих слова как ласковые волны. Было искушением остаться там, где он стоял и забыться в сладком ощущении темных эмоций, наполнявших огромную впадину до краев. Но у него были другие дела, которыми следовало заняться. Он услышал шаги взбирающегося по усеянной обломками стене кратера и двинулся навстречу приближающемуся к нему Астартес. Везде вокруг них поднимались в воздух тонкие облачка пара, разбитая земля все еще остывала после бомбардировки. — Первый капеллан насторожно ацелютовал ему Деврам Корда. — Ты желал, чтобы я доложился по поводу твоего агента? Мы обнаружили останки, которые ты разыскиваешь. — Гарпун? — нахмурился он. Корда кивнул и что-то ему бросил. Эриф поймал предмет. На первый взгляд казалось, что это был почерневший, деформированный от жары череп. Но при более тщательном изучении становилось ясно, что над расщепленной, выступающей, как коса костью нижней челюсти и его вздутыми контурами отличные от смертельного пекла и пламени. Капеллан поднял его вверх и заглянул в черные провалы глаз. В нем еще держались призрачные остатки энергии. Эрифа внезапно настиг образ крошечных кусочков золотой фольги на ветру, растворяющихся в небытие. Вместе с этой штукой разыскали остальные части тела, отметил Корда. В том же месте среди руин терминала космопорта я нашел и другие трупы, агенты императора, по всей видимости. Эрифа не волновали сопутствующие жертвы. Внутри него вскипело раздражение, и он отмел пояснение Корды взмахом руки. Пусть гниют! Какой мне прок от неудачников! Он уронил череп в пыль. Что это было, несущее слово? Корда подошел ближе, и вот он становился настойчивее. Это существо! Ты выпустил что-то на этот захолустный мир? Они поэтому убили моего командира. В этом нет моей вины, резко ответил Эриф. Ищи причины где-нибудь в другом месте. Слова едва слетели с его губ, как Капеллан почувствовал стесненность в груди. Вопрос, похороненный глубоко внутри, начал всплывать на поверхность. Он отмел его прежде, чем он успел сформулироваться, и посмотрел на Корду прищуренными глазами. Гарпун был оружием, Гамбит был разыгран и проигран, ничего более. От него несет колдовством, заявил Астартес. Эриф жестко улыбнулся. Не беспокой себя подобными вещами, брат-сержант. Это была всего лишь одна из многих стрел в моем колчане. Я начинаю уставать от твоих игр и твоих загадок, сказал Корда. Он обвел рукой вокруг. Какой цели служит хоть что-то из этого? Вопрос воина задел в несущем слово какую-то струнку, но он в этом не признался. Это игра, Корда, величайшая игра. Мы делаем ходы, мы наращиваем нашу мощь, копим силы для путешествия к Терре. Скоро, он посмотрел вверх, звезды встанут правильным образом. Прости его, брат-сержант, заговорил новый голос. Из тумана под ними выдвинулась фигура, закованная в броню. Сородичи моего брата Ларгара наслаждаются своим словоблудием сильнее, чем следует. Корда поклонился, и Эрип сделал то же самое. Хорус шел через разоренную землю, хрустя тяжелыми керамитовыми ботинками по обломкам взорванных скал. Эрип увидел за ним двоих изморневаля воителя, занятых негромким разговором и неглядевших на своего повелителя. Ты свободен, брат-сержант, сказал Корус своему воину. Мне требуется обсудить с первым капелланом некий вопрос. Корда снова отсалютовал, на этот раз четко и от души. Его кулак со звоном отлетел от нагрудника. Эрибу помстилось, что он увидел в глазах воина опасливую искру, нечто большее, чем обычное почтение к своему примарху. Страх, возможно, страх последствий, которые наступят, если будет замечено неповиновение, пусть даже самое малейшее. Корда торопливо пошел прочь. Эриб почувствовал на себе твердый, пронизывающий взгляд воителя. Что вы от меня желаете, спросил он невыразительным тоном. Глаза Хоруса, затененные накидкой, опустились на лежащий в пыли почерневший череп. Ты больше не будешь использовать такие тактические приемы в ходе этого конфликта? Первым порывом несущего слова было изобразить непонимание, но он подавил его, прежде чем успел открыть рот. Он неожиданно подумал о люке Сидире, невоздержанном отправке с Иствана все чаще и чаще оспаривал приказы воителя, хотя и по мелочам, пока не стал заниматься этим непрерывно. Некоторые говорили, что он подходил для заполнения вакантного места в Марнивале, что его придирчивость была необходима столь могущественному существу, как Хорус. В конце концов, по какой другой причине воитель мог бы удостоить Сидиры чести носить свою мантию? По спине Эриба пробежал необычный холодок, и он кивнул. Как прикажете, мой повелитель? Возможно ли это? Мысли несущего слова неслись вскачь. Вероятно, Хорус Луперкаль с самого начала знал, что тайны убийцы императора подбираются ближе, чтобы его уничтожить. Но для этого ему нужны были глаза и уши на Терри. Эриб не сомневался, что у воителя были союзники даже в сердце владения его отца, но в самом дворце императора он бы дорого дал, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Хорус развернулся и направился обратно, вниз по хребту. Эриб перевел дух и заговорил снова. Могу я узнать основания для такого приказа? Воитель помедлил, а затем бросил взгляд через плечо. Его ответ был твердым и уверенным и не допускал возражений. Ассасины — инструменты слабых, Эриб, испуганных. Они средства не для окончания конфликтов, но лишь для их затягивания. Он помолчал, его взгляд ненадолго обратился внутрь. Эта война закончится только тогда, когда я посмотрю в глаза своему отцу. Когда он узреет истину, которую я перед ним раскрою, он осознает, что я прав, и присоединиться ко мне в понимании этого. Эриб ощутил всплеск темной энергии. А если нет? Глаза Хоруса похолодели. Тогда я и только я его убью. Примарх пошел дальше, кивнув своим офицерам. По его команде одновременно взорвались вереницы мелтобомб, погребенных под сотнями тысяч выживших. Эриб вслушивался в хор криков, пока они умирали вознаменование жертвоприношения и подношения. Субтитры создавал DimaTorzok